Это глубокая беседа между искателем истины и тем, кто ее нашел. На этих страницах содержатся истории из жизни Садххуру. Здесь также присутствует его мудрость и, я думаю, его любовь. Намасте. Садххуру Джаги Васудев. Я не найду слов, чтобы хоть как-то охарактеризовать этого исключительного, невероятного, великого человека, которого я теперь с радостью зову своим гуру. Никогда прежде я не встречал никого подобного ему. Он поистине единственный в своем роде, его невозможно отнести к числу тех, кого мы привыкли называть восточными гуру. Он вовсе не ортодокс и не конформист. Он много шутит, часто носит синие джинсы и футболки, с удовольствием бросает фрисби. И в то же время Садхгуру олицетворяет собой самую вершину того, что пылкие искатели хотели бы видеть в духовном руководителе. Он открывает доступ ко всем возможностям. Мы сидели в конференц-зале отеля. Вдруг вошел человек и меня бросило в дрожь. Затем он повернулся к нам лицом. Я взглянул ему в глаза и почувствовал головокружение. Я смотрел в глубокие озера любви, которая поглотила меня полностью. Раньше я никогда не испытывал таких ощущений. Единственная мысль была «Ого, здесь происходит что-то крутое». Затем он заговорил. Его слова настолько глубоко проникали в меня, что я переживал их почти физически. Я чувствовал, что они затронули меня на клеточном уровне. Короче говоря, меня просто унесло. В конце программы я рассказал ему о своих проблемах с сердцем. Помните мою молитву о том, чтобы открыть сердце, о которой писала Лис? То, что привела к коронарному шунтированию. В общем, прошло около пяти лет и проблемы снова всплыли. Я питался нитроглицерином, как конфетами, перенес инфаркт и всячески увиливал от встречи с ангелом смерти. Врачи сказали, что больше ничего не могут сделать и предложили мне привести в порядок свои дела. Я спросил Садхгуру, есть ли способ мне помочь? Он сказал, да, но здесь у меня нет времени, так что вам придется приехать на другую специальную программу. Мелькнула мысль, что он, как искусственный продавец своих услуг, хотел этими словами обеспечить мое возвращение. И все же я отправился в Индию на следующую программу, в Центр оздоровления и омоложения, в его ашрам, что лежит в предгоре Хвилиангере в Южной Индии. Мое лечение, индивидуально разработанное Садхгуру, то же самое он сделал для всех участников той программы, состояло из сочетания йогических практик, новой диеты, аюрведической терапии и препаратов ситхи. Вуаля! Через месяц я жил в другом теле. У меня больше не было привычных симптомов. Теперь я вместе с бесчисленными другими участниками посещаю все углубленные курсы, которые предлагает Садхгуру. Удивительно, хотя в программе участвует множество людей, он готовит то, что сам называет йогическим коктейлем лично для каждого практикующего, смешивая все аспекты йоги только в уникальных пропорциях. Поэтому любой может достичь своих целей, как и я. Садхгуру передают внутренний опыт эзотерических йогических учений, которые существовали тысячи лет, но мне казались совершенно недоступными. И все это ускоренным методом, так что пристегните ремни и приготовьтесь ко всему. Время, которое я провел рядом с Садхгуру, практикуя его методы и получая пользу от его бесчисленных технологий под непрерывным потоком благодати, меня полностью изменило. Моя жизнь сегодня лишена усилий, наполнена радостью и глубокой безмятежностью, свободна от многих будничных затруднений. Я счастлив и благодарен за то, что в моей жизни появился этот непревзойденный подарок и что я сумел передать его двум своим сыновьям, которые теперь тоже идут путем Иша-йоги. Теперь я хочу поделиться этим подарком с вами. Прослушав эту книгу, вы познакомитесь с невероятным человеком по имени Садхгуру Джаги Васудев. Ощутите его живое присутствие. Она написана так, что ее легко понять. Чтобы усвоить то, чему учат гуру, не нужны специальные знания, но даже искушенные читатели обнаружат здесь новые семена мудрости. Поздними вечерами она сидела и разговаривала с ним. Это удивительно редкий опыт так запросто общаться с просветленным человеком. Слушая эту книгу, вы сможете принять участие в этих незабываемых беседах. Вы посидите у костра, покатаетесь на лодке и посмотрите на звезды вместе с Садхгуру. Вы услышите слова величайшего учителя в мире, впитаете все аспекты его знаний. Беседы с Садхгуру предлагают вам необычайную возможность побыть в личном пространстве этого драгоценного учителя и ощутить на себе те прозрения и метаморфозы, через которые прошла Шерилл. Книга полна самоцветов мудрости, полезных для обычной жизни. Я знаю, что во время прослушивания у вас возникнет отклик на эти истины. Вы сами испытаете внутреннюю трансформацию, осознаете, как и я, что спокойная, наполненная и яркая жизнь доступна для всех, кто открывается обильному благу этого изумительного бытия. Не пропустите эту редкую возможность. Откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь, закиньте ноги на стол и узнайте все из первых уст. Эта книга даст вам ответы на такие вопросы, которых вы еще даже не задавали. Если же вы, как и я, до ее прослушивания никогда даже не слышали об этом учителе и его методах, то ваши глаза и разум откроются совершенно новому опыту. Он дает надежду на то, что мы не застрянем в этом круговороте жизней. Просветление возможно для нас. Это глубокая беседа между искателем истины и тем, кто ее нашел. При каждом прочтении вы будете все яснее это понимать. На этих страницах содержатся истории из жизни Садххуру. Здесь также присутствует его мудрость и, я думаю, его любовь. Намасте. Я болезненно желала обрести более глубокое понимание, более обширный опыт, некое неопределимое большее. Люди по-разному справляются с подобной неудовлетворенностью, действуя в широком диапазоне от замещения до разрушения. Они пьют, принимают наркотики, заводят романы, погружаются, словно одержимые, в работу или ведут себя как сумасшедшие. Я пыталась заглушить свою тоску комфортом и постоянной занятостью. Я знала, что могу найти ответ только внутри себя, но все время надеялась, что ощущение самореализации придет в связи с очередным профессиональным достижением. В конце концов, стремление к успеху стало выглядеть как бесконечная серия целей, и мне стало скучно бежать от одной достигнутой цели к другой. Кроме скуки, возникло еще и чувство вины. Хотя у меня было все, чего я хотела, я никогда не была полностью довольна. Неужели из этого и должна состоять жизнь? В дополнение к беспокойству и неудовлетворенности оказалось, что за мое жизненное изобилие нужно платить хроническим стрессом, усталостью, гипертириозом, бессонницей и приемом лекарств. Я начала спрашивать себя, как же так получилось, что внешне я создала для себя красивую жизнь, но внутренний покой, безусловная любовь и самопознание по-прежнему недосягаем? Я всегда была позитивным и оптимистичным человеком, никогда не обвиняла ни Бога, ни Вселенную в своих неудачах. Но я стала задаваться вопросом, возможно ли управлять своей жизнью и судьбой в гораздо более широком смысле? Способен ли обычный человек совершенно освободиться от невежества, обрести внутреннюю реализацию, любовь и самообладание? Возможно ли для человека постоянное внутреннее блаженство? Эта книга — рассказ о том, как я провела время с индийским мистиком и мастером йоги Садхгуру и, изучая под его руководством такие темы, как жизнь, смерть и судьба, обнаружила, что настоящая и прочная внутренняя трансформация не просто возможна. Она стала для меня живой реальностью. Спустя несколько лет после появления Садхгуру в моей жизни, он целую неделю прожил в моем доме в горах. Слушая эту книгу, вы пройдете вместе со мной тот необыкновенный путь, которым Гуру провел меня. Я изменила многие имена участников этой истории, но слова Садхгуру и его удивительные рассказы остаются истинной во всех смыслах этого слова. Но сначала мы быстро проследим ту извилистую дорогу, которая привела меня к нему, или точнее, его ко мне. С тех пор, как я себя помню, я была искателем. Поначалу я этого не осознавала, просто считала себя любопытной. В детстве я не могла вынести то, что не знаю ответов на самые основные вопросы. Откуда мы появились? Зачем мы здесь? Как дерево выросло из семени и как из дерева образовалось семя? Как что-то получилось из ничего? Позже вопросы стали глубже. Что происходит после смерти? Есть ли Бог или Творец? Какова природа моего существования? Я страстно желала разгадать все тайны жизни. Хотя религия и наука предлагали объяснение большинству глобальных вопросов, их ответы меня не удовлетворяли. Я никогда не могла заглушить этот вопрошающий голос. Это желание узнать больше. Поиск ответов на жизненные вопросы также переплетался с желанием узнать, как стать необычным человеком, а чем-то большим. Наверняка жизнь — это что-то намного более значительное, чем только родиться, вырасти, работать, есть, спать, зарабатывать деньги и умереть. Из книг я узнавала о людях, которые достигли большего, чем все остальные. Я читала об Иисусе, Будде и Конфуции, но не останавливалась на этом. Я также читала об оккультизме, парапсихологии и колдовстве. Меня интересовали все объяснения за пределами науки. Я очень хотела понять, что могут сказать разные мастера из разных традиций и как они сами об этом узнали. И как они стали мастерами? Отличались ли они от меня? Все люди, с которыми я сталкивалась в молодости, либо через книги, либо лично, просто передавали то, чему их учили, что они слышали или читали. Но они не переживали все это на собственном опыте. После долгих лет поисков я начала опасаться, что так и умру, не узнав истины. Это было весьма неприятно, ведь мне говорили, что у меня хороший ум. В школе меня включили в программу для одаренных детей. Вроде бы это означало, что я умна, но я по-прежнему не могла найти ответы на свои вопросы. Была слабая надежда, что я найду их, когда умру. Может быть, чтобы обо всем узнать, нужно умереть. Но подождите, думала я. А что, если это знание не придет даже после смерти? Это еще хуже. Я все время задавалась вопросом, почему нельзя найти эту истину еще при жизни. Очевидно, ее знали Иисус и Будда, но они жили очень давно. Казалось, что все, кто ее познал, умерли и уже ничего не могли рассказать. Затем, когда мне было 15 лет и я лежала дома с гриппом, у нас на переднем крыльце странным образом появилась книга с коротенькой запиской для Шерилл. Я никогда не искала такую книгу в книжном магазине. Я даже не знала, что она существует. И тут внезапно она волшебным образом появляется у меня на пороге. Я так и не выяснила, кто ее там оставил, но очень рада, что это вообще произошло. Книга отличалась от всего, что я когда-либо читала. Речь шла о йогах с Востока, о пути йоги и о том, куда человек с ее помощью может прийти, чтобы полностью реализовать свой потенциал. Это было для меня новостью. Я уже знала о хатха-йоге и видела в ней лишь серию упражнений на растяжку, с помощью которых можно сохранять гибкость тела. Но в этой книге рассказывалось об одном мистике из Индии и о том, как йога превратила его и еще несколько человек, высокоразвитых, самореализованных людей. Раньше я ни о ком таком не слышала. Книга называлась «Автобиография йога». Ее написал индийский мистик Парамаханса Йогананда. Благодаря Йогананде я нашла имя той свободы, которую искала – самореализация. Ее также называют просветлением и объясняют как знание истинного «я» вне всякой иллюзии. Там объяснялось, что мы все коллективно страдаем от искаженного взгляда на реальность, думаем, что мы отделены от всех и всего, в то время как в действительности представляем собой единую энергию. Эйнштейн тоже говорил кое-что, связанное с этой концепцией. Например, человек – это часть целого, которую мы называем Вселенной. Часть, ограниченная во времени и пространстве. Он ощущает себя, свои мысли и чувства, как нечто, отделенное от всего остального мира. И это – своего рода оптический обман. Иллюзия, которая стала темницей для нас, ограничила нас миром собственных желаний и привязанностью к узкому кругу близких нам людей. Наша задача – освободиться из этой тюрьмы. Есть и другое его изречение. Реальность – всего лишь иллюзия, хотя и очень упрямая. По словам Йогананды, мы можем выйти из этой иллюзии, познать, понять и переживать мир совершенно по-другому. Это знание приходит только через опыт, а не путем интеллектуального понимания и ощущается каждой клеточкой тела. Йогананда описывает самореализацию как растворение чувства отдельного себя, личности или эго в блаженном, экстатическом, безграничном единстве, свободном от смерти. Я мгновенно поняла, что искала именно это. Эта книга не только помогла мне назвать словами объект моих поисков, но и дала надежду на то, что самореализации может достичь даже обычный человек, такой, как я. Она внушила мне веру в то, что я могу по-настоящему на своем опыте узнать жизнь вне тюрьмы моей маленькой отдельной личности. Йога – это путь от ограниченности к безграничности. Я могу найти то, к чему так сильно стремлюсь. Это меня очень воодушевило. Был, конечно, один главный недостаток. Йога лучше всего работает под руководством гуру. Йогананда ярко описывает гуру как духовного учителя, который является совершенно свободным существом, уже не связанным иллюзией отдельного «я», обладает доступом к другим измерениям и более глубоким пониманием жизни. Говорят, что гуру – это тот, кто рассеивает тьму и избавляет от препятствий. Он способен помочь другим освободиться от иллюзии отдельной личности. Я сразу подумала, что все было бы намного легче, будь у меня такой духовный учитель. Было интересно, найду ли я когда-нибудь гуру? На сцену поднялись организаторы-добровольцы и устроили перестановку, из-за чего кресло Садхгуру оказалось прямо передо мной. Вот тебе и четкий план. Я была теперь гораздо ближе, чем предполагала. Я пришла на лекцию во всеоружии. Ожидала, что Садхгуру проявит все свое очарование, но не сумеет на меня повлиять. Я достаточно взрослая, чтобы оградить себя от чрезмерного воздействия чужого магнетизма, будь то в личной или профессиональной сфере. Однако стоило ему войти в зал, как я мгновенно почувствовала, что знаю его давным-давно, как будто с глубокой древности. В нем было что-то такое, что я знала всегда. Это потрясло меня, и что-то внутри меня вдруг перевернулось. Он выглядел как классический гуру, древний, вневременный, серьезный. Создавалось даже впечатление, будто он сияет. Кроме того, он поражал своей красотой. На нем была длинная выбеленная туника из грубого шелка, элегантная накидка, тюрбан шафранового цвета и стильные коричневые походные сандалии. Все это привлекало взор, но дело не в физической красоте. Духовное сияние пронизывало его существо и наполняло зал. Его внутренняя сила сочеталась с тонкостью и нежностью, и это смягчало прямолинейность его речей. Я пришла, чтобы увидеть мистика, и он меня не разочаровал. Каким-то образом я сразу поняла, даже прежде, чем он заговорил, что соприкоснулась с тем самым. Почувствовала, что он знает то, что я хотела знать, и является тем, кем я хотела стать, что он способен привести меня туда. Иногда встречаешь человека, который больше, чем жизнь. Садхгуру затмел бы всех таких людей. Он говорил четко, весело, смешно и совершенно логично. Из него рекойлились ответы на важные вопросы. Он говорил о многом, от мирских и практических аспектов жизни до глубоких измерений бытия. Он объяснил, как разработанная им программа йоги, называемая Иша, и добытая из многовековой йогической мудрости, может быть использована для достижения целостности, жизнеспособности, личностного роста и самореализации. Он говорил о свободе и о том, что большинство из нас стали заложниками внешних ситуаций. Он сказал, единственная причина, по которой вы несчастливы, заключается в том, что жизнь идет не так, как вы ожидали. В связи с этим есть две возможности. Либо вы без конца вносите в свою жизнь все новые поправки, чтобы смиряться с возникающими мыслями, либо в один прекрасный день начинаете сознательно создавать такие мысли, какие вам нужны. Когда ваше счастье и благополучие не зависят ни от кого и ни от чего, только в этом случае вы свободны. Иначе, будь вы хоть в тюрьме, хоть на улице, вы все еще заключены в темницу, которой сами являетесь для себя. Он также говорил о стрессе. Он объяснил, что многие люди воспринимают стресс как образ жизни, а некоторые отказываются верить, что переживать это состояние необязательно. Он сказал, вы испытываете эмоциональные перегрузки не из-за занятости, а из-за того, что вы плохой менеджер для самого себя. Вы не знаете, как управлять своими системами. Вот почему возникает стресс. Все считают, что перегрузки вызваны работой. Спросите президента, и он скажет, что у него напряженная работа. Спросите руководителя компании, и он тоже скажет, что у него напряженная работа. Спросите паренька из офиса, и услышите то же самое. Позволю себе не согласиться. Нет напряженных работ. Напряжение и стресс возникают только в том случае, если вы не управляете своими собственными системами. Ваше тело, ум, химические процессы и жизненные энергии текут не так, как вы хотите. Они вас совсем не слушаются. Если бы ваши физические, умственные, химические и энергетические системы выполняли все ваши команды, разве вы стали бы создавать неприятные состояния внутри себя? Вы пребывали бы в непрерывном блаженстве. Ваша жизнь не подчинялась бы внешним условиям, не зависела бы от миллионов разных воздействий. В то время как одни люди испытывают стресс, другие выполняют ту же самую работу с радостью. Так что вопрос вовсе не в работе. Если бы мы хорошо управляли собой, то с возрастом становились бы все счастливее. Но происходит наоборот. Дети светятся счастьем, но большинство взрослых выглядят все несчастнее. В тот вечер Садхгуру открыто говорил о многих вещах. Они казались очевидными, но я никогда не смотрела на жизнь под таким углом. Просто сидя перед ним, я ощущала, как неизвестная сила выпрямляет мой позвоночник. Его слова рассекали слои старых, мучительных мыслей, которые много лет были частью моего психического состояния. С каждым новым прозрением росло желание узнать больше. Его безупречная логика тут же изменила мое мышление. Но это было нечто большее, чем логика. Я до сих пор не знаю, почему сразу же стала доверять Садхгуру, но после того, как он вошел в зал, подозрения покинули меня, и я почувствовала себя как дома. Я была благодарна за это чувство. Мой ум как будто остановился, и я отчетливо помню, как в голове пронеслось громкое и протяжное «О-о-о-о». Это то, чего я искала. Я много лет тосковала по свободе, и теперь появилась надежда ее обрести. В тот момент я поняла, что все мною же созданные ограничения и удобные убеждения внезапно оказались в опасности. Передо мной находился человек, способный показать мне, что такое настоящая свобода. Не та свобода, которая кичится властью, без проблем ездит автостопом или принимает наркотики ради кайфа. Но настоящая свобода, которая раскрепощает тебя изнутри. Я также знала, что если не отнесусь серьезно к желанию освободиться, то мне нечего здесь делать. Это не тот человек, который отведет глаза в сторону и позволит мне оставаться узницей привычек, мыслей и заблуждений, всего того, что меня ограничивало. Его живое присутствие, а еще больше слова, которые он произносил, открыли мне, что Садхгуру одновременно и мягкий, и грозный. С тех пор, как я стала достаточно взрослой, чтобы понять, что мое стремление и беспокойство имеют внутреннее духовное измерение, я открывалась словам бесчисленных учителей и традиций. Почти всегда я обнаруживала, что их драгоценные прозрения, хотя и вдохновляющие, не оказывают на меня продолжительного воздействия. Столкнувшись лицом к лицу Садхгуру, я увидела его резкий контраст со всеми и всем. Не все сказанное им звучало желанно и приятно, но в этом была истина, и слова резали, как скальпель. Связь с ним ощущалась на новом уровне и показывала мне ограниченность моих представлений. Пришлось признать, я искала живого просвещенного человека, и вот он сидел передо мной и был еще чем-то большим, чрезвычайно живым. Слова Садхгуру прочно засели в моей памяти. Особенно ярко запомнилось такое высказывание. Каждое ваше мнение о чем-либо способно стать ограничением. Вот как. Я искала самореализацию на каждом углу, но оказалось, что я все время ограничивала себя, цепляясь за собственные мнения. После публичной лекции я узнала, что на следующий вечер у кого-то дома состоится встреча Садхгуру в узком кругу. Я убедилась, что приглашена, и не сомневалась, что пойду. Меня очень радовала возможность снова увидеть его. Я спрашивала себя, что эта радость может означать. Затем я поняла, что просто впервые увидела шанс стать свободной. Свободной от тоски почему-то большему, свободной от всяких навязчивых состояний, от самого процесса жизни и смерти. Теперь это казалось реальной, а не надуманной возможностью. Покров, который я всю жизнь носила из-за своего путаного поиска, соскользнул с моего сердца. Я чуть не потеряла надежду после всех лет безуспешных метаний. Теперь я была очень рада, что путь самореализации действительно существует. Он был прямо передо мной. Прежде чем отправиться на следующую встречу, я подумала, нужно использовать это драгоценное время и задать конкретный вопрос, который беспокоил меня много лет. В конце концов, часто ли вам удается в частной обстановке побеседовать с одним из самых известных мистиков Индии? Однако, когда все началось, я совершенно забыла о своем вопросе. Многие говорили мне, что это обычное явление. Когда вы общаетесь с Садхгуру, его спокойствие настолько заразительно и его присутствие настолько всеобъемлюще, что вопросы и проблемы часто исчезают сами собой. В то же время, как я и подозревала, этот гуру не собирался позволять ни одному из собеседников оставаться пленником неправильных представлений или умозаключений. Я давно научилась скрывать свои мысли. Это полезное качество в деловом мире, но в отношениях Садхгуру оно оказалось помехой. В какой-то момент он указал прямо на меня. «У тебя есть вопрос ко мне». Он не спрашивал, а сообщал. Я удивленно возразила. «У меня нет вопросов». Словно видя меня насквозь, он настаивал. «Есть». Я опять покачала головой еще более решительно. «Нет». «Просто задай свой вопрос». Он тоже выглядел решительно. Ну что ж, до этого момента гости вежливо, но довольно расплывчато спрашивали его о всяческих псевдодуховных и мерзких вещах, как исправить что-то в жизни, накопить богатство, восстановить здоровье и так далее. Меня не интересовало обсуждение этих тем. Поскольку Садхгуру настаивал, я задала вопрос, который сжигал меня изнутри. Если мой разум способен создать для меня прекрасную жизнь и дать все, что я хочу, почему я не могу создать или найти самореализацию с помощью разума? После всех своих поисков я искренне считала, что к этому моменту могла бы уже стать просветленной. Однако прошли годы, а во мне, к сожалению, мало что изменилось. Без малейшего размышления гуру ответил. «Ты можешь использовать свой ум, но для того, чтобы быть эффективным, он должен быть не загрязненным. Он должен быть острым. Только острый ум — полезный инструмент для твоей трансформации. Есть форма йоги, называемая джняна-йога. Она ведет к союзу через разум. Это трудный путь для большинства людей. Достаточно сильный интеллект — это редкость». Чтобы проиллюстрировать сказанное, он поднял нож, выдернув его из торта, который кто-то принес на собрание, и произнес, обращаясь ко всем. «Подумайте об этом так. Ум подобен ножу, которым резали торт. Когда вы вытаскиваете нож, на нем все еще есть торт. Точно так же ум сохраняет остатки множества разных впечатлений и переживаний. Все эти отпечатки застряли в вашем уме, как торт, прилипший к ножу». «Это имело смысл. Но теперь казалось, будто гуру пытался внушить мне, что мой ум — плохой инструмент, потому что ему недостает остроты. Как это? Мне всегда говорили, что я очень умная, и я с радостью в это верила». Садхгуру снова посмотрел на меня и произнес. «Сейчас ты не можешь использовать свой разум для самоосвобождения, потому что он загрязнен. А нужно, чтобы он был острым, как бритва, и не загрязненным. Тогда ты сможешь прорваться к свободе с помощью разума. Тогда, через какие бы переживания ему не пришлось пройти, ни одно из них к нему не прилипнет. Только тогда разум можно использовать как совершенный инструмент. Выполнение йоги удаляет торт с ножа. Но лучше задействовать и другие средства, помимо ума. Ты не только разум. Есть и другие аспекты тебя. У тебя есть тело, эмоции, энергия. Использовать только один из этих аспектов, например, разум, все равно, что ехать на машине с одним колесом нужны все четыре. Только на всех четырех колесах можно доехать до цели. Конечно, вы можете добраться туда, используя лишь одно средство. Но тогда есть опасность стать социально некомпетентным. Невозможно быть эффективным человеком в социуме, управляя автомобилем с одним колесом. Это неизбежно приведет к уходу от мира, к изоляции. Оно того стоит, но сколько людей готовы к такой жизни? Лучше всего использовать все четыре аспекта. Йога, которую мы преподаем, представляет собой сочетание всех этих четырех аспектов – разума, тела, эмоций и энергии. Иша-йога направляет все эти силы в одну сторону. Жизненные энергии – это самый простой и самый мощный аспект в человеке. Большинство людей об этом не знают, но от того, как играют наши энергии, зависит, как действуют наши тела, разум и эмоции. Поэтому, как только энергии-основа станут двигаться в одном направлении, мы сможем также направлять туда наши тела, эмоции и умы. Энергии людей, разум, эмоции и тела действуют по-разному. Гуру – это тот, кто знает, что нужно каждому человеку. Наличию живого гуру уделяется столько внимания, потому что он может составить правильную комбинацию методов для каждого ученика. Причина, по которой Иша-йога настолько эффективна для всех, заключается в том, что она использует не только разум, но и все прочие аспекты в вас, чтобы помочь вам расти. После встречи я задержала гуру на выходе из комнаты. «Садух Гуру, как ты узнал, что у меня есть вопрос?» «Все в тебе об этом говорила», – отозвался он. «Вот тебе и умение скрывать свои мысли». Пока я пыталась разобраться, что сделало мой вопрос таким очевидным, гуру терпеливо объяснил. «Бывают очень сущностные вопросы. Отсутствие ответа на них способно убить человека. В этом мире у большинства людей не возникает настоящих вопросов. Их не интересуют серьезные вещи. Они о чем-то спрашивают, чтобы поразвлечься или удовлетворить свое любопытство. Это позволяет им чувствовать себя интеллектуалами, к чему они и стремятся. Если же у тебя есть ненадуманный вопрос, ты не можешь успокоиться, пока не получишь ответ или не разрешишь проблему. Такой вопрос невозможно забыть. Если похоронить его глубоко, это усилит беспокойство и даже может вызвать болезнь. Каждая клеточка твоего тела будет кричать об этом вопросе. Такого рода проблемы – это моя специальность, знаешь ли». Добавил он и улыбнулся. «Мы поговорили еще, и он высказал несколько наблюдений, в которых отразилось удивительное понимание моей сути. Удивительное потому, что мы встретились лишь прошлым вечером. Неловко это признать, но я немного расстроилась. Настолько проницательными и точными были его слова. Кроме этого, он сказал, что мне грозит растратить свою жизнь на лень и самодовольство. Я знала, что это правда. Я делала только то, что давалось легко, и никогда не бросала вызов самой себе. Я искала легкого блаженства, и мне нравился мой комфортный образ жизни. Тогда он предложил мне через месяц, в августе, приехать в Индию на его программу. Первым делом я попыталась уклониться, это было нереально. Я чуть не отшатнулась от него физически. Как бы я ни хотела поскорее начать учиться у него, я не могла даже подумать о поездке в Индию. Я просто была не готова к такой вылазке. У меня были серьезные проблемы со здоровьем. Мне удавалось взять себя в руки, чтобы прийти на работу на три или четыре часа в день, но я не могла даже пройтись по комнате без ощущения, что вот-вот упаду, как будто у меня на плечах висел мешок с кирпичами. Кроме того, у меня был гипертиреоз и низкое кровяное давление, обычно 75 на 35. Простая прогулка по комнате вызывала головокружение и слабость, и мне говорили, что я недалеко от инфаркта. Я не говорила об этом, но чувствовала себя очень плохо. Я была в Индии десятью годами раньше, еще в полном здравии, и все же ухитрилась там сильно заболеть. Казалось, что я как магнит притягиваю к себе все индийские бактерии. Естественно, я решила, что никогда не вернусь в Индию, хотя много лет фантазировала на тему некой связи с землей йогов. Кроме того, я подозревала, что в августе там будет ужасно жарко. Я рассказала ему о прошлой поездке и о том, какой опасности подверглось мое здоровье. Он немного помолчал, а потом ответил, что в этот раз мне там будет хорошо, и я не заболею. Тем не менее, я сопротивлялась. Мне, конечно, хотелось поехать, но было слишком много сомнений и опасений, что я не справлюсь с трудностями. Я решила подождать и посетить его курс в следующий раз, когда гуру приедет в Соединенные Штаты. Однако от этого решения во мне появилось новое, незнакомое чувство тревоги. В чем же дело? Я искренне просила о помощи. Появилась помощь, и первое, что я сделала, это сказала «нет». Я чувствовала себя так, будто получила двойку, не успев выйти к доске. Я не сумела выполнить даже первое задание. Что же будет со вторым? И появится ли вообще второй шанс? Обычно, если мне что-то нравится, я включаюсь в это целиком, а здесь я отступаю, хотя нашла то, чего давно и по-настоящему хотела. Меня беспокоило, что, возможно, я нашла это слишком поздно. А что, если мои возраста здоровья не позволят мне посещать занятия, не говоря уже о трансформации? В то время я не знала и не могла знать, насколько достоверны слова Садхгуру. Он выглядел как человек, которого ничто не пугало, ни жара, ни тяготы пути. И я полагала, что он не поймет, насколько трудна для меня летняя поездка в Индию. Хотя я отказалась от первоначального приглашения в Индию, я очень быстро сосредоточилась на том, чтобы как можно скорее научиться у Садхгуру всему, что он мог дать. В высшей йоге, разработанной Садхгуру, основная программа называется внутренняя инженерия. Эта технология предлагает научно структурированную программу, позволяющую добиться оптимального физического, психического и эмоционального здоровья, повысить уровень жизненной силы и подготовить практикующих к более глубоким уровням духовной осознанности. На Западе многие занимаются теми или иными видами йоги, например, хатха-йогой. В иши физические позы изучаются для того, чтобы открылся доступ к более высоким измерениям. Благодаря упражнениям вам становится удобно в вашем теле. Оно очищается, делается более восприимчивым, и тогда вам становятся доступны другие измерения. Фонд Садхгуру базируется в Индии, но предлагает программы по всему миру. Выше есть высококвалифицированные инструкторы, которые много лет тщательно тренировались под руководством Садхгуру. Каким-то образом этот тренинг позволяет им быть проводниками энергии Садхгуру, находясь вдали от него. Многие собеседники уверяли меня, что программы учителей так же хороши, как и курсы самого Садхгуру, и что участники чувствуют его присутствие, даже если физически он далеко. Я запланировала пройти его собственную ближайшую программу в США в любом городе. И мне не пришлось далеко ехать, потому что через шесть месяцев у него была намечена программа в Атланте, совсем недалеко от места, где я жила. Я посетила два его курса в Америке, и он продолжал впечатлять меня глубиной своей проницательности и способностью открывать возможности во мне самой. Затем в феврале следующего года я все-таки проделала весь путь до Индии, чтобы участвовать в расширенной программе, которая давалась только там. Как и обещал Садхгуру, я чувствовала себя прекрасно. Я провела в Индии девять недель и даже сходила в Гималайи вместе с гуру и группой медитирующих. Такой поход был бы физически невозможен для меня годом ранее. Еще через год я приехала на два месяца, и с тех пор летаю в Индию ежегодно. Когда я начала практиковать Иша-йогу, я каждый день принимала по четыре вида таблеток. Кажется, что это много, но я удивлялась, что их всего четыре. У меня было множество проблем со здоровьем. Мой гипертиреоз оказался неизлечимой болезнью Грейвса. Было множество и других неприятностей. Хроническая усталость, аллергия, вечно слабый желудок, глубокие физические боли и хроническая бессонница. Здоровье настолько ухудшилось, что мне было стыдно. В течение нескольких лет недомогания усугублялись. Честно говоря, я чувствовала себя на 60% мертвой. Приходилось прилагать огромные усилия для продолжения работы. Во время первой программы Садхгуру, которую большинство участников считали легкой и радостной, у меня все так болело, что сложно было даже просто сидеть. Из-за этого я поначалу не могла воспользоваться преимуществами более духовных аспектов практики. Я опасалась, что могу быть тем единственным человеком, которому этот процесс вообще не поможет. Возвышенные ощущения, которые переживали другие люди, у меня не появлялись. Я очень расстраивалась, но почему-то продолжала практиковать. Я часто бываю недисциплинированной и ленивой. Но здесь мне пришлось игнорировать собственное нытье. Я знала, если что-то вообще изменит меня, то только это. В методах Садхгуру было что-то правильное, и я знала, что он не стал бы тратить время на свои программы, если бы они не помогали. Эта практика представляет собой уникальную систему, которая придает равновесие и силы телу, разуму, эмоциям и энергиям. Она состоит, кроме прочего, из мощных методов дыхания и медитации. Даже в том состоянии здоровья, в котором находилась я, это было выполнимо. Должна признать, что утренние упражнения дают мне столько спокойствия и блаженства на весь день, что я ни в коем случае не хочу их пропускать. Я выполняла их день за днем, и в результате многое изменилось. И изменилось очень быстро. Через три месяца я отказалась от большинства прописанных мне лекарств. Когда доктор увидел мой анализ крови, он повел себя совсем не характерно для всегда сдержанного человека, воскликнув «Потрясающе! Потрясающе! Потрясающе!» Это не преувеличение. Он прокричал это три раза и добавил, что никогда не видел, чтобы больной с таким гипертиреозом, как у меня, так быстро вылечился. И это не какой-нибудь целитель-эзотерик, а уважаемый эндокринолог. Стена в кабинете снизу доверху увешана дипломами и наградами от традиционных академий. Моя давняя аллергия и другие симптомы тоже исчезли. Я не только восстановила здоровье, но также испытала на себе многое из того, что Садхгуру обещал на первом занятии. До этого я была крайне тревожным человеком. Теперь я освободилась от постоянного беспокойства о самых страшных вещах, какие можно себе представить. И это стало невиданным облегчением. Недавно я беседовала с отцом о некоторых его тревогах. Он вечно беспокоится о себе, обо мне и о мире. Он спросил, а тебя сейчас ничто по-настоящему не тревожит, верно? «Да», — ответила я. «Почти ничто. По крайней мере, меньше, чем в прошлом». «Хотел бы я тоже стать таким», — сказал он. Взрослее, я становилась такой же тревожной, как и он. Мой ум вошел в режим «бей или беги». Он непрестанно искал все новые и новые поводы для волнений. Сейчас я большую часть времени испытываю глубокое и устойчивое чувство радости, хотя ум все еще не так спокоен, как мне хотелось бы. Я меньше сосредотачиваюсь на трудностях и, как правило, делаю все возможное, чтобы меняться, не добавляя к этому личной драмы. Если возникает проблема, просто пытаюсь выяснить, что с ней делать. Я не хочу упускать этот момент. Сложные ситуации все еще бывают, но из-за них я не лишаюсь сна. Садах-гуру сказал, что душевное равновесие — только начало, а не цель. Это меня восхитило, потому что, хотя мое здоровье значительно улучшилось и ум успокоился, я все-таки пришла за чем-то большим. Глава третья. Наша неделя начинается. Приезд к Садах-гуру. Я хочу, чтобы вы испытали освобождающую силу другого рода науки, внутренней науки, с помощью которой можно стать хозяином собственной судьбы. Садах-гуру. В один солнечный августовский день я выехала в аэропорт Атланты, чтобы встретить Тансах-гуру. Я собиралась принять его в моем доме в горах Северной Каролины. Я впервые могла получить неограниченный доступ к гуру, чьи поучения так меня изменили. Я чувствовала невероятное возбуждение, но и предвидела сложности. Как бы человек ни готовился, в присутствии гуру часто происходят самые непредсказуемые вещи. Прошло около трех лет с тех пор, как я познакомилась с Садах-гуру в Атланте. Хотя за эти годы я провела с ним довольно много времени, перед каждой встречей я все еще переживала много различных эмоций, волнения, энтузиазм и предчувствия неожиданностей. Но это временная проблема. Как только он оказывается рядом, ситуация меня полностью поглощает. Обычно я погружаюсь все глубже и глубже в тишину его присутствия. Но бывает и так, что мой любопытный ум не хочет упускать возможность получить ответы на свои бесчисленные вопросы. Садах-гуру и его помощница Лила собирались целую неделю прожить у меня в гостях в домике у озера. За год до этого Садах-гуру останавливался у меня на одну ночь, и тогда он впервые познакомился с этим озером. Оно ему явно очень понравилось. С тех пор я убеждала его вернуться. Как выяснилось, он периодически уединяется для определенной внутренней работы. Мой дом у озера – место исключительно уединенное, а потому идеальное. Лила провела Садах-гуру почти 15 лет. Инженерное образование дало ей практически неисчислимые жизненные возможности, но она предпочла служить волонтером Иша на полный рабочий день. Она помогает Садах-гуру во всей его повседневной работе в Соединенных Штатах. Несмотря на многочисленные обязанности, Лила – одна из самых невозмутимых людей, которых я когда-либо встречала. Обладая острым умом и сухим чувством юмора, она часто выражает свое мнение самым проницательным и неожиданным образом. Я люблю принимать гостей в этом доме над озером, и у меня не было сомнений в том, что приезд Садах-гуру станет уникальным опытом. Безмятежная уверенность, которая видна на его фотографиях, может создать впечатление, что Садах-гуру – очень мягкий человек, словно пришедший к нам из другого мира. Однако при личном общении он проявляется как действующий вулкан – динамичный, сильный, непредсказуемый, пышущий взрывной энергией. Находясь рядом с ним, я никогда не знаю, что произойдет. Я понятия не имела, как сделать эту неделю идеальной, потому что он не делился своими планами. Я только знала, что большую часть времени он хочет провести в тишине. Я надеялась, что смогу сделать все правильно, чтобы это ни было. Неисправимая перфекционистка, я не только заранее расспросила обо всем Лилу, но и отправила электронное письмо в индийский ашрам Садхгуру с просьбой дать мне совет. Ответы были обезоруживающе-бессодержательными. Хорошо бы предоставить ему что-то простое и удобное. Я искала подробности, списки продуктов и так далее, чтобы подготовиться как можно лучше, но у меня ничего не вышло. Похоже, с ним так всегда. Обустроить все заранее невозможно, как бы вы ни старались, потому что все постоянно меняется. Приехав под вечер в аэропорт, я обнаружила большую и пылающую энтузиазмом группу людей всех возрастов и культур. Все эти люди приехали увидеть Садхгуру, хотя официально его планы поездок объявлены не были. В воздухе вибрировало приподнятое волнение, которое привлекло внимание всех, даже обычно невозмутимых охранников. Энтузиазм и сияющие глаза стольких людей, молодых и старых, создавали атмосферу радостного предчувствия. Энергия шипела и потрескивала, как будто мы все были проводниками на обширной линии электропередачи. Мне казалось, что в основе этого возбуждения лежало невысказанное, но мощное понимание. В его присутствии всем доступна возможность преодолеть любые границы. Стоя там, я вспомнила. Раньше, еще до знакомства с Садхгуру, эта сцена в аэропорту подействовала бы на меня, как заграждение из красных флажков. Многие из присутствующих показались бы мне чересчур благоговейными, и их восторг вызвал бы неловкость. Быстрый радар моего недоверия включился бы и зафиксировал беспокойство. Но сейчас я была счастлива и наслаждалась общим волнением. Это показывало, насколько далеко я продвинулась в понимании того, что этот учитель настоящий. Насколько высоко я оценила знакомство с Садхгуру и его участие в моей жизни. Я задержалась у края толпы, прежде чем постепенно просочиться вперед. Многие люди держали подарки для мастера. У кого-то были букеты цветов. Один мужчина принес написанный им самим портрет с Садхгуру, а другие – какие-то предметы, которые по слухам нравились в Садхгуру. Я видела банку острых специй, большой пакет специального мыла ручной работы и даже диск фрисби, который этот атлетичный гуру любит бросать в свободную минуту. В половине пятого, когда подошло время посадки, люди стали искать удобные места, чтобы первыми поприветствовать Садхгуру. Шасси самолета пунктуально коснулись полосы. И вскоре мимо нас потоком пошли пассажиры. А потом мы увидели его. Он шел спокойно. Его лицо цвета карамели безмятежно сияло, создавая резкий контраст с усталыми лицами окружающих. Как это часто бывает, я внутренне вздрогнула. Он выглядел необыкновенно. Он и стар, и молот. Его седая борода доходила до середины груди, но он был в джинсах и темных очках, какие носят пилоты. Мы из одного поколения. Он, по сути, мой сверстник. Мы оба выросли, слушая The Beatles и Rolling Stones. Не обращая внимания на стремительный поток спешащих пассажиров вокруг него, Садахгуру с теплой улыбкой направился к группе встречающих. Он приветствовал каждого человека. Кого-то улыбкой, кого-то кивком головы, некоторых он обнимал, а другим давал пронзительные характеристики, которые попадали в точку. Длительное путешествие не повлияло на его причудливое чувство юмора. Кто-то спросил, как прошел полет Садахгуру. Он быстро ответил, «Мне не разрешили порулить, я просто сидел в кресле». И, откинув голову, рассмеялся своим обычным глубоким и сердечным смехом. Хотя он находился в пути целых 36 часов и ему еще предстояло проехать много километров, прежде чем он смог бы отдохнуть, он никуда не спешил и по-настоящему присутствовал, общаясь с людьми. Внимательно отвечал на вопросы и кратко обсуждал с волонтерами свои планы. Это был не первый случай, когда я наблюдала взаимодействие Садахгуру с публикой в общественных местах. Я ни разу не видела, чтобы он отвернулся от кого-нибудь и занялся своими делами. Когда окружающие нуждались в руководстве и обучении, казалось, что у него нет личных забот. Я видела, как терпеливо он выслушивал каждого, кто ждал его в длинной очереди. Не важно, что перед встречей у него не было времени поесть и поспать, а по ее окончании предстояло еще много часов работы. На каждый вопрос, даже тривиальный, он отвечает словами, в которых проявляется его подлинная глубина. Люди не раз говорили мне, что задают ему незначительные вопросы только для того, чтобы он своим ответом коснулся их настоящей проблемы, глубоко укорененной и невысказанной. Однажды я упомянула об этом в разговоре с ним, и он пояснил, я всегда обращаюсь к человеку, а не отвечаю на вопрос. Почти час Садахгуру разговаривал с людьми, обменивался приветствиями, шутил и внимательно слушал. В итоге удовлетворены были все, от дамы с мылом до парня с фризби, все радовались этой встрече. Его энергия, подобно сиянию солнца, оставила свет на каждом лице. После последнего прощения мы с Садахгуру неторопливо двинулись к багажной ленте. Пока мы ждали его чемодан, я взглянула на один из подарков. Кто-то дал ему книгу о суфийском поэте-мистике Руми. Я знала, что поэзия Руми воспевает любовный роман с божеством. Поэтому спросила Садахгуру, является ли любовь наивысшей возможностью из всего, что можно искать? Именно в этот момент на ленте появился его багаж. Гуру потянулся за ним и, как мне показалось, не услышал моего вопроса. Молча мы направились к моей машине. Колеса его чемодана скрипели и постукивали по тротуару. И этот звук эхом отражался от стен ярко освещенной парковочной площадки. Зная, что Садахгуру свойственна подвижность, в той же мере, что и покой, я спросила, не хочет ли он сам повезти машину? Всем хорошо известно, что он любит водить, и к тому же быстро. Но, возможно, после такого долгого путешествия он все-таки захочет отдохнуть? Как бы не так. Он протянул руку за ключами, и я рассмеялась. Мне следовало догадаться, что он не упустит такую возможность. Я села на пассажирское сиденье и крепко пристегнулась, еще раз вспомнив о репутации Гуру в области управления транспортными средствами и людьми. В Индии, где мало кто соблюдает ограничения скорости, он известен тем, что в его руках автомобили, как и ученики, работают на пределе возможностей. Он вставил ключ в зажигание, а затем пристально посмотрел на меня и спросил, насколько быстро я могу ехать. Не знаю, зачем он задал этот вопрос. От меня уже нечего, не зависело. Мы уже неслись прочь со стоянки, и даже если бы я ответила ему, он бы ничего не услышал. Поездка из Атланты в горы обычно занимает около трех часов, но сейчас прошло всего несколько минут, а мы уже вылетели из города и мчались, сломя голову по трассе, явно с претензией на мировой рекорд. Я размышляла о том, насколько абсурдно для большинства людей, включая чиновников, прозвучало бы сообщение о том, что индийский мастер йоги сейчас ведет кабриолет BMW по 85-му шоссе. Но потом я просто улыбнулась и расслабилась. Я была лишь пассажиром в этом невероятном путешествии, и не только, пока мы находились в машине. В Индии я часто наблюдала его безумный стиль вождения, поэтому мне показалось уместным спросить. «Садохгуру, почему ты так страстно увлечен двигателями и скоростями?» «О!» — ответил он с улыбкой. «Жизнь меня увлекает все, но вождение — это почти единственное, что мне осталось, потому что из-за работы у меня совсем мало времени на увлечение». Он ловко и внимательно перестроился, прежде чем добавить. «Мне всегда нравились всевозможные транспортные средства, буквально с пеленок. В какой-то момент моей самой большой мечтой был велосипед. Когда он у меня наконец появился, я с него почти не слезал. На нем всегда были свежие шины. Когда они немного стирались, я их кому-нибудь отдавал и ставил новые. Я делал это не для того, чтобы покрасоваться. Мне было все равно, как выглядит велосипед, но когда едешь на новых шинах, ощущаешь себя совсем по-другому. Вот что меня заботило». «Я знаю, как ты ездишь», — отозвалась я. «Так что могу вообразить, с какой частотой тебе приходилось менять шины. Откуда ты брал на них деньги?» Садхгуру рассмеялся. «Когда я был ребенком, я обеспечил себе достаточно разовых работ и бизнес-проектов, чтобы зарабатывать на жизнь». «Каких, например?» — спросила я. Я пыталась понять, чем может зарабатывать ребенок в Индии. «Один исследовательский институт предлагал большие деньги за удаление с территории кампуса ядовитых змей. Они платили по-разному за кобр и гадюк разных размеров. Кроме того, я ловил попугаев. Я хотел, чтобы мой велосипед всегда был на ходу. Я радовался, когда нашел эту работу. Она позволяла оплачивать мои велосипедные экспедиции. Никто другой не сделал бы этого. Я совершал действия, которые считались рискованными, и брался за любые опасные предприятия ради удовольствия или денег. Я была рада, что благодаря вопросу о скорости Садхгуру открыл мне кое-что из своего детства. Но ловить ядовитых змей он продолжал в том же духе. «Другие дети частенько подзадоривали меня на то, чтобы я взобрался на что-нибудь высокое. Я мог взобраться на все, что угодно. Благодаря заработку я ухитрялся оплачивать велосипедные поездки сразу для десяти, а то и пятнадцати мальчиков на несколько дней. Это большой доход для десятилетнего ребенка. Вот как я тратил свои деньги. Я никогда не ходил в рестораны и не покупал себе новую одежду. У меня было слишком много интересов на природе». Любовь Садхгуру к транспортным средствам выразилась еще и в том, как внимательно он рассматривал и как хорошо знал всевозможные автомобили, которые мы обгоняли на трассе. По дороге он отмечал и сообщал мне такие подробности, как номера моделей этих машин, год выпуска, объем двигателя, число скоростей, особенности передачи и многое другое. Он знал даже то, когда и какие изменения вносились в конструкцию или дизайн каждого автомобиля. Казалось, ничто не ускользнуло от его внимания. «У тебя энциклопедические знания о машинах», — заметила я. Он не отреагировал и сменил тему. «Еще я любил самолеты. Мне отчаянно хотелось летать. Я чуть не пошел служить в ВВС Индии, потому что это дало бы мне возможность летать. Мы с несколькими друзьями построили дельтаплан. Я решил первым испытать его и спрыгнул с ближайшего холма. Вместо того, чтобы воспарить в небе, я быстро свалился в овраг. Сломался не только дельтаплан, но и мои лодыжки». С этими словами Садхгуру громко и заразительно расхохотался. «Ух ты! Я уверена, что твоим родителям это ужасно понравилось!» Съехидничала я. «Да, моего отца всегда беспокоило то, что я ничего не боюсь». Я улыбнулась и покачала головой. Быстрые машины, летательные аппараты, ядовитые змеи и бог знает что еще. В нем сочетались бесстрашие и любовь к инженерии. Я думала о том, что его любовь к педали газа сродни той любви, с которой он ускоряет духовную эволюцию своих учеников. Конечно, совершенно ясно, что йога, которую он преподает, это своего рода инженерное дело. Духовная инженерия. Жизнь Садхгуру подчинена совершенно определенной и четкой цели, какой нет больше ни у кого из всех известных мне людей. При этом в его юности были отчаянные поступки, и он не всегда шел к своей цели прямым путем. Я задавалась вопросом, насколько лучше обычных людей он управлял своей жизнью. Что движет этим гонщикам-мистикам? Так проявляется судьба? Предназначение? И у каждого ли есть предназначение, если уж на то пошло? Белые линии дорожной разметки мелькали все быстрее. Они убаюкивали меня и вводили в своеобразное гипнотическое состояние. Садхгуру, произнесла я, есть ли такая вещь, как судьба? Насколько мы управляем собственной жизнью? Я горжусь своей сосредоточенностью и целеустремленностью. Знаю, что эти качества очень помогают мне, особенно в карьере. Но одновременно вижу, сколько всего ускользает от меня, несмотря на всю концентрацию. Мне хотелось понять, далеко ли я могу или должна зайти в попытках контролировать каждую частичку своего опыта. Я привыкла судить о мире с духовной точки зрения, и потому хотела также знать, какие невидимые силы, включая карму, то есть энергию причины и следствия, действуют в нашей жизни, определяя, что в ней произойдет или не произойдет. Находимся ли мы во власти своей судьбы или можем изменить даже ее? Он немного помолчал и произнес. Сейчас ты на самом деле спрашиваешь, насколько предопределены все события твоей жизни. Вот в чем вопрос. Он возникает из-за того, что в жизни происходят определенные вещи, и ты пытаешься направить их в одну сторону, а они идут в другую. Вот в чем причина этого вопроса. Итак, судьба ли это? Как ты знаешь, внешние ситуации находятся под влиянием многих разных сил. Прямо сейчас мы едем в этой машине. И на эту ситуацию влияет закон всемирного тяготения. Вращение нашей планеты вокруг своей оси и вокруг Солнца, а также внутриатомные силы и многое другое. Есть также силы, действия которых недоступны нашему восприятию и пониманию. Мы знаем о них совсем немного, и лишь в этих границах можем ими управлять. Например, можно везти автомобиль, контролировать количество бензина в баке, соблюдать правила дорожного движения. Эти вещи нам подконтрольны, а гравитации нет. Но за последние 50 лет наше понимание ситуации значительно улучшилось. Мы теперь меньше думаем о судьбе и больше о своих замыслах и намерениях. Ты это замечаешь? Он ждал ответа. Ясно, что это был не риторический вопрос. Да, отозвалась я. Моя бабушка твердила, что чему быть, того не миновать. Но я так не считаю. Значит... Продолжал он. В следующие 100 лет, если наше восприятие и понимание значительно улучшатся, мы все меньше и меньше будем находиться во власти судьбы. Мы сможем управлять большинством ситуаций. Это начинает происходить медленно, шаг за шагом, верно? Тем не менее, сейчас мы не понимаем всех сил, которыми определяется конкретная ситуация. Когда мы не понимаем каких-то явлений, мы ссылаемся на Божью волю. Это такое детское объяснение всего, что человек не может понять. Несложная отговорка. Мы называем это так, потому что не понимаем реалии жизни. Сейчас мы занимаемся крупным проектом в деревнях Южной Индии. Ты знаешь, что я с детства дружил с сельскими жителями, но побывав в их домах и увидев их быт, я поразился тому, что в 21 веке, когда ближайшая государственная поликлиника расположена не дальше 5 километров от любой деревни, каждый год более 70 тысяч детей теряют зрение из-за несложного и вполне излечимого конъюнктивита. От этой болезни не слепнут, просто от нее чешутся глаза и ребенок их слишком сильно трет. Если бы он не трогал глаза хотя бы 4 дня, он поправился бы безо всяких медикаментов, но дети не могут вынести зуд. Всего 2 капли антибиотика могли бы спасти ребенку зрение. Как ты думаешь, это судьба или что-то, что можно изменить? «Конечно, это можно и нужно менять», ответила я. «Какой бы ни была сейчас твоя судьба», продолжал он, «ты сама ее создала. К сожалению, создала неосознанно. Она написана только тобой. Создатель дал тебе полную свободу, он вложил в тебя твое «я». Ты сама пишешь свою судьбу». Люди так много говорят о судьбе лишь потому, что чувствуют себя беспомощными. Свою судьбу можно также сознательно создавать. Я хочу, чтобы ты испытала освобождающую силу другого рода науки, внутренней науки, с помощью которой можно стать хозяином собственной судьбы. Ты еще не поняла, какой это огромный дар быть человеком. Если поднять человека на всю доступную ему высоту, божественное станет частью его жизни. Если ты овладеваешь своим физическим телом, ты контролируешь от 10 до 15 процентов жизни. Если обретаешь мастерство владения разумом, контролируешь уже от 40 до 60 процентов жизни и судьбы. Если к тому же управляешь своими энергиями, то держишь под контролем 100 процентов жизни и судьбы. Вся наука о йоге — просто работа на этих трех уровнях тела, разума и энергии. Любой человек может в полной мере раскрыть свои возможности только тогда, когда у него нет собственных проблем. Нет внутренних проблем ни с телом, ни с мыслями, ни с эмоцией. Только в этом состоянии он сумеет выразить все, что в нем есть. Именно это мы делаем посредством духовного процесса. Ты решаешь, куда идти, выбираешь направление и пункт назначения. Это в твоих руках. Для внешнего благополучия существует физическая наука. Точно так же есть внутренняя йогическая наука. С ее помощью можно взять свою судьбу на 100 процентов в свои руки. Можно полностью управлять процессом жизни. Ты сможешь даже контролировать свои будущие рождения, сознательно выбирая для себя материнскую утробу. Вот до какой степени можно овладеть своей жизнью. Таким образом, ты станешь способной самостоятельно определять свое рождение и смерть, и создавать свою жизнь так, как захочешь. Даже сейчас это твой выбор, но он осуществляется бессознательно. Можно выбирать и осознанно. Если ты не берешь свою судьбу в свои руки, ты живешь, как придется. Это так. Твои тревоги естественны. Почти 90 процентов населения Земли живет в постоянной тревоге. Причина в том, что люди не прилагают никаких усилий к тому, чтобы взять свою жизнь в свои руки. Для них справедливое изречение, чему быть, того не миновать. Если мы бессознательно создаем свою судьбу прямо сейчас, как это происходит? Это наши мысли или действия? Или прошлые поступки? Спросила я. Кто ты сейчас? Ответил он. Твоя личность? Все, чем ты являешься? Это сложное накопление твоих впечатлений о самой жизни. Это похоже на программное обеспечение. Это то, что называют кармой. Это сумма твоих впечатлений. Все, что ты воспринимала, запечатлелось в твоем уме и в энергиях. То, как ведет себя твое тело, как ведет себя энергия, это результаты прошлых впечатлений от твоей кармы. Запрограммировано даже то, как движется твое тело. То, что называют кармой, есть сумма огромного багажа впечатлений, которые ты используешь в качестве программного обеспечения. Из-за этих впечатлений ты развиваешь определенные тенденции. Это бессознательные тенденции. Твои тело, разум, эмоции, энергии – все это работает в соответствии с тенденциями, которые развиваются из-за огромного количества накопленных впечатлений. Это влияние кармы на нашу жизнь. Пока человек не достигнет определенного уровня осознания и не начнет владеть собой, его всегда подталкивают и тянут эти тенденции, бессознательно созданные. Они толкают тебя в определенном направлении, но все это создано тобой и только тобой. Если мы сами все это создали, можем ли мы что-то отменить или чего-то избежать? Нетерпеливо спросила я. Или изменить что-то с помощью осознанности? И есть ли какие-то события, которым определенно суждено случиться? Садхгуру ответил. Сейчас да, есть. Есть много вещей, которым суждено произойти, потому что эти тенденции намного глубже, чем твоя умственная решимость. Если ты настроен на пройти определенный путь, ты сможешь многое изменить. Определенные фундаментальные тенденции проявятся, но если человек обретает мастерство в области жизненных энергий, он может изменить ход своей жизни полностью. Сейчас мы говорим о том, чтобы создать то же самое сознательно. Сам факт, что человек становится духовным и говорит «я ищу освобождение», означает, что он хочет взять штурвал своей жизни в свои руки. Ты хочешь взять свою судьбу в свои руки. С самого первого шага йоги ты пытаешься принять на себя ответственность за какую-то часть самой себя, начиная с тела, дыхания, а затем переходя к разуму и энергии. Движешься шаг за шагом. Это больше, чем просто свобода от страданий. Ты можешь изменить ход своей судьбы. «Садах-гуру», — сказала я, — «во время учебной программы ты говорил о том, что произойдет с нами, если мы последуем твоим практикам. Со мной многое произошло. В жизни появилось определенное чувство легкости. Мне действительно нравятся эти практики. Кроме того, исчезло так много маленьких, да и не таких уж маленьких неприятностей. Пропало постоянное чувство тревоги. Тем не менее, я чувствую, что не приблизилась к полному овладению своей жизнью». «Шерил, я уверен, ты близка к тому, чтобы взять ее в свои руки. Когда я встретил тебя, ты была в плохом состоянии. Даже глаза были впалыми. Не начни практиковать, ты была бы уже на пути к серьезной катастрофе. Без практики тебе было бы намного хуже. Спроси своего врача, к чему все шло. Теперь ты другая. Итак, взяла ли ты жизнь в свои руки? Ты твердо знаешь, чего хочешь. Ты умеешь делать все гораздо лучше, чем раньше. Это значит, что часть твоей жизни уже находится в твоих руках. Спроси врача, он подтвердит мои слова. Когда человек до такой степени физически нездоров, все рушится. Теперь здоровье восстановилось. Энергия пошла вверх. Посмотри, насколько улучшилось твое здоровье. Итак, сама того не зная, ты многое взяла в свои руки, как только поправила физическое здоровье. С волосами, связанными в хвост на затылке, Садхгуру выглядел молодым и сияющим. Опустив солнцезащитные очки, он посмотрел на меня своими древними всеведущими глазами. Он хотел, чтобы я знала. То, что произошло со мной, не случайно. Он был прав. И такого развития событий не мог предсказать ни один медицинский эксперт. До того, как я начала практиковать иша-йогу, мое здоровье было в плохом состоянии. Для того, чтобы продолжать функционировать, требовались огромные усилия. Это все, на что я была способна, изо дня в день, делая вид, что все в порядке. Я возвращалась домой по вечерам совершенно без сил. Я была полностью выжатой, без единой капли энергии. Теперь же я чувствую себя прекрасно и легко. Так что же нужно сделать, чтобы полностью взять судьбу в свои руки? Не унималась я. Я слышала, как одна дама спросила тебя, как контролировать мысли. Она призналась, что ее мысли неуправляемы. Они бесконечно мечутся во всевозможных направлениях без какой-либо видимой причины. Похоже, это свойственно большинству из нас. Я слышала твой ответ, что мы не можем контролировать мысли, пока отождествляемся с разными вещами, со своим телом, разумом, работой или семьей. Кажется, ты сказал, что все это имеет отношение к контролю над своей судьбой. Объясни, пожалуйста. Пока вы отождествляетесь со многими вещами, которыми не являетесь, вы не можете остановить мысли, например, с физическим телом, которое есть не что иное, как накопление, а также с разумом, эмоциями, вещами, людьми. Здесь слишком много ложных идентификаций, и они бесконечно множатся. Люди не понимают разницы между тем, с чем они отождествляются, и самими собой. В состоянии отождествления человек тоже способен переживать счастье. Ты можешь испытывать некоторую радость из-за каких-то внешних ситуаций, но просто быть собой и наслаждаться этим большинство людей не умеют. Счастье для них связано с чем-то внешним, и это ошибка. В садах-гуру большинство из всех, кого я знаю, в основном ищут уютные жизни, отозвалась я. Нужен идеальный партнер, красивые пейзажи, неограниченное богатство. Мне тоже все это нравится. Но я знаю, что тем самым мы разминиваемся по мелочам. Я чувствую, что в мире есть нечто намного большее. Конечно, есть. Когда выполняешь необходимую садхану, духовную работу, появляется определенное мастерство владения телом, умом и энергией. Если человек хочет жить духовной жизнью, ему требуется гораздо больше контроля и намного больше мастерства. Но если ты ищешь только материального благополучия, тебе нужен лишь определенный вид мастерства, и его легко обрести. Я чувствую, что мы недооцениваем себя, пытаясь иметь всего лишь приятную жизнь. Вздохнула я. Таких простых вещей можно достичь даже при небольшом владении разумом и телом. Если же активировать и усовершенствовать жизненные энергии за определенными пределами, что позволит энергиям преобладать над телом и разумом, то ты сможешь без усилий создавать все, что хочешь. То, что ты хочешь получить на физическом плане, само упадет к твоим ногам, и тебе не придется вкладывать всю свою жизнь в эти достижения. Это не займет много времени. Успешные люди — это те, кто до определенной степени владеет своим разумом. Они способны сделать больше других. Однако лучше всего превзойти навязчивую природу желаний. В противном случае человечество просто угробит эту планету, создав слишком много ненужных вещей. Ответил Садхгуру. Я расстроена, продолжала я. Потому что всегда, когда я как следует сосредотачивалась, мне удавалось многого достичь на внешнем уровне, но никогда не получалось сделать что-либо духовное. Просто пока ты могла осуществлять лишь мелкие задачи. Небольшие. Ты должна стать способной осуществлять очень, очень большие задачи. Если сумеешь на мгновение ощутить, что источник творения находится внутри тебя, и переключишь все свое внимание на себя, то сможешь переписать собственную судьбу. Конечно, я не могла сделать ничего по-настоящему значительного. Садхгуру напомнил мне, насколько важен тот факт, что мое здоровье так сильно улучшилось. Я и не собиралась преуменьшать значение этого. Болезнь поглощает огромную часть жизни. Поначалу из-за сильной боли и недостатка выносливости мне трудно было выполнять программы иши-йоги. Сейчас это прошло, и я могу ощущать более тонкие аспекты йоги. Это только усиливает мое желание стать всем, чем я могла бы стать. Я почти не замечала мелькающих вокруг нас пейзажей, когда мы были на главной трассе. Но теперь мы свернули на двухполосную дорогу и приближались к горам Северной Джорджии. Мы миновали пышные зеленые поля, усиленные аккуратными рулонами золотистого сена, и нас окружили мглистые силуэты гор. В какой-то момент мы остановились, чтобы набросить складной верх. Когда мы выехали из Атланты, стояла жара, 35 градусов по Цельсию. Здесь же воздух был почти на 10 градусов прохладнее и значительно суше. Небо сияло синим светом. Мы двинулись дальше, и гуру продолжал решать мои проблемы. «Во-первых, нужно понять, кто ты», — произнес он. «Твое сознание рассеяно, поскольку ты называешь собой то, с чем отождествляешься. Это тело, разум, дом, автомобиль, муж, ребенок, собака, образование, бизнес, а также власть и все прочие накопления. Если тебя лишить всех этих идентичностей, ты будешь чувствовать себя никем. Итак, то, что ты называешь своим «я», сейчас размазано вокруг тебя. Но когда я говорю «ты», я имею в виду только тебя, не эту машину, не эту поездку, не эту неделю, не твоего ребенка, не что-либо еще. Только тебя. Если перестанешь отождествлять эту себя с чем угодно, кроме того, чем являешься на самом деле, сможешь переписать свою судьбу так, как захочешь. Прямо сейчас ты — разрозненное существо. Тебя нет. Есть только накопленное прошлое. Тебе необходимо собрать весь этот беспорядок и отложить в сторону. Пока ты отождествляешься со всеми этими вещами, которые накопила, ты являешься толпой, а судьба толпы всегда предопределена. Как только ты становишься человеком, тебя больше невозможно разделить на части. Неделимость означает бесконечность. Разбить на фрагменты можно все, кроме бесконечности. То, что разбито на фрагменты, не узнает абсолютной стабильности. Если ты состоишь из частей, то просто держать все это вместе — уже подвиг. Неудивительно, что люди тревожатся, когда ты станешь истинным человеком. Неотождествляемым ни с чем. Твоя судьба будет твоей. Я хочу, чтобы ты это поняла. Я тоже очень хотела это понять. Слушая его объяснение, я спрашивала себя, как я ухитрялась рассеивать свой ум, не осознавая этого. Я больше не погружалась в тревожное состояние, но моя духовная судьба все еще определенно не была в моей власти. По его словам, Садах-гуру не отвечает на вопрос, но говорит с человеком. Я знала, что все это однозначно относится ко мне, и подумала, действительно ли я все еще слишком отождествляю себя с телом, разумом, домом, автомобилем, мужем, ребенком, собакой, образованием, бизнесом, властью, всем списком того, что он упомянул. Но как я могу полностью участвовать в жизни, если откажусь от этого отождествления? Некоторые люди уходят от мирской жизни, чтобы стать йогами. Я хотела стать просвещенной в той структуре, которую создала. Возможно ли это? Он говорит, что можно жить в мире и быть освобожденным. Как? Как получить этот опыт неделимого? Садах-гуру продолжал. Чем больше тебя порабощают логические процессы разума, тем больше ты стремишься быть исключительной. Сегодня все общество поощряет исключительность, но она означает, что ты отделяешь себя от жизни. Создаешь себе кокон. Потребность в исключительности происходит из глубокого чувства незащищенности. Эти два состояния питают друг друга. Весь этот феномен исключительности и неуверенности, управляющий значительной частью человечества, обладает чисто психологической природой. Он не имеет отношения к жизни. Я подумала, насколько это верно для нашей культуры здесь, в Соединенных Штатах. Мы живем в своих отдельных мирах, в изолированных домах, подальше от тех, кого не любим и не хотим видеть. Так поступают не только богатые люди. Даже в бедных кварталах опасно быть чужаком. Мы допускаем в свой круг очень ограниченное число людей. Может ли эта самоизоляция лишит нас истинной жизни? Физическое тело и жизнь в нем не требуют внимания. Физическое тело ты взяла на прокат у этой планеты, но превратила его в себя. При каждом вдохе и выдохе ты взаимодействуешь со всем миром. Энергия внутри всегда едина со всем, поэтому твоя исключительность – ментальное ограничение. Другими словами, твой взгляд на мир не соответствует истине. Когда разум противоречит жизни, человеку не хочется, чтобы процесс его жизни достиг своего пика. Это чисто психологическое нежелание. Каждая клеточка в тебе стремится к существованию и процветанию. Не зная этого, ты чувствуешь себя угнетенный. Возможно, даже хочешь умереть. Закрой рот, зажми нос и посмотри, что произойдет. Все твое существо однозначно заявит, что хочет жить. Жизненный процесс – это процесс включенности. Если же ты погружаешься в психологический процесс самоизоляции и вырабатываешь глубокое чувство нелюбви к самому жизненному процессу, то мысленно ты работаешь против самой жизни, против себя. Это коренной источник всех страданий. Если ты приведешь свой разум в гармонию со всем остальным, то он сможет включить все. Тогда и возникает продолжительное блаженство. При этой включенности процесс жизни становится абсолютно желанным. Все, что ты делаешь по доброй воле – это твой рай, а все, что против воли – ад. Когда человек становится всеохватывающим, его не покидает естественное состояние блаженства. Йога означает знать и переживать все как часть себя. Вне всякого сомнения, современная наука доказала, что все существует как одна энергия. Религии кричат, что Бог повсюду. Утверждать, что Бог повсюду или что все есть одна энергия, значит говорить то же самое, просто в двух разных контекстах. Ученый математически вывел эту реальность. Он не испытал этого на опыте. Его реализация интеллектуальная. Это не трансформирует его жизнь. Религиозный человек в это просто верит. Йог – это тот, кто не желает соглашаться ни на вычисления, ни на системы верований. Он хочет сам все испытать и узнать. В этом смысле йога – это технология, которая ведет человека от индивидуальности к универсальности, к познанию и переживанию жизни как самого себя. Патанджали, который считается отцом йоги, сказал это очень красиво. В начале его «Йога сутра» написано, а теперь «Йога». Он имел в виду, что до сих пор вы пробовали все. Знаете, что такое деньги, власть, богатство, любовь, удовольствие и, возможно, даже наркотики, как ты. Смеясь, добавил Садхгуру. И ничто по-настоящему не сработало. Все это было неплохо, но не принесло большого удовлетворения. Когда ты это знаешь, ты готова к йоге. Я подумала обо всем, что испытала в жизни. Вспомнила множество приятных и веселых минут. Например, был момент, когда я поняла, что мой бизнес станет успешным. У меня долго не было денег. И вот, наконец, я могла купить себе дом, ходить в любые рестораны, отправиться в путешествия и вообще делать все, что захочу. Я думала, что жизнь удалась. Но мне всегда чего-то не хватало. Ничто в жизни, каким бы чудесным оно ни было, не удовлетворяло меня полностью. В большинстве своем люди наслаждаются всеми этими вещами только потому, что они не всем доступны. Такова единственная причина, по которой они считают себя особенными. Если бы все в мире были миллиардерами, не было бы ничего особенного в том, чтобы быть миллиардером. Вы часто наслаждаетесь определенными вещами лишь потому, что считаете их уникальными. Это не настоящая радость. Если однажды человек понимает, что все эти вещи, какими бы они ни были, не приносят настоящей радости в абсолютном смысле, значит, он готов к йоге. Вот почему Патанджали начинает йога-сутру такими словами. Можно идти по жизни свободными. Мы все хотим ходить по приятной улице. Нет проблем. Давайте гулять по приятной улице. Но не нужно вкладывать себя в нее. Если вы вкладываете себя в нее, вы станете тротуаром, по которому будут ходить все остальные. Вкладывайте себя только в себя. Если твоя судьба в твоих руках, что ты выберешь? Рабство или свободу? Ты выберешь свободу, потому что глубочайшее стремление каждого существа быть свободным от тех процессов, которые мы называем жизнью и смертью. Когда твоя судьба строится осознанно, следующий шаг совершается сам по себе, потому что жизнь внутри тебя обладает разумом, позволяющим выбирать свободу, а не рабство. Но если твоя судьба создается в неведении, ты куешь себе окова. Я кивнула, молча погружаясь в свои мысли. Я всегда отождествлялась с телом и умом. Большинство из нас верят в какое-то существование после смерти, но мы все еще отождествляемся с телом. Я понимала это, но это понимание, похоже, не меняло моего опыта. Я даже знала, что мой разум не может быть мной, ведь я не всегда могу доверять его голосу. К этому я добавляла еще больше ошибочного отождествления, сама того не сознавая. Прежде чем я успела прийти к какому-либо выводу, мы достигли гор Северной Каролины. У меня еще оставалось много вопросов к Садхгуру относительно судьбы, но мне также хотелось быть ему полезной, пока он здесь. Поэтому я поинтересовалась, что ты будешь делать всю эту неделю? Могу ли я тебе чем-нибудь помочь? Ты хороший кулинар? Со смехом спросил он. Я нахмурилась и призналась, что не совсем. Я могу смешать в одной посуде несколько продуктов, но вряд ли это можно назвать кулинарией. Я бы не рискнула готовить для него еду. К тому же я знала, что его помощница Лила умеет делать это намного лучше меня. Значит, ты мне не поможешь. Он снова рассмеялся. Может быть, я пригожусь тебе в работе? Нужно ли тебе что-нибудь еще? Я точно не знала, в чем состоит его работа. И, честно говоря, искала какой-нибудь намек или подсказку. Люди часто рассказывали, насколько важна мистическая часть его работы и насколько мало он об этом говорит. Я не ожидала ответных объяснений, но после долгой паузы он сказал Ширилл, представь себе, что у меня очень большая семья. Со мной связаны люди по всему миру и иногда им нужна определенная забота. От меня зависит благополучие многих. Есть и другие аспекты, которые не очевидны для твоего логического разума. Возможно, тебя это удивит, но больше половины тех, кому я даю посвящение, никогда не встречались со мной лично. Физическое расстояние здесь не имеет значения. Кроме того, люди ждут от меня не только духовного руководства, но и других видов помощи. Есть много больных, которым нужна моя поддержка. Некоторым я помогаю перейти в другое состояние, когда наступает их черед. Это было выше моего понимания. Садхгору замолчал, и я мысленно вздохнула. Жаль, что я так мало знаю о нем. Казалось, он больше не хотел говорить. Меняя тему, я спросила его, как так получилось, что Лили посчастливилась стать его помощницей и проводить с ним столько времени. «Знаешь, я путешествую с теми, кто молчит», ответил он. «Мне не нужна компания. Лучше всего я чувствую себя в одиночестве, но моя работа подразумевает постоянное и глубокое участие в жизни людей. Меня всегда окружают люди, и я без колебаний включаюсь в их дела, потому что не боюсь запутаться. Я полностью участвую в жизни других». Когда я не нахожусь на публике, лишь нескольким ученикам разрешено быть рядом со мной и помогать мне. Я выбираю тех, кто впитал определенное количество безмолвия, тех, кто вызывает ощущение наполненности, самодостаточности, кому не нужно постоянно уделять внимание. Бывает, что некая внутренняя настройка человека позволяет ему много делать и при этом не произносить ни слова. «Такие люди во многих отношениях стали частью меня. Даже когда они рядом, я все равно чувствую себя как в уединении. Настолько они внутренне спокоенны. Они работают в идеальной гармонии и не нуждаются в инструкциях и объяснениях. «Ты предложила мне свое гостеприимство. К сожалению, я не всегда буду доступен. Большую часть времени я буду проводить в одиночестве, но сделаю все возможное, чтобы по вечерам общаться с вами». Его пояснения только прибавили таинственности всему происходящему. Не зная, что сказать, я просто молча сидела, пропитываясь тишиной, пока мы подъезжали к воротам. Садху Гуру нажал на тормоз, и я взглянула на часы. Мы прибыли на 45 минут раньше, чем я ожидала. Когда машина остановилась, с приборной панели упал томик антологии Руми, который кто-то подарил Гуру в аэропорту. Я потянулась за книгой и ощутила новую ответственность за безмолвие, за ожидание в тишине. Возможно, падение книги напомнило Садху Гуру о том вопросе, который я задала в багажном отделении аэропорта. Является ли любовь наивысшей возможностью из всех, что следует искать? Гуру мягко спросил. «Шерил, так что ты ищешь? Любовь или наивысшую возможность? На мгновение я окаменела. Поскольку он не отреагировал на мои слова в аэропорту, я предположила, что он их даже не услышал. Но теперь он просто вернулся в ту самую точку разговора, как будто и не было этих часов и километров. Подумав над его вопросом, я сказала, «Садху Гуру, я не понимаю, что такое наивысшая возможность. Я понимаю, что такое любовь. Я знаю только одно. Если в жизни есть что-то большее, то я хочу этого большего». Он кивнул. Да, есть нечто большее, и оно намного-намного больше. Глава четвертая. Ночь первая. Полночь с мистиком. Любовь — это ваши качества. Любовь — это не то, что вы делаете. Любовь — это то, чем вы являетесь. Садху Гуру. Когда мы выходили из машины, я заметила, что мою подъездную дорожку освещают фары мини-вена марки «Тойота» — машины Лилы. Кто сказал, что йоги не пунктуальны? Лиле еще не исполнилось и 30 лет, но в ней есть что-то вневременное и мудрое. Она красивая женщина с длинными черными волосами, сверкающими черными глазами и великолепной кожей. Кажется, что ее вовсе не заботят многие вещи, за которыми гонится большинство молодых женщин. Я часто замечала, что она носит одежду только свободного покроя. Когда я спросила о причине, Лила без церемонии ответила, что предпочитает комфорт, моде. Однажды я попыталась обратить внимание Садху Гуру на то, что Лила, похоже, совершенно не стремится подчеркивать свою красоту. Он рассмеялся. Люди не знают, насколько они красивы, и потому им нужно постоянное подтверждение со стороны. Хорошо, что она избавилась от такой потребности. Врожденная логика Лилы часто заставляла меня сомневаться в своих знаниях. У нее очень сухая, прямолинейная и часто забавная манера говорить. Она совсем не боится высказывать то, что думает. Когда я начала работать добровольцем в фонде Иша, я обнаружила, что некоторые коллеги мне не очень нравятся. Я думала, что они странные, неуравновешенные, что они только все запутывают и усложняют, что те же самые задачи можно было бы выполнять с большей легкостью и радостью. Собственный бизнес меня избаловал, ведь я работала только с теми людьми, которых любила, уважала и считала достаточно веселыми. Я заговорила с Лилой о том, что не привыкла работать с такими людьми и даже просто находиться в их обществе. Она просто спросила, это старый или новый человек? Что ты имеешь в виду, не поняла я. Она спокойно объяснила, эти люди недавно выше? Или они знают Садхгуру уже какое-то время? Интересный подход, подумалось мне. Я уже видела, насколько ощутимые изменения произошли во мне самой, зато непродолжительное время учебы у Садхгуру. Теперь я начала замечать, что многие из неприятных мне людей были здесь новичками. А самое хорошее впечатление производили давние ученики Садхгуру. Даже за короткий период моего знакомства с фондом Иша я наблюдала, как быстро развиваются практикующие. Я когда-то слышала, что не стоит судить о Будде по буддистам. Однако, сравнивая мое первое впечатление от некоторых людей, с тем, какими они стали сейчас, после избавления от многих внутренних проблем, я подумала, что это хорошо говорит о Садхгуру и о той йогической технике, которую он преподает. Однажды Садхгуру сказал, что для него не важно, каким был человек в момент первой встречи с ним. И пояснил, здесь все обязательно изменятся. Какими бы они ни пришли, если захотят, они станут здесь прекрасными людьми. Еще он говорил, что хороший садовник не станет жаловаться на состояние почвы или семени. Вместо этого он вложит все силы в то, чтобы вырастить цветок. Ведь именно в этом и состоит мастерство садовника. Лила рассказала мне, что когда она сама начала добровольно работать в фонде Иша, она специально выбирала тех, кто ей меньше всего нравился, и работала с ними. «Почему?» – удивилась я. «Мне было интересно избавиться от всех своих ограничений, а эти коллеги указывали мне на них». Этот подход совершенно отличался от того, с каким я жила последние 30 лет. Забавно, я считала себя исследователем человеческого развития, но мне никогда не приходило в голову, что подобная избирательность – препятствие для нас. Я так часто защищала свою зону комфорта. Лила несколько раз говорила мне, что небольшой дискомфорт полезен. У Лилы замечательное чувство юмора, и когда встречаемся, мы постоянно смеемся. Тем не менее, я не знаю, как она поспевает в засадах вору. Его темпы абсолютно сверхчеловеческие. Я не представляю, как можно жить с таким графиком. Если в мире вообще есть пример того, насколько можно преодолеть свои границы, то это вся жизнь садхгуру. Он носится по всему земному шару, с большей легкостью, чем обычный человек по родному городку. Однажды в Индии я немного проехала с ними в машине. Садхгуру, конечно, был за рулем. Педаль газа не поднималась от пола, а стрелка спидометра не опускалась ниже 120 км в час. Когда я спросила садхгуру, не слишком ли близко от нас проехал встречный грузовик, он отозвался целых 10 сантиметров. Вот это облегчение. За время этой поездки он дважды останавливался в разных городах, чтобы устраивать садханги, духовные встречи. На эти собрания пришли в общей сложности несколько тысяч человек. Он совершенно неподвижно сидел и общался с ними почти два часа. Затем мы возвращались в машину и снова мчались по шоссе. Так прошел весь день. Быстрая езда в полной безмятежности и полное присутствие во время садхангов. Наконец мы прибыли в пункт назначения в 2 часа ночи. Через 4 часа он уже играл в футбол. Он поддерживает этот темп изо дня в день год за годом. Хотя после практики иша-йоги мой энергетический уровень значительно улучшился, скорости садхгуру для меня немыслимы. Я провожу рядом с ним всего лишь несколько дней, максимум неделю, подстраиваясь под его расписание не более 3-4 часов ночного сна. И настолько устаю, что не могу сложить слова в осмысленную фразу. Алила непрерывно ездит с ним целыми неделями и не испытывает явных трудностей, хотя очень мало спит. Наконец мы прибыли в мой дом. И мы с Лилой выгрузили вещи из машины. Садхгуру исчез в отведенной ему комнате. Как и весь дом, она оформлена деревянными панелями, обставлена деревенской мебелью, а стены в ней завешаны индийскими одеялами. Камин в гостиной добавляет ощущение уютного тепла и непринужденного комфорта. Я разожгла в нем огонь, а Лила начала оборудовать для себя кухню, которой собиралась пользоваться ближайшую неделю. Через несколько часов, незадолго до полуночи, она накрыла на стол. То было первое из длинной череды невероятных южно-индийских яств, которые она готовила, не заглядывая в рецепты и почти не повторяясь. Садхгуру вышел к нам на ужин, и мы сели за стол, предвкушая долгую ночь волнующих открытий. Я поставила чайник. Когда он засвистел, Садхгуру спросил, «А скажи-ка, Шерил, у тебя все еще есть лодка?» По блеску в глазах было видно, что он готов немедленно отправиться в плавание. Я улыбнулась. Он весь день летел и ехал, и после этого ему больше всего хотелось покататься ночью на лодке. Да, лодка у меня была, но ни разу за несколько лет мне не приходило в голову вытащить ее в темноте, а тем более в полночь. У меня появился еще один повод восхититься высоким уровнем его физической энергии. Обычно в полночь я ложусь спать, но сейчас мне передался энтузиазм Садхгуру. Я вскочила и провела их сливой через раздвижные стеклянные двери по тропе к пристани. Вот она, в полной боевой готовности, похвасталась я, мысленно радуясь тому, что догадалась заранее собрать лодку и оснастить ее. Тут мне пришло в голову, что ключи от нее и еще несколько полезных вещей остались дома. Я бегом вернулась, схватила ключи, пару одеял, большой фонарик, спички и пару очков ночного видения. Восхитительная летняя ночь, типичная для Северной Каролины, дышала приятной прохладой после жаркого дня. На пристани я на минуту задержалась с охапкой вещей в руках, чтобы заметить и оценить свежесть горного воздуха и обилие звезд в безоблачном темном небе. Сверчки и цикады играли свою симфонию, и все пронизывали тонкие ароматы озера и леса. Садхгуру уже расположился за штурвалом. Мы с Лилой сели, он отвел лодку от пристани, и мы поплыли в глубокую темноту полночного озера Гленвью. Садхгуру вел мою лодку так же привычно, как и машину. Казалось, что он управляет ею не в первый раз. Вода мягко огибала гладкие серебристые поплавки, которые позволяют лодке держать равновесие. Улыбка Садхгуру освещала глубокую ночь вокруг. С трепетом я отметила про себя, что мы на озере одни. Чудесно! Вскоре мы достигли небольшого необитаемого острова. Садхгуру искусно направил лодку в песчаную зону вдоль лесистого берега. Там обнаружилось упавшее дерево, которое мы использовали как импровизированный причал. Пока мы с Лилой привязывали лодку, Гуру ушел на поляну и там быстро развел большой костер. Мы сели вокруг пламени, купаясь в тепле и свете, который сиял, как одинокий маяк среди огромного мира тьмы. Прошло несколько минут молчания, и затем Садхгуру запел сильную запоминающуюся мантру. В ней есть что-то завораживающее, почти гипнотизирующее. Его голос растворился в великом безмолвии, которое, казалось, окутало всех нас. И какое-то время мы сидели в бесшумном, блаженном мире. Потом я попросила Садхгуру объяснить, что означает эта прекрасная песня. «Если перевести дословно,» — ответил он, — «это значит следующее. Звук есть брахман, проявление Вселенной. Звук проявляется в форме всей жизни. Звук — это рабство. Звук — это средство освобождения. Звук есть то, что связывает. Звук есть то, что освобождает. Звук дарит все. Звук есть сила, стоящая за всем. Звук есть все». Я задумалась над тем, что это может означать. И вспомнила, что в Библии тоже есть места, где говорится о слове и его всеобъемлющем значении. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Мелькнула мысль, что различные духовные традиции во многом перекликаются друг с другом. Снова воцарилась тишина, и через некоторое время Лила заговорила о двух влюбленных, которые хотели, чтобы Садхгуру их поженил. Получив момент, я спросила у Садхгуру, есть ли такое явление, как родственные души. Я сама так не думала, а причиной моего вопроса был недавний разговор с сыном о том, найдется ли в мире идеальный партнер для каждого человека. Когда я выходила замуж в 19 лет, я всерьез считала, что предназначенная мне вторая половинка существует, и что я нашла ее. Однако после развода быстро отказалась от этой идеи. Некоторые мои друзья даже в моем возрасте все еще искали себе идеальную пару. Я задавалась вопросом, действительно ли возможен гармоничный союз? Возможно, мой цинизм, вызванный ранним неудачным браком, так и не развеялся, хотя позже у меня сложились по-настоящему счастливые партнерские отношения. При всей благодарности этому мужчине я никогда не обременяла наше партнерство ожиданием идеальной гармонии. Садх-гуру переспросил. Ты имеешь в виду, каждому ли предназначена некая родственная душа? Я кивнула. На его лице плясали отблески огня, и глаза блестели живо и ярко. Он объяснил. Попробуй понять следующее. В пары соединяются наши тела. Это требования тела. Может быть, это также разум и эмоции. Таким образом, процесс союза в некоторой степени относится к телу и разуму. Душа не может соприкасаться ни с чем, и она не нуждается в партнере, потому что абсолютно и безгранична. Только нечто ограниченное ищет помощника, чтобы чувствовать себя немного лучше. Эта линия рассуждений, будучи логичной, звучала довольно резко, без тени романтики или шутки. Зачем ты выбираешь партнера? Спросил он. Наверное, чтобы реализовать себя? Ответила я. Ты хочешь, чтобы твое тело чувствовало себя немного лучше? Возразил он с улыбкой. Мы называем это сексуальностью, и она может быть довольно красивой. Мы хотим, чтобы наш разум чувствовал себя немного лучше. Мы называем это общением. Мы хотим, чтобы наши эмоции чувствовали себя лучше. И мы называем это любовью. Эмоциональная совместимость придает такой любви красоту и комфорт, но не более того. Хорошая физическая совместимость, сходство взглядов и сильное чувство любви может сделать твою жизнь замечательной во многих отношениях. Но если ты готова внимательно и честно взглянуть на все это, ты не сможешь отрицать, что таким отношениям всегда сопутствуют ограничения и беспокойства. Найти человека, который физически, умственно и эмоционально совместим с нами – большая удача. Но если ты не согласна оставаться в каких-либо рамках, то ограниченность этой схемы со временем начинает душить. Приятные взаимоотношения подобны жизни в красивом саду. Каждый человек желает их, но это не вопрос души. Все связи, которые вы таким образом создаете – это тело, разум или эмоции. Больше ничего так соединить нельзя. Возможно, если вы подниметесь в своем осознавании и достигнете определенного мастерства во владении энергиями, вы сможете соединить и свои энергии. Крайне важно понимать ограничения, с которыми мы живем, и пытаться выжить из них все самое лучшее сейчас, чтобы завтра выйти за их рамки. Если не понимаешь, какие ограничения связаны с партнерством, то оно иногда выглядит очень красиво, но к концу становится настолько уродливым, что ты не можешь даже изящно из него выйти. Оно становится уродливым просто потому, что ты много лжешь себе и другому человеку. Лучше быть честной, по крайней мере, с собой, если у партнера не хватает необходимой зрелости, чтобы выдержать стопроцентную прямоту. Хотя бы перед собой нужно быть честной. Это очень важно. Если хочешь жить разумно и радостно, очень важно не обманывать себя. А дурачить другого человека не страшно. Ты уже знаешь, что он дурак. Он доказал это тем, что связался с тобой. Закончил гору и расхохотался. Большое спасибо, сказала я и тоже рассмеялась. Хотя я обнаружила, что его юмор звучит куда смешнее и обаятельнее, когда направлен не на меня. Только если ты честна с собой, ты знаешь цену тому, что можешь предложить другому человеку. С ним делай все, что считаешь наилучшим. Чем ты занимаешься с кем-то другим, это не мое дело, это просто социальное явление. Меня заботит, что ты делаешь с собой. И с собой нужно быть честной. Честность с собой очень важна, иначе жизнь не будет течь правильно. А если ты умеешь быть честной с собой, ты легко обретешь большую мудрость. Многие вещи, которые люди считают важными, покажутся тебе незначительными или даже бессмысленными. Чем искреннее ты к себе относишься, тем яснее видишь события, и тем меньше добавляешь к ним мелодрамы в попытке сделать жизнь насыщеннее и интереснее. Без этой мелодрамы ты будешь становиться все свободнее и свободнее, а запутанность начнет уходить. Ты будешь рассекать одну мешающую тебе веревку за другой и неуклонно подниматься к возвышенной реальности. Если же ты избегаешь этой прямоты и честности, то на каждую мелочь, которая тебя беспокоит, придется потратить целую жизнь, прежде чем ты, наконец, осознаешь, что вся эта суета ни к чему тебя не привела. На это уйдет жизнь. Это пустая трата времени и сил. Но если быть очень прямолинейной с собой, можно увидеть, что большинство ценностей, романтизированных миром, фактически ничего не значит, в них нет смысла. Все они совершенно пусты. Жизнь полна по своей сути. Она не нуждается в дополнительном украшении. Только те, кому не хватает насыщенности жизни, те, кто не воспринимает величие внутренней жизни, лелеют эту юношескую идею о том, что они должны улучшать жизнь. Жизненному процессу не нужна твоя помощь, чтобы он стал красивым. Главное, хотеть слиться с ним и познать его красоту. С этими словами Садах-гуру поднял ветку, чтобы пошевелить пару бревен в костре. Затем добавил еще одно большое полено, и вскоре пламя с гулом взметнулось к небу. Он продолжал. Означает ли это, что нельзя наслаждаться простыми аспектами жизни? Нет. Возьмем для примера настоящий момент. Если вы поужинаете, вы достигнете просветления? Нет. Но это не значит, что нам нельзя ужинать, и мы это делаем. Почему бы нам не наслаждаться простым процессом жизни? Мы едим, потому что испытываем голод. Ужин не приведет нас к наивысшему достижению, но мы, тем не менее, с удовольствием утоляем голод своего тела. Точно так же, если ты испытываешь эмоциональный голод, или тебе недостает чего-то для тела и разума, ты вступаешь в брак. Но ты прекрасно знаешь, что это не высшее достижение. Это хороший и разумный способ не остаться в одиночестве. Если ты веришь во множество причудливых идей о браке, то непременно будешь разочарована. Однажды все это рухнет на тебя тяжелым грузом. Даже если ты замужем за самым прекрасным человеком на свете, ты потерпишь крах, потому что не сможешь дурачить себя вечно. Все это призвано сделать нашу жизнь приятной для нас самих и окружающих. То, что ты называешь покоем, радостью и любовью, просто разные уровни удовольствия. Садах Гуру, думаешь ли ты, что некоторым людям стоит вообще отказаться от брака, если они не уверены, что этот путь им подходит? Спросила я. Вполне возможно, если у тебя нет такой необходимости, не выходи замуж. Если ты не голодна, то не станешь ужинать. И тот факт, что все остальные люди ужинают, не будет для тебя важным. То же самое касается всего остального в жизни. Если у нас есть потребность, мы делаем определенные вещи. Если ее нет, не стоит это делать, даже если это делают все. Пока он говорил, я спрашивала себя, насколько я еще поддаюсь чужому влиянию. В тот период я была уже уверена в том, что не обманываю себя. Но мы не всегда знаем, каким коварным образом влияют на нас мнения других людей. Я отчетливо помню тот момент, когда перестала себе врать. Одним холодным дождливым вечером, вскоре после развода, я возвращалась с работы, и моя машина заглохла на дороге. Было три часа ночи, и я ехала забирать Криса из дома няни. Я отправилась искать телефонную будку под проливным дождем, думая о том, что мне на самом деле некому позвонить. Вот тогда я действительно поняла, что абсолютно одиноко. Уже какое-то время я жила отдельно от семьи и друзей. Но как только я начала погружаться в жалость к самой себе, что-то внутри сказала. Ну что ж, ты пришла в эту жизнь одна, и уйдешь из нее одна, а все, что ты делаешь в промежутке между этими событиями, зависит только от тебя. Впитывая это одиночество, я поняла, что нахожусь очень близко к обочине жизни. Я больше не чувствовала, что у меня может быть защита в виде семьи или даже близких друзей. Я поняла, что защищенность, которую я ощущала раньше, была ложной. На самом деле все может случиться с кем угодно, есть у тебя семья и друзья или нет. Почему-то это помогло мне подружиться с собой. До этого я гораздо сильнее зависела от других людей. Я приняла себя и внезапно стала очень честной с собой. То был решающий момент и с тех пор я пытаюсь говорить себе правду без прикрас. Начав практиковать иша-йогу под руководством Садхгуру, я обнаружила, что благодаря этим упражнениям начинаешь видеть себя намного яснее, лучше осознаешь свои действия, чувствуешь себя неловко, когда замечаешь в себе эгоцентризм. Чем больше ясности и чем меньше драмы привносишь в свою жизнь, тем быстрее испаряются твои личные потребности. Смущает тебя это или нет, но начать осознанно менять себя абсолютно полезно и важно. С этими мыслями я взглянула на часы и удивилась, обнаружив, что уже два двадцать ночи. Время пролетело незаметно, пока мы сидели на уединенном островке, греясь у пылающего костра. Слушая садах-гуру, мы подбрасывали поленья в огонь. Я глубоко осознавала все вокруг, легкий ветерок, танцующий на наших лицах, запахи озера и костра, восхитительные в их земной простоте. Огонь давал тепло и умиротворение. Я посмотрела на садах-гуру, казалось, он был уверен, что еще не время возвращаться домой. Я рискнула задать еще один вопрос в продолжении недавнего разговора. садах-гуру, я всегда думала, любовь это высшая цель, но ты сказал, есть нечто большее. Что это такое? Есть ли такая вещь, как божественная любовь? Через несколько мгновений он ответил. Любовь это человеческая эмоция. Это одна из самых красивых эмоций, на какие способен человек. Многие культуры или так называемые цивилизации подавляют любовь. Многие люди приложили огромное усилие, чтобы экспортировать любовь на небеса, но она принадлежит земле, возникает в сердце, которое является тобой. В мире бывает слишком много разговоров о том, что любовь это Бог. В этом мы убедиться не можем, но если пожелаешь, ты сама можешь быть любовью. Любовь это человеческая эмоция. Люди способны на огромную любовь. Не нужно отправляться на небеса, чтобы это узнать. Это нежность сердца. Даже твоя собака это любовь. Приучая людей думать, что любовь приходит свыше, мы постепенно лишаем их способности любить. Любовь приходит изнутри, а не сверху. Если ты освободишь свой ум от сложных предрассудков, которые накопила, отождествляя себя с тем или иным, ты увидишь, что для человека очень естественно любить. Если ты разделяешь мир на правильное и неправильное, на свое и чужое, на Бога и дьявола, то твоя любовь очень обусловлена. Она раба внешних ситуаций. В этом случае любовь не твое качество, а то, что может случиться, только когда ты встречаешь замечательного человека или прекрасное явление. Проще говоря, как любой человек, ты отождествляешься с четырьмя аспектами – телом, разумом, эмоциями и энергией. Их сочетание ты называешь «Я». Лучшее, чего может достичь тело – это здоровье и удовольствие, а лучшее, чего может достичь разум – это радость и покой. Пик твоих эмоций – любовь. Энергии могут проявляться либо с мирской беспомощностью, либо с большой силой экстаза. Это единственные области опыта, доступные тебе на данный момент. Как правило, людям незнакома сила тела, разума и энергии, но они способны к сильным эмоциям, гневу, ненависти, ревности, любви или состраданию. У большинства людей эмоциональность самая сильная часть их существа, она доминирует и определяет общее качество жизни. А любовь самая сладкая из всех эмоций. Чего обычно хочет человек? Чтобы его тело было здоровым или нездоровым? Чтобы ум был счастливым или несчастным? Спросите любого и ответ будет очевиден. Ну а в плоскости ваших эмоций хотите ли вы любить или ненавидеть или злиться или вам близок здравый смысл? Вы естественно выбираете любовь. Когда я произношу слово любовь, ты возможно думаешь о любви к другому человеку, но любовь не связана с другими, это твое качество. Так же как здоровье относится к телу, а счастье к уму, любовь это твои эмоции. Если человек, которого ты очень любишь, находится физически далеко от тебя, ты по-прежнему способна любить его, верно? Если он перестает существовать, пока ты сидишь на этом острове, ты можешь сидеть здесь и продолжать любить его. Многие люди находят выражение своей любви только тогда, когда их любимый умер или находится при смерти. Мы всегда любим мертвых, не так ли? Он рассмеялся, а затем продолжил. Все люди способны на сильную любовь, но у них возникают проблемы почти с каждым встречным, почти со всеми явлениями окружающего мира. Человек оказался в сложной психологической ситуации. Он чувствует, что на этой земле никто не идеален, кроме него самого. Различающая функция его разума слетела с катушек. Честно взгляни на себя и увидишь. Посмотри на самого дорогого человека в твоей жизни и поймешь, сколько в тебе содержится слоев сопротивления ему. Когда твой разум твердит тебе, что что-то неправильно, ты не можешь любить. Невозможно любить неправильное. Из-за своих суждений и мнений люди теряют способность любить, однако им нужно, чтобы кто-то скрашивал их одиночества. Отсюда появляется неотступное, разрушительное чувство привязанности. Любовь это твое качество. Ты просто используешь окружающие предметы и людей как стимулы для того, чтобы найти выражение этому качеству. Если ты привнесешь достаточно осознанности в различающий интеллект, ты увидишь, что любовь это единственно возможный способ бытия. Любовь это не то, что вы делаете. Любовь это то, чем вы являетесь. Если смотришь на любовь как на эмоцию, внимательно изучи ее цель. Когда ты в эмоциональном контексте говоришь «Я люблю кого-то», ты мечтаешь соединиться с этим человеком. Следовательно, на самом деле ты ищешь единство. Твое внутреннее я чувствует недостаток чего-то. ты хочешь включить в свое я другого человека. Если твоя тоска находит физическое выражение, мы называем это сексом. Если она находит ментальное выражение, мы определяем это как амбицию или жадность. Когда она находит эмоциональное выражение, это считается любовью или состраданием. Любовь означает, что жизнь тоскует по самой себе. это стремление человека стать всеохватывающим, то есть безграничным. Но эти попытки стать безграничным и всеобъемлющим с помощью физических, умственных и эмоциональных средств всегда останутся только тоской. Много раз любовь заставляет тебя чувствовать, что ты обрела безграничность. Но ты всегда возвращаешься к пониманию, что это не так. Если преодолеешь различающий интеллект, ты достигнешь состояния самадхи. Сама означает невозмутимость дхи-интеллект. Это состояние безграничности и экстаза, которые выходят за рамки ограничений тела, разума и эмоций. Стремишься ли ты к сексу, богатству или любви, ты всегда ищешь безграничности. Когда большая часть тебя еще находится в бессознательном состоянии, тоска остается, и ты не находишь реализации, не переживаешь высшее постижение. Но если безграничность это то, чего ты ищешь, почему бы не устремиться к ней напрямую? Я слушала молча, но ум продолжал работать. Я спрашивала себя, хорошо, но если за каждым желанием и тоской стоит на самом деле поиск безграничности, как же ее найти? Глядя на Садхгуру, который сидел рядом в полной тишине, я подумала, не он ли является тем самым средством, которое могло бы вывести нас за все пределы? Даже не взглянув на меня, он произнес, с таким количеством вопросов тебе не выйти за пределы. И добавил, представь себе, что сейчас, сидя в твоей понтонной лодке, мы захотим достичь луны. Думаешь, мы далеко продвинемся? Мы либо врежемся в берег, либо бросимся в воду, приняв отражение луны за реальность. Чтобы отправиться на луну, необходим подходящий транспорт. Намерение обрести безграничность посредством физических явлений не более осуществимо, чем попытка добраться до луны в понтонной лодке. На исходе ночи тишина во мне казалась стала еще глубже. Мое сознание то и дело возвращалось к запоминающейся мантре, которую пел садх-гуру. Когда я об этом думала, все сразу, огонь, звездное небо, покой, тишина и общение помогало мне легко и естественно погружаться в медитацию. В этом медитативном состоянии мне было радостно и уютно как никогда. Невероятный опыт, просто быть, чистое, беспредметное сознание вне времени и пространства, неописуемо радостное. Это ощущение присутствия как будто росло из глубины моей души. Садху-гуру, сказала я, меня тронула мантра, которую ты сегодня пел. Откуда она? Она древняя? Тебя тронула не только мантра. Мантра это всего лишь средство, отозвался он. Нет, она не древняя. Она пришла ко мне, когда я был в Гималаях, но это долгая история. Расскажи, пожалуйста, попросила я. И он начал. Над Кидаром, где ты путешествовала в прошлом году, есть место под названием Канти-Саравар. Как правило, люди туда не ходят, там очень сложный подъем. Несколько лет назад я взошел туда и просто сел на камень. Тебе стоит знать, что там состоялась первая программа йоги на этой планете. Легенда гласит, что 40 тысяч лет назад Шива, первый йог и первый гуру традиции йоги, полностью изложил систему йоги во всем ее величии семи мудрецам Саптариша, которых в Индии глубоко почитают. Это очень сложно выразить словами, но через какое-то время, пока я там сидел, все мои ощущения превратились в звук. Мое тело, горы, озеро передо мной. Все стало звуком. Ты знаешь, современная наука доказала, что все бытие — это просто вибрация. Слышал об этом? Сегодня квантовая теория утверждает, что материи нет, а есть лишь вибрация энергии. Но там, где есть вибрация, обязательно будет звук. Всегда возникает вопрос, если это звук, почему же я его не слышу? Он не слышен, потому что наш слух ограничен узким спектром частот. Частоты, которые выше вашего слуха, называются ультразвуковыми, а те, что ниже, дозвуковыми. Транзистор нужен для того, чтобы преобразовать частоту, недоступную нашему слуху, в такую, которую мы можем услышать. Следовательно, мы уже знаем, что нам многое не слышно, но что все бытие есть звук. Пока я сидел над кидаром, все становилось звуковой формой и происходило совсем не так, как всегда. Я очень уважаю санскрит, но так и не удосужился его изучить, потому что мое собственное видение никогда меня не подводило. Я не хотел читать древние тексты на санскрите и загармождать свой мозг всякими традиционными идеями. И вот я сижу с закрытым ртом, это я точно знаю, но мой собственный голос громко, словно в микрофон, поет песню вдобавок на санскрите. И эта песня я сам. Это и была та самая песня надо Брамха. Какое-то время мы сидели в глубокой обволакивающей тишине. Затем Садах Куру улыбнулся. Ширилл, нам придется продолжить этот разговор завтра вечером. Уже почти утро. Мне не хотелось плыть обратно, но продлить нашу беседу на острове было невозможно. Было почти четыре утра. Всего несколько часов прошло с тех пор, как мы вышли в темноту и сели в лодку, чтобы добраться до этого острова. И все же я знала, что за это недолгое время я приблизилась к чему-то окончательному, где мир принимает неизвестные нам формы. Пока мы собирались, я думала, насколько же все происходит по-другому, не так, как я себе представляла. Но самое удивительное было еще впереди. Глава пятая. Ночь вторая. Небесное блаженство. Все твои желания, будь они направлены на вещи, людей или власть, это проявление жажды включить в себя все сущее, это стремление к безграничности, к твоей бесконечной природе. Садхуру. Утром я проснулась все еще под впечатлением от нашей беседы на острове и в предвкушении скорой встречи. Но Садхуру, верный своему слову, остался за закрытыми дверями в своей комнате. Поскольку днем ему нужны были только фрукты и вода, которые мы ему уже оставили, мы с Лилой решили отправиться в поход на Уайтсайд, гору системы Апалачей. Сформировавшиеся 950 миллионов лет назад в доисторические времена Апалачи возвышались более чем на 3000 метров над уровнем моря. Но из-за продолжительных циклов эрозии сегодня их вершины значительно ниже. Высота Уайтсайда, одной из древнейших гор на планете и одновременно одной из самых высоких вершин южных Апалачей всего 1503 метра. Когда мы начали поход я думала о том с какой глубокой любовью сад к гору относится к горам. Наверняка дневные занятия были очень важны для него иначе он не пропустил бы эту великолепную прогулку. Меня радовало, что он пообещал хотя бы раз сходить с нами в горы до отъезда из Северной Каролины. Упаковав рюкзаки водой и бутербродами мы вступили в яркое и солнечное горное утро легко и беззаботно. Ослепительно синее небо было усеяно пышными колоннами белых облаков. Некоторые из них располагались так близко к земле, что казалось их можно потрогать. Вскоре мы достигли ближайшей точки, где тропа начинает взбираться на склон и вошли в затененный коридор между молодыми деревьями, стволы которых тянулись вверх, пытаясь подставить ветви солнечному свету. У корней зеленела самая роскошная растительность земли. Среди буйства изумрудного мха и пернатых папоротников свели дикие горные цветы, азалии и другие рододендроны. Затем мы увидели раскидистые дубы и канадские ели. Их пушистые ветви образуют над тропой своеобразную аркаду с уютными нишами. Мы шли вдоль скальных стен, местами мокрых от воды. С них сбегают ручьи, которые в самом низу впадают в реку Кулласаджа. Не успев утомиться, мы достигли вершины, где открылся широкий вид на туманные, смягченные деревьями большие дымчатые горы. 40% этой территории занимает нетронутый национальный лес. В нем множество холмов и обрывов, и по всем склонам журчат сверкающие водопады. Именно из-за этой красоты я и выбрала домик на великолепном плато Хайленд Кайзер в одном из самых очаровательных мест, какие я когда-либо видела. Мне хотелось, чтобы Садхгуру хотя бы раз поднялся на эту вершину. Мы с Лилой нашли уединенное место, где можно было посидеть и поговорить, и день пролетел почти незаметно. Меня интересовало многое из того, что я видела в людях во время углубленных программ Садхгуру. Хотелось также узнать побольше о самой Лиле, почему она здесь и как она изменилась после встречи с учителем. В отличие от большинства людей, Лила не склонна много рассказывать о себе. Она сообщила, что знает Садхгуру уже 16 лет. Она пришла к нему, потому что хотела быть полностью свободной от всех ограничений. Но в основном мы говорили о тех сильных переживаниях, которые на моих глазах случались с людьми в присутствии Садхгуру. По мнению Лилы, скорость трансформации человека связана с тем, насколько он открыт и готов к подобным преобразованиям. Мы договорились вечером обсудить Садхгуру, эту и несколько других тем. Домой мы вернулись незадолго до заката, уставшие, но счастливые. С наступлением темноты мы собрались на кухне и начали вместе готовить ужин, обмениваясь шутками и наслаждаясь теплым общением. Я помогала с салатом, а она готовила главное блюдо. То были южноиндийские масала-доса, хрустящие блины с начинкой из картофельного пюре и традиционных индийских специй, самбар, желтая чечевица с овощами, рис, восхитительная пряная капуста, цветная и белокочанная и рисовый пудинг. Накрыв на стол, мы ждали Садхгуру. Около 10-20 вечера он спустился по лестнице, чтобы присоединиться к нам. И вместе с ним появилась тишина, умиротворенность и поразительное чувство полноты жизни, которую он постоянно излучает. И это никогда не перестает меня изумлять. После ужина я увильнула от мытья посуды, а затем, как военный командир, вытолкала гостей в прохладный ночной воздух. Эти места окружены тропическими лесами, и погода здесь меняется так же быстро, как и в тропиках. Днем мы наслаждались теплым солнцем и ярким синим небом, но к ночи над озером повисла плотная пелена тумана, а луну и звезды над головой скрыли облака. Найти остров на этот раз было труднее, и мы справились только с помощью тусклой лодочной фары, цепкой памяти Садхгуру и большого фонарика, который я захватила с собой. Садхгуру отнесся к туману с такой же невозмутимостью, с какой он встречал другие трудности. Он снова провел лодку по озеру на полной скорости. На этот раз у меня возникли две мысли относительно его страсти к скорости. Я волновалась из-за низкой видимости, но его уверенность меня успокоила. Я обрадовалась тому, что мы быстро доберемся до места и сможем снова поговорить. Когда мы бросили якорь возле острова, мы с Лилой помогли Садхгуру собрать валежник, и он начал разводить костер. Мы выгрузили из лодки одеяло, фонарик, чипсы, тортильи и сальсу. Когда мы подошли, Садхгуру уже сидел, скрестив ноги перед бушующим пламенем, от которого летели искры, устремляясь в непроглядную ночь. От этого зрелища меня охватило ощущение дежавю. Мы снова были здесь, как будто и не уходили, внутри круга, образованного пылающим костром. Мы прислушивались к кухонью совы и плеску воды вокруг лодки. Мы сидели рядом с человеком настолько основательным, что мне показалось, будто его след навсегда останется на этом маленьком кусочке земли. Как здорово быть здесь вместе с ним! Время Пока мы молчали, я подумала о вчерашнем разговоре и вспомнила, что гуру упомянул о самадхе. Собственно, мысли о самадхе возвращались в мое сознание весь день. Я знала, что это означает состояние блаженства, но предполагала, что за этим понятием стоит нечто более сложное и глубокое. У меня было много вопросов. Я все еще не понимала его качеств или точнее пути к нему. Казалось, что слово самадхи используется для описания многих разных состояний бытия. Переживал ли их кто-нибудь из участников углубленных программ? Вело ли это к просветлению? Давало ли это вкус просветления или было самим просветлением? Было ли это временным слиянием с Богом или постоянным? Когда Иисус сказал «Царство Небесное внутри вас». Не это ли блаженство он имел в виду? «Садх Гуру», сказала я, «Ты еще поговоришь с нами о самадхи? У меня много вопросов. Помимо того, что я читала, я также видела в Индии могилу, на которой было написано слово «самадхи». Что это значит? Нужно умереть, чтобы достичь состояния самадхи? Последние слова я произнесла наполовину в шутку и знала, что, по мнению многих людей, сам гуру находится в вечном самадхи или состоянии блаженства. Садх гуру громко рассмеялся. «Большинство людей переживают мир и трансцендентность только когда умирают», ответил он. «Знаешь, у вас в Америке говорят покойся с миром, даже когда в беспокойстве проходит целая жизнь». Вы слышали о женщине, которая заказала надгробную плиту для своего мужа с надписью «Покойся с миром, пока мы снова не встретимся». Он опять расхохотался. «К сожалению, для большинства людей отдых и покой возможны только после смерти». Самадхи – состояние, в котором человек преодолел ограничения тела и разума. И это должно произойти в жизни, а не в смерти. Для тех, кто находится в состоянии самадхи, нет такого явления, как смерть. Смерть относится к сфере физического. Ваше тело – это просто то, что вы накопили. Это кусок земли, который вы поглотили с пищей. Всего лишь кусок земли. Он постучал себя по груди. А ходит гоголем. Ты взяла свое тело взаймы у этой планеты. Все бесчисленное множество людей, которые жили на этой планете до нас, стали верхними слоями почвы. И тебе это тоже предстоит. Эта планета атом за возьмет обратно то, что нам одолжило, хотя и без процентов. Он подмигнул. Если человек постоянно на опыте осознает, что и тело, и ум, по сути, собранные накопления, то это самадхи. Ты живешь в теле, но не являешься телом. Обладаешь разумом, но не являешься им. Это значит, что ты абсолютно свободна от страданий, потому что все известные тебе страдания приходят через тело и разум. Как только твое осознавание достигает такой высоты, что становится способным создать пространство между этими двумя скоплениями и тем, кто ты на самом деле, наступает конец всех страданий. корень неведения это отождествление с накоплениями, которые ты называешь телом и разумом. Твоя ясность видения затуманена всеми твоими отождествлениями и личностью. Именно из-за этого ограниченного отождествления человек проводит черту между собой и другими. Вот корень всей дисгармонии, всех конфликтов и страданий. Самадхи это состояние, в котором эти различия уничтожены и ты смотришь за горизонт. Самадхи может стать шагом к просветлению, но это не одно и то же. Пребывание в самадхи несомненно ускоряет опыт безграничности, создавая четкое пространство между твоей истинной сущностью и тем, чем ты не являешься. Тем не менее, ты можешь испытывать эти состояния и наслаждаться ими. При этом, не переживая сущностную природу еще не освободившись от всех навязчивых аспектов жизни. Люди, которых я вижу в программах Иша, часами сидят в экстазе, со слезами на глазах. Это и есть состояние самадхи? Да. То, что ты наблюдаешь в углубленных программах, это разные уровни самадхи. Это определенное состояние невозмутимости, когда интеллект выходит за рамки своей обычной различающей функции. Если интеллект нам не мешает, рушится граница между я и не я. Природа гуру, его цель и энергия это демонтаж и растворение ограничений. В моем присутствии вы всегда будете ощущать незначительность своих физических и психологических потребностей, потому что моя энергия настроена на то, чтобы оттолкнуть вас от них или создать расстояние между вами и вашим разумом и телом. Все, что я делаю или говорю, направлено именно на это. Как только ты позволишь моей энергии в тебя проникнуть, ты окажешься в состоянии самадхи. Далеко ли ты продвинешься? Настолько, насколько сама готова. Все мои слова нацелены на то, чтобы ты позволила мне встать между тобой и твоим телом. Многие люди входят в экстатические состояния, когда я появляюсь рядом, даже если у них закрыты глаза, даже если они не подозревают о моем физическом присутствии. Я сама это видела. Многих моих друзей переполнял такой восторг, что какое-то время им приходилось помогать, как маленьким детям. Их приходилось поддерживать, как будто они пьяны. Но это опьянение выглядело таким блаженным, что мне самой очень хотелось пережить это состояние на собственном опыте. Мне было трудно осознать и принять то, что причина, по которой я этого не переживала, заключалась не в стабильности и уравновешенности, а в неуверенности и страхе потерять контроль. Меня смущала абсолютная отстраненность, с которой Садхгуру и некоторые другие в фонде Иша поют, танцуют и вообще проживают каждое мгновение своей жизни. Садхгуру показал мне, что так называемый контроль это на самом деле подавление. Можно наслаждаться этими состояниями и при этом не знать сущностной природы бытия, не быть свободным. Ты можешь медитировать 12 лет и так и не обрести постижение, но выйдя из медитации ты станешь немного ближе к нему. Когда переходишь в другую реальность и остаешься там долгие часы или годы, ослабевает хватка повседневной реальности и возникает эмпирическое понимание того, что существует что-то за ее пределами. Такова цель длительных медитаций. Подобные состояния доступны не только йогам. Мистики и святые всех традиций переживали их и рассказывали об этом. Один из христианских святых по имени Иоанн говорил о необходимости выйти за все известные нам пределы. По его словам, чтобы душа полностью очистилась, форма должна уступить место, бесформенном. Позднее я отыскала слова святого Иоанна. Цитата звучит так. «Даже видение святого Христа, распятого, Бога в божественном величии, в небесном сиянии, следует отпустить, чтобы достичь божественного союза». В Иша-йоге продолжал Садх-гуру мы создали мощно освещенные пространства, где очень часто возникает Самадхи. Эти состояния очень приятные, блаженные, экстатические. Есть также еще более высокие Самадхи. Как только ты освободишься от всего, что считаешь собой, ты узнаешь блаженство творения и Творца. На основе этого блаженства можно узнать измерение вне физического и это основа истинной любви и сострадания. Тот, кто обеспокоен своими бедами, никогда не узнает истинной любви и сострадания. Любить по-настоящему могут только те, кого личное больше не тревожит. «Садх-гуру», возразила я, «но разве любовь не подразумевает взаимообмен?» Он мягко покачал головой. «Любовь не дает и не берет. Это просто стремление принять другого человека как самого себя. Взаимообмен это соглашение, которое люди заключают друг с другом ради удовлетворения своих потребностей. Потребности бывают разных типов физические, умственные, эмоциональные, социальные и финансовые. Их выполнение часть процесса выживания, но это нелюбовь». «Я рассказывал вам историю о красивой женщине в парке», спросил он с улыбкой. Садаху-гуру с нескрываемым удовольствием делится озорными, часто едкими рассказами. Как правило, в них в равных пропорциях смешанная жесткость и сострадательная ясность. Я ответила, что не слышала такой истории. И он начал. Однажды Шанкаран Пилай отправился в парк. Там на каменной скамье сидела привлекательная женщина. Он сел на ту же скамью. Через несколько минут он пододвинулся ближе. Женщина отодвинулась. Он подождал еще пару минут, затем снова немного придвинулся. Она отодвинулась. Когда он еще раз это сделал, дама уже сидела на самом краешке. он придвинулся совсем близко и обнял ее. Она оттолкнула его руку. Тогда он опустился на колени и протянул ей цветок со словами «Я люблю тебя, как не любил никого в жизни». Как ты знаешь, женщину несложно обмануть, так что Пилай получил все, чего хотел. А без четверти восемь вечера он вскочил на ноги и сказал «Мне пора». Она удивилась. «Ты уходишь? Ты же сказал, что любишь меня». «Да, но дома меня ждет жена». Садах гуру посмеялся. Я вовсе не сочла эту шутку такой уж забавной. А затем перешел к сути. Фраза «Я люблю тебя» стала своего рода мантрой, как «Сизам откройся». Произносишь эти слова и получаешь все, чего желаешь. Однако на деле эта мантра означает совсем иное. У меня есть потребности и я хочу их удовлетворить. Конечно, неудовлетворенные потребности есть у каждого человека. Это неплохо и нехорошо. Если ты ясно это видишь, у тебя есть шанс превратиться в любовь. Главное быть искренней и правдивой по отношению к самой себе. Честно говоря, ты можешь ощутить вкус любви только тогда, когда твой ум нацелен на благополучие другого человека. В противном случае это не более чем схема взаимовыгодной сделки. Тогда вся так называемая любовь испарится, как только вы оба поймете, что ваши потребности не удовлетворяются. Влюбленность, при которой твоя личность отступает на второй план, это способ растворить твое ограниченное я или самость. И это может стать дверью ведущей в запредельное. Ты недавно спрашивала, существует ли божественная любовь. Любовь всегда божественна. Когда тебя охватывает любовь, ты все еще здесь, но уже не принадлежишь этому миру. Знаешь, очень многие люди утверждают, что Бог любит их. В таком состоянии, до которого они себя довели, любить их может только Бог. Люди сами создают себя такими, чтобы кроме Бога их никто не любил. Изменить себя так, чтобы весь мир не мог не любить вас. Вот что важно. Если вас любит только Бог, такое существование заслуживает жалости, верно? Он снова рассмеялся. Иисус сказал, возлюби ближнего своего. Любить ближнего не значит влюбиться в соседа или в соседку. Ближний это тот, кто рядом с вами прямо сейчас, кем бы он ни был. Если вы умеете так любить, значит, любовь это ваше качество. Она не имеет никакого отношения к другому человеку. Эта любовь дается так же свободно и естественно, как цветок излучает свой аромат. Как вы можете любить одного и ненавидеть другого, когда во всех присутствует одна и та же божественная природа? Значит, любовь это способ слиться в единое целое? Спросила я. Есть множество инструментов для слияния в окончательное единство. Любовь это лишь один из них. Другой силы эмоций. Еще один осознание острое как лезвие. Само дыхание это уже единство с бытием. Есть много возможностей. Можно также прийти к этому, выполняя практику йоги, которую ты сейчас делаешь. В целом мы говорим об использовании любви в качестве инструмента, потому что этот способ очень приятный. В то же время нужно понять, в процессе любви человек может так запутаться и привязаться, что не сумеет продолжать путь. Некоторые люди заявляют, что любовь это Бог. Вероятно, это значит, что они всем довольны и не хотят идти дальше. Они предпочитают остаться в этом тесном, но приятном уголке пространства. Я хочу, чтобы ты это поняла. Ты ищешь ни секса, ни любви и ни признания, хотя все это позволяет испытать немного блаженства. Такая любовь всего лишь валюта, которую меняют на блаженство. Он смотрел на меня, наклонив голову и сияя глазами в ожидании моего неизбежного следующего вопроса. С минуту я вглядывалась в пламя, танцующая над дровами, а потом снова заговорила. Итак, ты утверждаешь, что любовь совершенно отличается от блаженства? Шерилл, пожалуйста, пойми, причина, по которой ты хочешь кого-то любить, состоит в том, что ты ожидаешь получить ощущение блаженства, но невозможно сохранять его все время. Иногда ты ощущаешь блаженство, но рано или поздно оно сменяется волнением и болью или разочарованием. Следовательно, любовь это не блаженство. Она может приводить к некоторым мгновениям блаженства. Секс тоже может давать мимолетные переживания блаженства. Иногда блаженство возникает от удовлетворения амбиции. Все это не более чем способы, позволяющие ощутить временное блаженство. Но когда ты достигнешь настоящего блаженства, все прошлые сильнейшие переживания, полученные во время секса под воздействием наркотиков или как-то еще будут выглядеть смешно по сравнению с этим новым опытом. Я хочу, чтобы ты пережила тот же восторг от опьянения нашим внутренним потенциалом, какой переживаю я. Я вспомнила прочитанное где-то из речения Рамакришны Парамахамсы. Вы, парни, бегаете за женщинами и золотом, а я испытываю оргазм в каждой клеточке тела. Похоже, Садхгуру говорит именно об этом. Чего ты будешь искать, если обретешь блаженство? Секса или любви? Ответ прост. Ты будешь действовать так, как потребует ситуация. Дело не в том, что ты не сможешь заниматься сексом, любить или достигать успеха в своей профессии. Все эти возможности останутся с тобой, просто сейчас ты преследуешь эти цели, потому что не знаешь, как вызвать то блаженство, которое является самой основой тебя. Ты кружишь вокруг цели. Ты называешь это сексом, любовью, успехом или жаждой, но это просто жизнь тоскует по самой себе. Все, чего ты жаждешь, это получить более крупный кусочек жизни. Это все, что ты делаешь на этой земле. Это и есть стремление жизни включать и знать себя во всей своей полноте. Осознанно это или нет, но ты лелеешь надежду, что если стать чуть-чуть больше, то можно обрести покой. Но как только это чуть больше достигается, ты хочешь еще чуть больше, еще и еще. Твоя жажда это не стремление к вещам, людям или власти. Это стремление к безграничности, к твоей бесконечной природе. Ты заметила, что в тебе есть что-то, что не любит границ. Твой инстинкт самосохранения постоянно создает или укрепляет границы, но ты все равно их не любишь. Что-то внутри тебя хочет выйти за пределы, охватить и узнать более обширную часть жизни. Но как более обширная часть жизни даст тебе постоянный покой? Ничто никогда не успокаивало меня окончательно, даже если жизнь складывалась как нельзя лучше, ответила я. Даже если бы я сделал тебя королевой этой планеты, не волнуйся, я не допущу такой ошибки, разве ты перестала бы с тоской смотреть на звезды и мечтать о чем-то больше? Краем глаза я заметила, что Лили мой образ в виде королевы показался очень забавным и тоже улыбнулась ей. Однако Садах гуру не обратил на это внимания и продолжил. Пожалуйста, подумай как следует. Твои желания действительно направлены на деньги или просто на расширение? А? Возможно, желанный объект выглядит как деньги, удовольствие, собственность, любовь или что угодно еще, но по сути это бесконечное расширение. Чего бы ты не достигал ради насыщения, это не помогает. Твое желание всегда просит большего. Допустим, ты осознаешь, что желание это стремление к расширению, но насколько ты хочешь расшириться? Есть ли этому предел? Ты хочешь стать неограниченным. Желание это духовный процесс, но он находит бессознательное выражение. Желание родилось в тот самый момент, когда твоя неограниченная природа оказалась в ловушке ограниченного тела? Но только благодаря этому желанию стать неограниченными мы можем начать духовный процесс. Если это стремление находит неосознанное выражение, мы называем это материалистическим образом жизни. Если то же самое желание находит осознанное выражение, то мы говорим, что идет духовный процесс. Это один и тот же процесс, но в одном случае он происходит с закрытыми глазами, а в другом с открытыми. Тебе предстоит пройти по тропе. Что ты выберешь? Идти с закрытыми глазами или с открытыми? Вариантов всего два. Даже передвигаясь с открытыми глазами, ты встретишь много помех, но если не открывать глаза, то нет никаких шансов добраться до цели. Ты ищешь неограниченное расширение, ищи его осознанно. Пока ты делаешь это неосознанно, жизнь проходит впустую, потому что совершается много глупостей, которые на поверку окажутся бессмысленными. Осознанное стремление к расширению ни в чем вас не ограничивает. Что вы делаете, какую одежду носите и что едите, все это не имеет ничего общего с духовностью. Важно, идете ли вы по жизни осознанно, не важно, чем вы занимаетесь, важно, на каком уровне осознанности вы действуете. Я хочу, чтобы вы шли по жизни с открытыми глазами, и мое благословение помогает этому. Я тоже этого хочу, подумала я. Я была так благодарна за то, что Садх-гуру появился в моей жизни. Трудно было поверить, что я познакомилась с ним совсем недавно и уже наблюдала столько изменений. Я услышала, как между деревьями подул прохладный ветерок. Подняв глаза, я обнаружила, что облака уплотнились, казалось, в любую минуту может пойти дождь. Когда я говорю внутренняя инженерия, продолжал Садх-гуру, я имею в виду способы проявить твое изначальное блаженство, придать ему выражение. Причина, по которой оно не нашло выражение, заключается в том, что твое физическое тело, ментальное тело и энергетическое тело неправильно взаимодействуют между собой. Если бы они взаимодействовали правильно, внутреннее блаженство естественным образом нашло бы свое выражение. Когда оно пронизывает каждую клеточку твоего тела, ты больше не живешь сексом, любовью или амбициями. Ты способна на все это, но существуешь вне этого. Ты все еще часть мира, но тебя уже коснулось божественное, и оно приведет тебя к возвышенным состояниям изобилия. Именно это изобилие ты пытаешься найти благодаря деньгам, власти, сексу, любви, богу и любой другой валюте. Все, чего ты хочешь, это усилить переживание жизни до наивысшей точки. Последовало молчание, и я задумалась об огромном море человечества, частью которого являюсь, и о том, как мы постоянно чего-то ищем, к чему-то стремимся, то и дело ошибаемся и продолжаем свой поиск. Я начинала понимать, что это стремление лишь неосознанное выражение жизни, которое пытается найти путь к своему естественному пику. Я прислушалась к треску огня. Мне казалось, что дрова в костре сгорают, как все мои прошлые причудливые идеи. Я еще далеко не все понимала. Более того, по мере общения с Садхгуру становилось очевидно, что я почти ничего не знаю о том, что действительно имеет смысл. Я видела, как большинство из нас цепляется за свои мысли, мнения, идеи и эмоции, потому что мы не знаем правды о жизни и любви. Я всегда считала себя искателем истины, но не понимала даже самых простых реалий моего собственного существования. В попытках найти покой и уменьшить беспокойство я жила с целым багажом неправильных, застывших представлений о том, что было очень важным для меня, но находилась за пределами моего опыта и понимания. Сопоставив свое собственное восприятие с прозрениями Садхгуру, с его пониманием самых глубоких аспектов жизни и смерти, я решила спросить, как он обрел такую ясность видения. Я хотела знать, как он к этому пришел. Подумав, я попросила его рассказать историю его жизни и пробуждения. Я читала некоторые его истории, но мне очень хотелось послушать его лично. Он заговорил об этом так, будто все произошло вчера. Я не удивилась. Меня, как и многих других, восхищала его яркая память, его способность легко вспоминать имена и подробности жизни тысяч людей. Я никогда не был ребенком, начал он. Оглядываясь в прошлое, я четко помню все, что происходило вокруг меня. Я помню даже события раннего детства. Как выглядела комната, кто там был, что говорил и что на нем было надето. Моя мать всегда удивлялась, когда я подробно описывал события и разговоры, свидетелем которых был в трех или шестимесячном возрасте. Даже в детстве я думал так же, как и сейчас. В детстве в садах Гуру все называли Джаги. Это короткая форма имени Джагадиш, данного ему при рождении. Много лет спустя он взял то имя, которое мы знаем сейчас. Он сказал, что был молчаливым и все же весьма жизнерадостным ребенком и, кроме того, отчаянно независимым. Он не любил детские коляски и начал ходить очень рано. Даже его старший брат тогда все еще постоянно сидел на руках у матери. Джаги всегда казался намного старше и мудрее своих лет, так что друзья родственники часто приходили к нему со своими проблемами. Даже его мать иногда начинала просить у него совета, но затем спохватывалась «Зачем я тебе все это говорю? Ты всего лишь ребенок!» Действительно, любящую и проницательную маму юного Джаги часто удивляли и смущали его слова и поступки. Впервые это произошло, когда ему было около 11 лет. Он отчетливо помнит, как что-то побудило его маму нежно заговорить с ним о своих чувствах. По его словам, в те дни такое случалось редко. Большинство индийских матерей настолько преданы своим детям, что их любовь очевидна, и не приходится подбирать слова, чтобы ее выразить. Он ответил маме вопросом, который казался ему простым и совершенно логичным. «Если бы я родился у соседей, ты бы любила меня точно так же?» Мама очень смутилась. Ее глаза наполнились слезами, и она вышла из комнаты. Его невинный вопрос прозвучал для нее обидно. Полчаса спустя мама вернулась все еще в слезах. Она молча прикоснулась к его ноге и снова исчезла. Джаги понял, что он причинил ей боль, но она пытается примириться с правдой, стоящей за его вопросом. Конечно, родись он у соседей, она не питала бы к нему таких чувств. Он знал, что это заставило ее переосмыслить свою любовь к детям, мужу, отцу, матери, ко всем своим. Он утверждает, что единственным членом его семьи, которого он никогда не мог удивить, была бабушка. Иногда он заставал ее танцующей в экстазе. Многие родственники считали ее странной или сумасшедшей, но он так не думал. Он очень любил ее и тянулся к ней. Она пела, танцевала, плакала и ногами бросала цветы богам. То было абсолютное кощунство, но она делала это с радостью и любовью. Когда он удивлялся, она смеялась. Когда нибудь ты меня поймешь. Его бабушка дожила до 113 лет. Неудивительно, что у Джаги было столько вопросов, что он почти не мог усидеть на школьных уроках. Он знал, что учителя всего лишь выполняют свою работу и, следовательно, говорят о вещах, которые ничего не значат для них в реальной жизни. Поэтому он часто пропускал занятия и уходил в горы. Это не мешало ему с легкостью сдавать экзамены. Он быстро читал и усваивал все, что необходимо было знать. Когда Джаги исполнилось 10 лет, он стал часто наведываться в ту точку на земле, которая позднее стала местом его просветления. Она называется Холм Чамунди и располагается в прекрасном городе Майсур, где Джаги родился и вырос. Для него и его друзей этот холм служил площадкой для гонок на мотоциклах и веселых вечеринок. Позже он даже устраивал там деловые встречи, но иногда, бродя в одиночестве, он отправлялся в густые леса. Там он проводил по несколько дней, питаясь прихваченными с собой припасами. Обычно это было несколько тайком сваренных яиц и лепешек. Он не просил разрешения на такие походы, зная, что не получат его, однако всегда оставлял родителям записки с обещанием вернуться в определенный день и никогда не нарушал своих обещаний. Пропадая в лесу, он целыми днями гулял или сидел на верхушках деревьев, покачиваясь на ветру. Спустя несколько лет, сидя на деревьях, он начал переживать восторг и блаженство, однако лишь в зрелом возрасте он понял, что это была медитация. Прошли годы, и он начал учить других людей медитировать, точно так же покачиваясь. Часто он возвращался домой с сумкой полной змей, которых ловил в лесу. Эти существа его очаровывали. Он любил их ловить и очень хорошо умел это делать. Уже будучи взрослым человеком, Джагги понял, что увлечение змеями сохранилось в нем из прошлых жизней. Его считали непохожим на большинство мальчиков, ярким, но очень тихим и немногословным. Когда он все же что-то говорил, люди садились и прислушивались. Он также был довольно диким. Его родители беспокоились из-за его исчезновений, а когда он возвращался домой, выговаривали ему за дурное поведение. Естественно, сумка со змеями им тоже не нравилась. Единственным уважительным оправданием было то, что он всегда возвращался именно тогда, когда обещал. Родители Джаги всячески старались не дать ему те пять или десять рупий, на которые он покупал хлеб и яйца для своих походов, но он всегда находил способ заработать эти деньги. Его отец почти отчаялся. Он понятия не имел, как справиться со своим странным сыном. Часто он сокрушался, схватившись за голову, что будет с этим мальчиком, что с ним делать, в его сердце совсем нет страха. По мере взросления Джаги по-прежнему не интересовался формальным образованием. Я прошел абитуриенские курсы, рассказывает Садху-гуру, потому что мне ничего не стоило просто прочитать книгу и узнать все необходимое. Но потом объявил, что не собираюсь учиться в колледже. Мой отец был выдающимся врачом и хотел, чтобы я пошел по его стопам. Моя семья сделала все возможное, чтобы убедить меня поступить в колледж, но я отказался, сказав «Я буду сам себя учить». Несмотря на все протесты моей семьи, я так и не сдал документы на поступление. Вместо этого я целый год провел в библиотеке. По утрам первым приходил к открытию, а по вечерам меня выставляли последним перед закрытием. Между завтраком и ужином моей единственной пищей была книга, хотя я всегда был голоден. Я целый год пропускал обеты. Я читал множество разной литературы, от физики до философии, географии и истории, от Гомера до популярной механики, от Кавки до Каледасы, от Данте до Несносного Денниса. Этот год дал мне больше академических знаний и эрудиции, чем любые школы и институты. Кроме так злились на меня за то, что я не собирался учиться в ВУЗе, что на следующий учебный год я уступил маме и пошел в университет. Мои родители снова попытались убедить меня выбрать медицинскую или хотя бы инженерную специальность, но я отказался. Я решил, уж если возвращаюсь к формальному образованию, то пусть это будет английская литература. Они спрашивали, что я буду делать с таким дипломом. Весь день читать стихи? Мне было все равно. Я и так не собирался обогащаться посредством образования. Естественно, Джаги не часто посещал уроки литературы. Узнав, что все занятия ведутся по заранее заготовленному материалу, он просто попросил разрешения скопировать эти заметки, чтобы профессора не тратили драгоценное время и энергию на чтение вслух, а студенты на ведение конспектов. Преподаватели были не в восторге, но, учитывая его высокие оценки, позволили Джаги посещать университет в таком неортодоксальном режиме все оставшиеся годы. Его присутствие больше не требовалось. Поэтому я обосновался в университетском саду, вспоминает он, и люди начали приходить ко мне и делиться своими проблемами. Меня удивляло то, сколько у всех проблем. Я никому не предлагал помощь, это просто произошло само собой. По сути, в университете он занимался примирением людей. Своих проблем у него никогда не было, но чужие трудности пробуждали сочувствие. Когда пришло время защиты диплома, Джаги представил сразу 15 письменных работ и получил высокие оценки. Воодушевленный этой демонстрацией академического мастерства, его отец пытался убедить юношу получить степень магистра. Джаги отказался, объяснив, что ему этого достаточно. Кроме того, он уже прочитал все материалы, которые изучаются в магистратуре. Многострадальные родители наконец отчаялись повлиять на образование сына. И Джаги решил посвятить ближайшие два года, ровно столько времени ушло бы на дальнейшее обучение, тому, чтобы заработать достаточно денег на путешествия. Мне всегда нравилось путешествовать и исследовать мир, не имея четкой цели или направления. Мою свободу передвижения сдерживали только пограничные контрольно-пропускные пункты, говорит он. Я уже исколесил на своем мотоцикле всю Индию и думал, что непременно объеду весь мир. Вскоре после 25-го дня рождения судьба Джаги внезапно изменилась. Это произошло на его любимом холме Чамунди. Однажды он приехал туда примерно в 3 часа дня, поставил мотоцикл и сел на большой камень, из трещины которого росло чахлое дерево с фиолетовыми цветами. Глаза Джаги были открытые, но внезапно с ним что-то произошло. Он не смог понять, где начинается и где заканчивается его я. «Всю всю жизнь я думал, что вот он я», произнес он, указывая на свою грудную клетку. «Но теперь мной стало все. Воздух, которым я дышал, камень, на котором я сидел, все вокруг. Чем больше я сейчас скажу, тем более безумным это покажется, потому что это событие невозможно описать словами. То, что было мной, разрослось до невероятных размеров и распространилось повсюду. По моим ощущениям, это длилось несколько минут, но когда я пришел в себя и взглянул на часы, то обнаружил, что уже вечер. Прошло четыре с половиной часа. Я сидел с открытыми глазами, а солнце уже давно закатилось за горизонт. Я все осознавал, но то, что я раньше считал собой, полностью исчезло. Я никогда не был плаксивом, но теперь в возрасте двадцати пяти лет я сидел на холме Чамунди и испытывал такое экстатическое безумие, что слезы лились рекой, вся моя рубашка намокла. Мне всегда было легко оставаться спокойным и счастливым. Я жил как хотел. Я вырос в шестидесятые годы в эпоху Битлз и синих джинсов, изучил свою долю европейской философии и литературы Достоевского Камю, Кавкую и так далее. Но здесь я ворвался в иное, незнакомое измерение, и меня переполняло совершенно новое чувство, буйное блаженство, какого я никогда не знал и даже не представлял, что оно возможно. я решил воспользоваться своим скептическим рассудком и единственным его предположением было, что я просто слетел с катушек. Тем не менее, это состояние было настолько прекрасным, что я ни за что на свете не хотел его потерять. Через шесть дней после озарения, пришедшего на холме Чамунди, переживание вневременного повторилось. Садх Куру сидел с семьей за обеденным столом. Ему казалось, что это длилось две минуты, но прошло семь часов. Он сидел на том же месте, полностью все осознавая, и только того я, которое он считал с собой, больше не было. Было все остальное, а время сжалось. Эти состояния вне тела и времени возвращались все чаще и чаще. Каждый раз, когда такое случалось, Джаги по много дней не спал и не ел. Однажды это продолжалось почти тринадцать суток. Состояние всеобъемлющей, неописуемой восторженной тишины обрушилось на Джаги, когда он проезжал через небольшую деревню. Ее жители столпились вокруг и шептали друг другу, смотрите, он погрузился в Самадхи. Когда вернулись его обычные ощущения, кто-то повесил ему на шею цветочную гирлянду, другой человек склонился к его ногам. Люди спрашивали, что их ждет в ближайшем будущем и когда выйдут замуж их дочери. Джаги не находил слов, чтобы все это описать и объяснить. Все в нем стало иным, резко изменилось его восприятие жизни. Поменялось даже физическое тело, форма глаз, тембр голоса, костная структура. Изменения были настолько динамичными, что окружающие ясно видели, Джаги проходит через какую-то серьезную трансформацию. Миновало еще около восьми недель, и состояние Самадхи стало прочной реальностью. Джаги постоянно видел все как часть себя. Узнав и испытав экстатическое состояние всеобщей включенности, которое вскоре стало непрерывным, Садхгуру ощутил необычайное сострадание к другим людям. При виде того, насколько они далеки от реализации своего потенциала, хотя обладают теми же возможностями, что и он сам, слезы катились по его щекам. Эти слезы сострадания постепенно преобразовались в решимость преодолеть все личные ограничения, выйти из зоны комфорта и предложить путь развития как можно большему числу людей. Эти решимость и сочувствие проявились в создании бесчисленных мощных методов, которые ведут людей к более высоким состояниям опыта и осознания. Свою новаторскую методику Садхгуру назвал внутренняя инженерия. Он говорит, что стал лучше справляться со своим состраданием, когда привык к блаженству. Однако вначале ему с трудом удавалось сохранить устойчивость. Энергия требовала выхода. Безграничность вошла в него, и это невозможно было скрыть. Когда на тебя нисходит божественное, это не шутка. К тому времени Джаги создал несколько очень успешных коммерческих предприятий, но испытав состояние блаженства, он обрел способность глубоко проникать в сознание людей. Он чувствовал, что обладает несправедливым преимуществом перед всеми окружающими. Джаги решил бросить тот бизнес, который тщательно построил с нуля. Он отправился путешествовать, и вскоре в его памяти начали оживать картины из далекого прошлого. «Я был скептиком и не хотел верить в прошлые жизни», сказал он. «Я вообще неверующий человек, даже в храмы никогда не ходил. Как можно верить в то, что невозможно увидеть своими глазами? Я проследил за всеми воспоминаниями из прошлых жизней, съездил в те места, которые вспомнил, поговорил с людьми и очень придирчиво проанализировал все свои откровения. Эти воспоминания были яснее дня, но мой логический разум отказывался их принимать. Мне пришлось пройти через процесс тщательной проверки. С тех пор в моей жизни появилась главная задача создать энергетическую форму, которая обладала бы огромными возможностями и смогла бы выразить сострадание моего гуру из прошлых жизней. Создание такой энергоформы вызывает сложные внутренние процессы и производит невероятные вихри и повороты во внешнем мире. Люди, которые были свидетелями этой работы, знают, что тогда происходило. Это сказка, в которую трудно поверить. Я бы сам не поверил, если бы услышал эту историю от кого-нибудь другого. Вот и все, что я могу сказать. Сильный голос Садхгуру тих, и мне показалось, что пространство вокруг нас беременно удивительной мощью, недоступной моему пониманию. Это потрясло меня. В Индии я медитировала в храме, где установлена эта энергетическая форма, называемая Дахьянолинга, большая цилиндрическая структура, заключенная в куполообразное здание высотой около 25 метров. Оно построено из обожженного кирпича, глиноземного раствора и других традиционных материалов. Я хотела побольше узнать об этой таинственной структуре, внутри которой испытала такой глубокий покой. Мы помолчали, и потом я снова заговорила, на этот раз о том, что меня волновало больше всего. «Садхгуру», сказала я, «почему все это с тобой случилось? Почему именно тебя выбрали для просветления, и почему создание Дахьянолинги стало главной темой твоей жизни? Он игриво кивнул, взглянул на часы, а затем на догорающий костер и произнес, «Если ты действительно хочешь получить ответ на этот вопрос, нам придется вернуться на несколько жизней назад». Как будто подчеркивая его намек, в огонь упало несколько крупных капель дождя. Услышав шипение и треск, мы с Лилой вскочили и поспешили к нашей лодке. Садх Гуру широкой улыбкой последовал за нами. На берегу я потянулась к ключу, который мы оставили в зажигании, но Гуру мягко тронул меня за руку. «Посмотри на озеро». Я огляделась. Туман у воды был настолько густым, что мы с трудом видели друг друга, и озеро скрывала непроницаемая стена. «Как мы будем ориентироваться в этом тумане?» произнес с Гуру. «Предлагаю поспать в лодке и не сражаться со стихией». Я открыла было рот, чтобы возразить, но он с улыбкой остановил меня. «Утром взойдет солнце, и мы быстро доберемся до дома. Для беспокойства нет причины. Ты благоразумно привезла одеяло, а крыша твоей лодки — это вся защита, которая нам нужна. Давайте останемся и с рассветом сразу поплывем на тот берег». «Возможно, слушатель еще не знает, что я очень решительный человек. Я хорошо знаю это озеро, и мне казалось, я смогу быстро найти наш причал, поэтому я решила попробовать. Но, поблуждав в густой и безнадежно слепящей мгле минут тридцать или сорок, я сдалась. Садхгуру был прав. Вернуться невозможно. Либо мы всю ночь не сомкнем глаз в поисках дома, либо хоть немного поспим в лодке». Я заглушила мотор, и мы с Лилой свернулись под одеялом, как две мои миниатюрные таксы. Садхгуру лег на спину и сразу уснул. Когда моя вторая ночь с мистиком приближалась к мокрому, мглистому рассвету, я засыпала с мыслью, почему же я все еще сопротивляюсь и возражаю этому человеку даже в простых вещах. Лила разбудила меня с первыми проблесками зари. Лодка во мгле на что-то натолкнулась, и девушка хотела убедиться, что все в порядке. Я проверила, все отлично. Мы с ней сели и огляделись. Мы проспали всего пару часов, и туман был по-прежнему непроницаем. Поняв ситуацию, мы посмотрели на Садхгуру, который все еще спокойно не в той же расслабленной позе. Он не сдвинулся ни на сантиметр. Я шепнула Лиле, похоже, мы не очень хорошо о нем заботимся. Она кивнула, я знаю, никому не рассказывай. Глава шестая, ночь третья, а теперь йога. Нам не нужно больше индуистов, больше христиан, больше мусульман. Нам нужны Будды, Иисусы, Кришны, настоящие, живые. Именно тогда произойдут подлинные изменения, и этот потенциал заложен от рождения в каждом человеке. Садхгуру. Утром, вглядываясь в туман, покрывающий озеро, мы с Лилой чувствовали себя утомленными. Садхгуру же, как всегда, проснулся полностью отдохнувшим и теперь искрился энергией. Часы показывали четверть седьмого. Солнце начинало подниматься, но облачный покров все еще был настолько плотным, что мы почти ничего не видели на расстоянии метра перед собой. Это нас вовсе не беспокоило. Мы были на озере одни, посреди густой белой мглы. Разве это не чудесно? Мой дом находился не ближе, чем тот освещенный пламенем островок, который мы покинули несколько часов назад. Мы не могли никуда плыть, но заботливо окутанные туманом могли оставаться на месте. Вчерашние грозы как не бывало. Вспоминая ночной вопрос о том, как Садхгуру пришел к своему постижению, я решила не упускать случая, ведь туман мог рассеяться в любой момент, поэтому я снова спросила, как он это сделал, как он освободился и какую роль в этом сыграла йога. Садхгуру как будто предчувствовал, что я так просто не отстану. Он ответил, «Йога впервые вошла в мою жизнь давным-давно, задолго до рождения моего нынешнего тела. В какой-то степени я знала, что он имеет в виду. Я слышала некоторые истории о его прошлых воплощениях. Когда-то он сказал мне, что его просветление в этом теле скорее воспоминание, потому что нынешняя жизнь стала, по сути, его третьей просветленной жизнью. Но я, конечно, хотела услышать всю историю. Какими были его предыдущие жизни и как он стал гуру? Поэтому я продолжала спрашивать. И Садхгуру, наконец, начал необычный рассказ. Мы с Лилой снова погрузились в его увлекательный мистический мир. Я чувствовала себя так, будто оказалась в древнем храме, не переставая покачиваться в лодке, окутанной белым туманом. Окружающий мир, казалось, специально принял такие формы, чтобы подстроиться под историю Садхгуру. Две жизни тому назад Садхгуру был страстным искателем наивысшей природы. В 17 лет он ушел из дома и стал так называемым блуждающим Садху. Он бродил пешком по Южной Индии, практикуя йогу традиции Шивы и вскоре стал известен как Шива-йог. Его называли так в честь его первого учителя. В своем воплощении в качестве Шива-йога Садхгуру полностью посвятил себя освобождению, стремясь к просветлению с большим усердием. Его путь к освобождению не был гладким. Он прошел через сильнейшие духовные испытания, часто голодал. Благодаря своей целеустремленности он достиг в йоге совершенства. Тут я попросила Садхгуру глубже погрузиться в прошлое и рассказать, почему йога так привлекала его в той жизни. Я получила желанный ответ. Невероятно, но он вернулся в прошлое почти на 400 лет, к началу 1600-х годов. Тогда он жил в Центральной Индии и был энергичным юношей по имени Бильва. Я снова перебила, чтобы полюбопытствовать, почему все его жизни прошли в Индии, и он довольно загадочно ответил, что это не совсем так. Он пояснил, что рождался там только последние три раза, а за 12 воплощений до этого его родиной была Африка. Но именно три жизни, прожитые в Индии, стали для него духовно значимыми. Затем он вернулся к рассказу, а я задумалась над тем, сколько раз возвращалось в мир это древнее существо. Бильва, по словам Садхгуру, был независимым и сильным человеком, непоколебимо преданным духовному пути. Кроме того, благодаря определенной ясности видения, он умел заглядывать в сердца других людей. Одной из страстей Бильвы были змеи. Он даже выступал как заклинатель змей в одном лесном племени. В то время такие чародеи считались святыми людьми, которым покровительствуют боги. Они были волшебниками, целителями и прорицателями. Многие племена по сей день практикуют это искусство. В один из моих визитов в Индию я наблюдала такое представление на площади перед храмом, где гуляет множество туристов, а торговцы всех мастей продают овощи, одежду, сувениры и многое другое. Я стояла на холме поодаль и радовалась, что нахожусь на большом расстоянии от всей этой суеты, когда заметила очень странное явление. Полуобнаженный, длинноволосый и жилистый индиец сидел на одеяле и бормотал какие-то непонятные слова. Он начал медленно и ритмично постукивать ногами по земле, и вдруг отовсюду к нему одна за другой стали подползать дикие змеи, в том числе кобры. Через полчаса их было уже не менее десятка. Он собрал их в сумку. То было странное зрелище. Способность очаровывать и призывать змей подразумевает какое-то невиданное сверхъестественное знание. В той жизни непонимание змей было одним из тех личных качеств бильвы, которые побуждали его к большей духовности. В свои двадцать с лишним лет он был буйным мятежником. Наконец его вызывающие поступки разозлили некоторых людей, и его жизнь рано оборвалась. Бильву привязали к дереву и напустили на него кобру. Смертоносный яд этой змеи содержит мощные вещества, которые быстро и болезненно разрушают ткани, производя массивное кровоизлияние и разрывая анальную полость. Бильва знал о змеях все. Он понимал, к чему приведет укус кобры. Когда яд начал распространяться по его телу, на самом пороге смерти он запер свою анальную полость и сосредоточился на дыхании. Тем самым Бильва бессознательно выбрал йогическую дисциплину наблюдения за входящими и исходящими потоками дыхания. Духовное упражнение крия-йоги, которое называется анапанасати-йога. Он спонтанно начал концентрироваться на дыхании, потому что желал умереть с достоинством. И дыхание было единственной функцией, подвластной ему. Молодой человек следил за дыханием, даже когда испытывал мучительную боль. В результате он прожил последние несколько минут в состоянии наивысшей активности. Когда наступила смерть, он оставил тело, будучи в сознании. Садх-гуру сказал, что дыхание Бильвы это дар благодати. Поскольку он умер в сознании, в его существе начался и укоренился новый духовный процесс, который принес много изменений. Так начались его духовные поиски. Они продолжились в следующей жизни и привели его на путь йоги. Впоследствии он стал Шива-йогом. Шива-йог много странствовал и пробовал разные техники. Часто он страдал от голода и физических трудностей. Он достиг совершенства в различных видах искусства и йоги, но окончательная самореализация от него ускользала. Тут я снова задала Садх-гуру вопрос. Меня интересовали конкретные подробности той техники, которую он практиковал в теле Шива-йога. Ведь сегодня он уделяет столько внимания йоге как средству самотрансформации. Он ответил, что сейчас это не имеет особого значения, потому что путем той практики он не достиг мукти или полной свободы. Однако, владев некоторыми аспектами крия-йоги, он обрел определенные способности, которые в конечном итоге дали ему свободу подолгу существовать без пищи и воды, а также умение проходить сквозь стены. Но главное, он достиг возвышенного восприятия, что позволило ему понимать прошлое, настоящее и будущее любого человека. Тем не менее, поскольку окончательная реализация была еще далеко, он испытывал некоторое раздражение и горел желанием познать абсолют. Когда Садхгуру говорил о Бильве и Шива-Йоге, я осознавала его глубокую умиротворенность и клубящийся вокруг туман. Гуру походил на бронзовую статую из невиданной древности. Казалось, его взгляд простирается далеко за пределы доступного нам времени. Сидя перед Садхгуру в этом круге глубокого покоя, я думала о реинкарнации. Впервые я услышала о ней от своей первой учительницы медитации. И в этом учении мне тогда увиделось гораздо больше смысла, чем в любых концепциях о единственной жизни. С тех пор я много читала об этом, и мое первоначальное восхищение идеей перерождений постепенно сошло на нет. Прошлое интересовало меня лишь постольку, поскольку позволяло понять, как я сюда попала и чему могу здесь научиться. Но сейчас я оказалась в тумане, рядом с просветленным человеком, который помнил свои прошлые жизни. И я хотела понять, как он смог стать таким глубоким мистиком, и какую роль в этом сыграло его прошлое. «Реинкарнация это скорее эволюция, чем что-либо другое», сказал Садху-гуру, отвечая на мой еще не заданный вопрос. Животные тоже развиваются, но если ты рождаешься человеком, ты можешь управлять своей эволюцией. А теперь йога. С помощью йоги ты можешь ускорить свою эволюцию. Из ограниченного существа ты превратишься в человека, который полностью вышел за рамки всех ограничений. Йога дает не только физическое и умственное благополучие. Она позволяет разрушить барьеры этого измерения и перейти в совершенно другую сферу жизни из физического мира в иное существование. Это новое измерение всегда находится здесь, а не где-то в другом месте, но оно недоступно, если человек полностью укоренен в своей физической природе. Пока ты всецело связан с физической природой, ты отождествляешься с тем, что ограничено и тебе многого не хватает. В результате ты начинаешь накапливать материальные вещи. Накапливать это природа ума. Когда ум действует на грубом уровне, он стремится накапливать материальные вещи. Когда он становится немного более развитым, он хочет накапливать знания. Когда преобладают эмоции, ум хочет коллекционировать людей. Ум собиратель, всегда желающий что-то накапливать. Когда человек начинает думать или верить, что он находится на духовном пути, ум начинает накапливать так называемую духовную мудрость. Возможно, он копит слова гуру. Не важно, что именно он собирает. Дело в том, что пока ты не преодолеешь эту необходимость копить что угодно, еду, вещи, людей, знания или мудрость, тебе всегда будет чего-нибудь не хватать. Само необходимость накопления означает недостаток. Это ощущение нехватки вошло в твою неограниченную природу только потому, что где-то ты отождествилась с ограниченными вещами, которыми не являешься. Если человек привносит в свою жизнь достаточно осознанности, а главное постоянно выполняет садхану, духовную практику, то этот сосуд постепенно становится совсем пустым. Осознанность опустошает сосуд. Садхана очищает сосуд. Если поддерживать эти два аспекта достаточно долго, сосуд опустеет. И когда возникает эта пустота, на тебя нисходит благодать. Без благодати никуда не дойти. Чтобы пережить благодать, нужно стать пустым. Твой сосуд должен полностью опустеть. Если ты не испытываешь благодать, если не вырабатываешь в себе восприимчивости к ней, если не опустошаешь себя, чтобы нести благодать, то твой духовный путь растянется на много-много жизней. Но если ты становишься достаточно пустой для того, чтобы достичь благодати, постижение абсолютной природы не за горами. Она здесь, ее можно постичь, и ее необходимо постичь. Преодолевая все измерения бытия, она ведет в наивысшее состояние. Речь не о завтра и не о другой жизни, речь о живой реальности. Пока я сидела, погрузившись в свои мысли, туман начал подниматься, и до нас донеслось утреннее щебетание птиц. Огромная голубая цапля, взлетая, взмахнула крыльями и крикнула своим диким и пронзительным доисторическим голосом, объявляя рождение нового дня. Я плотно запуталась в одеяло, чтобы согреться, и думала, сколько жизней мне придется прожить, прежде чем я смогу стать пустой. Я не хотела без конца крутиться, как ребенок, застрявший в карнавальной карусели. На этот раз я хотела просветления. Почему у нас есть это желание накапливать? Спросила я. Садах гуру посмотрел на свои руки и ответил. Убеждение, что повсюду, куда бы ты ни шла, ты должна что-нибудь собрать и взять с собой, живет в тебе давным-давно. Один из главных виновников твое образование. Тебя всегда учили собирать все больше и больше вещей. Тебе преподавали систематические методы накопления. Этим можно зарабатывать на жизнь, но сколько не собирай вещи, людей, знания, власть или даже духовную мудрость, все это не способно тебя освободить. Эти явления ни на шаг не приблизят тебя к абсолютной природе. Чтобы обеспечить необходимую осознанность и постоянно очищать свой сосуд, требуется садхана, то есть внутренняя работа. Это йога. если ты не хочешь трудиться ради развития осознанности, то существует только один способ перепрыгнуть черту, отделяющую тебя от освобождения. Быть настолько невинной, чтобы просто посвятить себя. Такова бхакти-йога. Но мыслящие умы на это не способны. Преданность это не действие, это то, что происходит, когда тебя нет. Когда ты абсолютно готова и у тебя нет собственной воли, и в тебе нет ничего, что можно назвать тобой, тогда благодать не сходит на тебя. Иисус сказал, следуй за Мною. Почти все, кто это услышал, были простыми крестьянами и рыбаками. Образованные, утонченные и ученые не ответили Ему. И конечно же Иисус дал понять, что только дети могут войти в Его Царство Божие. Это значит, что только по-детски невинные и доверчивые люди способны идти по пути преданности, веры и открытости. Я с некоторой грустью подумала, сколь многие из нас лишены возможности ступить на этот простой путь смирения. Не все, конечно. Еще мне казалось, что многие религии отклонились от своих первоначальных учений. Садх гуру вытянул руки, как будто хотел обнять все утро. Затем он сказал, «Я всегда буду придерживаться пути осознавания и садханы. Если ты естественным образом перепрыгнешь черту и перейдешь от осознанности к преданности, это замечательно, однако этого нельзя сделать преднамеренно. Преданность, которая культивируется, это не преданность, а обман». «В таком случае, как это сделать?» спросила я. Он продолжал. «Сеть зависимостей создается непрерывно на основе того, что мы думаем и чувствуем. То, что мы называем осознанностью, всего лишь способ начать создавать расстояние между тобой и всем, что ты думаешь и чувствуешь. то, что мы называем садханой, это способ поднять твои энергии, чтобы ты могла преодолеть ограничения или механизмы, к которым привязалась в своих мыслях и эмоциях». «Я слышала, что процесс создания пустоты ты иначе называешь растворением. Можешь ли ты объяснить, что имеется в виду?» Он рассмеялся. «Растворение не означает, что ты попадаешь в бочку с серной кислотой». Личность, которую ты бессознательно выстроила, в основе своей продиктована инстинктом самосохранения. Твоя личность – это маска, которую ты носишь, чтобы противостоять миру. Однако эта личность или маска в твоем восприятии стала тобой. Ты с ней полностью отождествилась. Если это ошибочное отождествление, то есть ты растворяется, то естественным состоянием становится блаженство. Ведь это твоя сущность. Чтобы общаться с миром лицом к лицу, ты всегда можешь надеть ту маску, которой требует ситуация. Однако нет нужды отождествляться с каждой мимолетной ролью. Я в жизни играла много ролей. Была деловой женщиной, матерью, компаньоном, другом и дочерью. Я попыталась представить себя без всех этих идентичностей. Нелегко отделить меня от всех этих персон, хотя во мне всегда было нечто, наблюдающее мою жизнь со стороны. Оглядевшись, я заметила, что в сплошной завесе тумана, недалеко от места, где мы чуть заметно покачивались на воде, появилась брешь, сквозь которую виднелись прибрежные заросли. «Садх-гуру», опять сказала я, «мы говорим о духовном росте, но если нам нужно просто растворить отдельную личность, то правильно ли называть это ростом?» «Это рост в направлении растворения», пояснил он. «Когда ты растворяешь свою ограниченную личность, построенную посредством сложного объединения впечатлений, бессознательно тобой впитанных, то бескрайний источник творения начинает в тебе расти и ярко проявляться в твоей жизни. Вот растворение, о котором мы говорим, растворение рабства, ограниченного существования. Мы говорим о духовном росте только потому, что логический ум никогда не примет термин растворение. Еще один способ достичь нулевого уровня это расширение. Расширение, бесконечное расширение, это тоже ноль, ноль и бесконечность одно и то же. Путь расширения более подходящая концепция, с ней нашему эго легче отождествляться. Кто-то говорит, что нужно просто отбросить эго, но это не сработает. Как бы ты ни старалась, ничего не выйдет, поэтому вместо того, чтобы отбрасывать эго, расширяй свои энергии. Даже фраза «у меня нет эго» очень эгоистичное утверждение. Эго теневая структура. Это первый результат твоего отождествления с телом. Как только ты начала толкаться в утробе матери, возникло эго. Эго твоя тень. Оно нехорошее и неплохое. Тенями управляет внешние ситуации, когда солнце не в зените, у тебя есть тень. И так проблема не в эго. Проблема в том, что ты потеряла способность различать между тем, что есть ты и что есть твое эго. Попытка избавиться от эго очень похожа на попытку избавиться от собственной тени. Если ты попытаешься обогнать свою тень, ты скоро утомишься и расстроишься. Но стоит тебе развернуться в другую сторону, и тень уже позади. Эго устроено похожим образом, оно есть, не бывает жизни без эго. Оно существует, но если ты это осознаешь, оно будет служить тебе. Ты неограниченно расширяешься, пока не растворишься. Рост означает расширение, в то же время рост означает растворение. Только из-за неведения ты думаешь, что это разные вещи. Так что же на самом деле перевоплощается? Спросила я. Отдельная личность? Если в конце концов мы сольемся в единстве с Божественным, которое уже является нашим внутренним ядром, значит отдельной души нет. Верно? То, что называют душой, на самом деле вымысел. В контексте реинкарнации, то есть перехода от одного рождения к другому, следует иметь некоторое представление о механизме построения человека. Когда ты называешь себя человеком, ты обычно имеешь в виду свою внешнюю форму, физическое тело. В йоге говорится, что каждый из нас состоит из пяти отдельных тел, потому что это легче понять. Можно также говорить про пять измерений или пять оболочек. Физическое тело называется пищевым телом, второе ментальное тело, третье называется праной или энергетическим телом. Эти три тела, физическое, ментальное и энергетическое, находятся в физическом измерении. Это физическое существование. Физическое тело очень грубое, не тонкое, ментальное тело более тонкое, энергетическое еще более тонкое, но все три являются физическими. Чтобы это объяснить, приведу в пример лампочку. Она физическая, электричество и сам свет, который она излучает, тоже физические категории. Физические, ментальные и энергетические тела это физические измерения жизни. Они несут на себе отпечатки кармы. Карма запечатлена в теле, разуме и энергии и все это объединяется этим отпечатком или структурой. Карма это цемент, который удерживает вас в рамках физического тела. Два других тела не физические. Одно из них подобно переходному состоянию, а другое совершенно не связано с физическим уровнем. Не физическое тело называют телом блаженства. Оно внутри тебя и на 100% не физическое. Оно имеет своей собственной формы, только если тело энергии, ментальное тело и физическое тело имеют форму, они могут удерживать в форме и тело блаженства. Это похоже на воздушный пузырь. Внутри него есть некоторое количество воздуха. Как только форма лопается, воздух становится единым повсюду. Так и тело блаженства станет частью космоса, когда форма исчезнет. Если кармическая структура полностью демонтирована, не остается никакой души. Все вливается во все остальное. Если кармическая структура демонтируется на 100%, ты сливаешься со всем сущим. Это значит, что тебя нет. Сидя в лодке рядом с Лилой, я заметила, что просвет в пелене тумана расширился. Вокруг озера слышалось все больше утренних звуков. Люди начали просыпаться и выпускать своих собак, и из воды несколько раз выпрыгнула рыба. Откуда ты донесся запах бекона? Садх Гуру продолжал. Это не физическое измерение, самое ядро того, кем ты являешься, можно назвать ничем или всем. Это основа всего творения, это абсолютный разум, который создает, поддерживает и разрушает все существование. Ничто или безграничность упоминается как тело блаженства, поскольку то, что не является физическим, не может быть описано. Оно познается только на опыте. Когда мы находимся в контакте с этим измерением вне физического, нас пропитывает блаженство. Итак, говоря о теле блаженства, мы также имеем в виду, что наше переживание этого уровня не поддается описаниям. В этом контексте освобождение означает обретение свободы от самого процесса жизни, рождения и смерти. Это освобождение от кармической структуры, которая держит эти тела вместе, свобода от самого существования. Садву-гуру, сказала я, не является ли это блаженство или наше внутреннее я на самом деле Богом? Правомерно ли сказать, что мы можем быть либо этим ограниченным человеком, либо Богом? То, что ты называешь своим «я», тоже универсально, ответил он. Здесь нет различий, просто теперь эта оболочка он указал на собственное тело, сформировалась поверх универсального аспекта тебя. С йогой ты начинаешь различать уровни энергии в себе, ты создаешь целую систему, создаешь духовные практики. Тело и разум вся эта оболочка теряют важность и самость отступает. Теперь у тебя больше шансов действительно смотреть на свое «я», ощущать его. Это вся садхана. Чтобы мы не называли йогой, духовные практики предназначены только для того, чтобы уменьшить важность тела и разума и выявить важность себя. Просветление не возникает, не приходит, оно всегда есть. Духовные практики садхана, которые мы делаем, позволяют нам видеть, что просветление есть. Садхану выполняют не для того, чтобы построить в себе божественность. Многие люди в США говорят о саморазвитии, но самость это одно из явлений, которое невозможно развить. Развивать можно разум и это прекрасно. Можно развивать эго и это делают все так или иначе. Но как можно развить я абсолютное и безграничное? А если бы я подлежал развитию, лучше было бы сразу отказаться от него, ведь в таком случае оно представляло бы собой нечто неполное. Развивать можно только то, что является неполным. Невозможно улучшить или усовершенствовать нечто всепроникающее и вечное. Так что садхана предназначена не для того, чтобы что-либо строить. Она не помогает создавать божественное внутри или достигать просветления. Божественность уже существует в тебе. Садхана это просто способ открыть глаза. Садхана подобно будильнику. Все это лишь процесс пробуждения, тебе нужно проснуться и открыться другому уровню реальности. Нет такого процесса, как самопознание. Есть только самость. Вот и все. Иисус ясно дал это понять. Он говорил о себе и своем отце на небесах, но однажды сказал, я и мой отец едины. Твое я, которое превосходит любые ограничения и то, что ты называешь всемогущим, суть одной тоже. Сказал он, глубоко заглядывая мне в глаза, чтобы убедиться, что я понимаю. Есть люди, которые сочтут эту идею святотатством, но когда он это говорил, я знала, что он пытается передать жизненно важную истину. Я поняла, что большинство наших жизней мы проживаем в тумане, подобном тому, что все еще висел над темными водами озера. Как мы можем испытать это на опыте, если оказались в ловушке наших ограничений? Нужно быть готовыми превзойти свои ограничения. Это готовность следовать и отдавать себя. Единственный барьер ты сама. Если ты чего-то сильно желаешь, кто может тебя остановить? Садхана обеспечивает такую готовность. Просветление всегда не за горами, но для того, чтобы человек полностью открылся, требуется время, потому что у всех есть целые слои сопротивления. На их проработку нужно время. Не всем, но многим. Садхагуру, сказала я, твои слова о том, что человек способен превратиться в бога, могут оскорбить многих носителей здешней культуры. Но в Индии мы стремимся к самореализации. Можешь ли ты объяснить природу таких значительных различий? Индия очень древняя культура, которая породила много просвещенных существ. Отозвался он. В мире есть два вида культур. Одна культура всегда ждет, когда бог сойдет на землю в человеческом теле и преобразит мир. Другая культура утверждает, что единственный способ трансформировать себя и ситуацию это превратиться в бога. Йога происходит именно из этой культуры. В йоге нет воплощений бога. Здесь даже мы сами можем стать подобными богу, всеблагими и всевидящими. Мы можем сами обрести все, что вы приписываете богу. На это способны все живущие. Если бог или сын бога лишь кто-то один, то кто тогда все остальные? Мы все происходим из одного источника. Только те, кто полны предубеждений говорят «Нет, мой бог другой, ваш бог не такой». Только тогда возникает проблема. Не забывай, что Иисус, пообещав отвезти людей в Царствие Божие, обернулся и добавил «Царство Божие внутри вас». Он также говорил «Вы можете стать больше меня». Будда, Кришна или Иисус не ищут последователей. Они стремятся проявить то Божественное, которое, как они знают, присутствует во всех существах. Любой человек, даже с небольшим чутьем, способен увидеть, что вся жизнь изначально исходит из одного источника. Если все мы происходим из одного источника, то несем одну и ту же энергию внутри себя. Некоторые называют это Богом, некоторые Аллахом. Эйнштейн называл это Е, а мы говорим Ишвара или Иша. Как это не назови, все мы, не зная того, наделены этой природой. Фактически, если ты действуешь сознательно и позволяешь этой энергии выражать себя, ты становишься божественным. Это не значит, что сейчас ты не являешься божественным. Нет, сейчас ты такая же, но не осознаешь этого. То, чего ты не осознаешь, для тебя не существует. Это необходимо понимать. если бы прямо сейчас позади тебя стоял слон, такое большое животное, но ты не знала бы об этом. Для тебя бы не существовало слона. Только когда ты его осознаешь, он существует. Точно так же, хотя Бог находится внутри тебя, он для тебя не существует до тех пор, пока ты не осознаешь свою богоподобную природу. А когда это осознание придет, появится также понимание, что все живущие обладают таким же потенциалом. Садх-гуру, каждый ли человек способен достичь пика своего сознания? Способна ли эта йога помочь всем, или она действует только в случае особых существ, подобных тебе? Может быть, она помогает только преданным искателям истины? Йога несомненно помогает всем. Давай проясним это раз и навсегда. Йога это технология, поэтому невозможно, чтобы она действовала на одного человека и не действовала на другого. Твой телефон, телевизор и компьютер работают одинаково, вне зависимости от того, кто ими пользуется, хотя большинство людей понятия не имеет о том, как сделаны эти устройства. Нужно лишь научиться с ними обращаться. в зависимости от своего опыта люди могут пользоваться методами на разных уровнях. Большинство людей никогда не поймут, как работает йога, но она точно работает для всех. Скорость ее действий определяется такими факторами, как возраст, мотивация или кармические ситуации, но в том, что она работает, сомнений нет. Некоторые люди загораются как бензин, другие как бумага, третьи как влажная древесина, но йога ускоряет эволюцию каждого человека. Это всегда занимает много времени? Или может произойти быстро? Спросила я. Мне хотелось знать, скоро ли я могу ожидать изменений в самой себе? Он ответил. На эту трансформацию могут уйти сотни или даже миллионы перерождений, но она может также произойти мгновенно. Если это единственная цель твоей жизни и все твои энергии сосредоточены в этом направлении, то результат близок. Проблема в том, что у людей есть множество других приоритетов и духовность они отодвигают в сторону. То, что ты ищешь находится в тебе. Если это главное для тебя, ничто тебя не остановит. Если ты готова и открыта, то никто ни на единое мгновение не сможет помешать тебе раскрыть свой потенциал. Если бы это зависело от способностей, можно было бы сказать, что практика займет столько-то времени. Но скажи, кто может решить за тебя, что ты действительно этого хочешь? Садххгуру, но если это единственный приоритет в жизни, что происходит с повседневной жизнью? Жизнь, как ты знаешь, не барьер. Если осознание абсолютной природы становится задачей первостепенной важности, то все, что ты делаешь, естественным образом ориентируется на ее решение. Работа, отношения, любовь, деньги, само дыхание твоей жизни будут подчиняться делу раскрытия наивысшей природы. Когда живешь ради великой цели, опыт каждого маленького человеческого поступка превращается в чрезвычайно радостное свершение. Если абсолютная природа обретет для тебя безусловный приоритет, то все жизненные процессы, небольшие поступки, мысли и эмоции наполнятся радостью. Я слушала это с облегчением. Мир настолько полон отвлечений, что трудно не рассеиваться. Меня очень беспокоило, что просветление достигают лишь люди, которые оставляют эту жизнь, да и тех очень мало. Они утверждают, что этому процессу нужно отдать себя полностью и добавить еще чуть-чуть. Кто-то воспринимает это буквально, и я уверена, что так и должно быть, но даже полная преданность пути ничего не гарантирует. Человек все равно может отождествляться со своим телом и разумом. Как же освободиться от всего, с чем мы связаны? Постижение моей наивысшей природы было для меня задачей огромной важности, но я еще понятия не имела, как использовать для трансформации все, что у меня есть. Как же это сделать? Как посвятить всю жизнь этой великой преобразующей цели? Я спросила, но каким образом йога трансформирует нас? Шерилл терпеливо отозвался Садхгуру. Йога приводит тело в состояние полной гармонии, когда ум, тело, энергия и внутренняя природа, которая является семенем творения, полностью настроены друг на друга. Твои лучшие способности пробуждаются сами собой. Ты видишь, что когда ты счастлива, тебе доступна бесконечная энергия. Ты заметила это? Конечно, кивнула я. Когда человек счастлив, его энергии работают лучше, даже если он не ест и не спит. Таким образом, даже незначительное переживание счастья освобождает тебя от обычных ограничений в области энергии и возможностей. Йога это наука о том, как активировать внутренние энергии до такого яркого и сильного состояния, в котором тело, разум и эмоции будут работать на пике возможностей. Когда тело и разум функционируют на уровне расслабленности и блаженства, ты можешь освободиться от физических и психических проблем, от которых страдают многие люди. С практикой йоги тело и разум всегда сохраняют наивысший уровень активности и это напрямую ведет к определенному мастерству, к контролю над жизнью и судьбой. Я уже на своем опыте почувствовала, насколько это верно. Я функционировала на более высоком уровне, чем раньше. Многие прошлые проблемы перестали меня беспокоить. Мое счастье уже не так зависело от внешних ситуаций. К моему изумлению, я научилась формировать внешние ситуации, в том числе связанные с людьми, которых считала трудными. Я задала очередной вопрос. Ты говорил, что такое спокойствие это только начало. Как именно йога позволяет преодолеть все ограничения? Кто-то разрывает связывающие его веревки по одной, а кто-то мгновенно вырывается из всех своих ограничений. То, что ты называешь своим потенциалом, в действительности представляет собой способ функционирования твоих энергий, овладевая ими, ты просто и естественно будешь делать то, что раньше не представлялось возможным. Американцы влюблены в технологии, поэтому я приведу соответствующий пример. Йога это технология использования внутренних энергий для более высоких достижений. Когда энергии активизируются, ты попадаешь в совершенно другую сферу восприятия, опыта, способностей и возможностей. Иными словами, ты можешь вырасти до такой степени, что тебе будут подчиняться все законы природы. Ты слышала, что сказал Марк Твен после встреч с индийскими мистиками? Нет. Я люблю Марка Твена, но не помню, что он говорил об Индии. Он сказал, на этой земле делается все, на что вообще способны человек и бог. Казалось, природа и стихии тоже слушали Садхгуру, а в этот волшебный момент сквозь облака пробились яркие лучи солнца. Несколько минут мы впитывали его теплый свет, а потом Садхгуру предложил вернуться домой. Я к тому времени по-настоящему увлеклась беседой и потому согласилась неохотно. Остального рассказа нужно было подождать. Теперь стало понятно, в какой части озера мы находимся. Я указала направление к дому, Садхгуру запустил двигатель, и мы пересекли озеро. Гуру сразу отправился в свою комнату, а мы с Лилой решили немного поспать и потом съездить за продуктами. День пролетел быстро, а ближе к вечеру Садхгуру присоединился к нам намного раньше обычного. Солнце еще не зашло, и он предложил осмотреть окрестности. Природа вокруг моего дома настолько красива, а виды так захватывают дух, что мы решили просто пройтись пешком и не тратить остаток светового дня на поездку по туристическим местам. По пути я завела разговор о мирских делах. Один из моих друзей, зная, что гору собирается провести неделю на озере, попросил меня поговорить с ним о деньгах и о том, у каждого ли человека есть конкретное призвание в жизни. Я колебалась, прежде чем поднимать эти темы. Говорить о финансах и профессии с просветленным человеком, столько знающим о материях, нам совершенно неизвестных, казалась непростительной тратой времени. Но я рассудила, что эти вопросы все же допустимы, ведь садхгуру имеет дело с обычными людьми, а для жителей запада деньги очень важны. Я сама перебывала в самых разных отношениях с деньгами. То я говорила, что они не имеют никакого значения, потому что не дают радости, то нервничала хватки, то вдруг наделила их большой важностью и стала тратить слишком много времени и сил на их накопление. Наконец я задала вопрос, почему здесь, в Соединенных Штатах, деньги так сильно влияют на жизнь людей? Многие из моих знакомых целыми днями трудятся ради заработка и постоянно говорят, что им не хватает либо денег, либо свободного времени, либо и того и другого одновременно. Садхгуру без колебаний ответил, что люди часто приписывают деньгам чрезмерную ценность и слишком много достоинств. Он сказал, что деньги это просто инструмент, облегчающий наши транзакции. «Я хотела услышать больше». И тогда он добавил. Деньги это средство, до появления которого человечество пользовалось бартерной системой. Это просто способ обмена, инструмент, призванный сделать жизнь более комфортной. Если у вас в кармане есть деньги, вам доступны определенные удобства. Деньги не проблема, но если они загромождают твою голову, это извращение. Ты с ними отождествляешься, они превращаются в тебя. Размер твоего банковского счета становится частью твоей личности. Из-за этого отождествления тебе всегда не хватает денег. Множество богачей чувствуют себя несчастными даже при крошечных колебаниях рынка. Но деньги всего лишь средство достижения цели. Как и все прочее, они созданы для нашего благополучия. Мы забываем об этом, когда глубоко отождествляемся с ними. Вместо того, чтобы просто пользоваться деньгами, мы с их помощью становимся кем-то или чем-то. Мы сравниваем себя с другими людьми, а не наслаждаемся тем, что имеем. Это своего рода болезнь, при которой деньги не помогают нам, а наоборот подрывают наше благополучие. У всех разные таланты. Если ты попробуешь оценить свои способности, ты найдешь способ достаточно зарабатывать и наслаждаться самим процессом безо всякой борьбы. Деньги, конечно, необходимы, но сколько именно? Если отказаться от идеи успешной жизни и думать о жизни радостной, мы обнаружим, что наша потребность в деньгах резко снижается. Сколько денег и удобств нам действительно нужно, чтобы радостно жить? Никогда раньше люди не жили с таким комфортом, как сегодня. Обычным гражданам доступны такие виды полезных сооружений и устройств, о которых сто лет назад не могли мечтать даже короли. Однако я не сказал бы, что мы счастливее наших предков. Когда деньги становятся частью нас, сколько бы их ни было, они приносят страх и беспокойство. Разве это разумный способ жить? То, что должно было дать тебе уют и надежду на счастье, оборачивается против тебя. Можно приложить усилия и отлично обустроить свою жизнь на внешнем уровне, но ее истинное качество определяется внутренним состоянием. Садхгуру, сказала я, почему создается впечатление, что йоги против комфорта? Садхгуру рассмеялся и ответил, что йоги вовсе не против комфорта. Они хотят, чтобы им было удобно всегда в любой ситуации, даже когда они лежат на гвоздях. Они просто не согласны довольствоваться тем небольшим комфортом, за которым гоняется большинство людей. Комфорт создается не внешними ситуациями. Подлинный комфорт возникает с достижением определенного уровня легкости в человеке. Сегодня мы отвели экономике самое важное место в человеческой жизни. Не важны ни чувства, ни любовь, ни радость, ни свобода, ни музыка, ни танцы. Самое главное экономика. В наши дни быть самым известным вовсе не значит быть самым умным. Это не значит быть самым добрым. Это не значит быть самым умелым. Безусловно, это не значит быть самым медитативным. Как правило, у такого человека просто больше денег, чем у остальных. Мы ориентированы только на экономику. Если мы не переключимся на более тонкие аспекты жизни, мы не будем радостными людьми. Перестань сравнивать себя с другими, тогда твои потребности резко сократятся и в жизни появится больше смысла. Этот смысл сейчас необходим для спасения и поддержания самой основы жизни на этой планете. Деньги дают больше прав и возможностей, но отождествляя себя с ними, ты превращаешь их в препятствия. В самих деньгах нет ничего плохого, если держать их в кармане и не отождествляться с ними. Они полезны. Когда они попадают тебе в голову, это извращение. Если главной ценностью твоей жизни станет внутреннее благополучие, ты обнаружишь, что с деньгами управляться легко. В моем доме деньги не играли большой роли, ответил он. Мой отец сделал отличную карьеру, но не богатство было его целью. Мой дед по отцовской линии был миллионером, но отец отказался от всего состояния, которое могло бы принадлежать ему, стоило только попросить. Он не продолжил семейный бизнес и стал врачом. Когда ему было всего пять лет, его мама умерла от туберкулеза. Она высыхала без необходимых лекарств и потому хотела, чтобы сын стал врачом. Это желание укоренилось в нем, хотя дед предлагал ему взять ответственность за семейный бизнес. У отца было выдающееся качество, он всегда ставил интересы других людей выше собственных потребностей. Выезжал даже на незначительную просьбу и помогал. Он делал это не ради денег. Я помню, как ему много раз звонили, когда семья сидела за обедом. Он вставал и уходил. Мама уговаривала его доесть. Это заняло бы всего минуту, но он всегда уходил сразу. А в семье моего деда по материнской линии было совсем иначе. Будучи самым богатым человеком в городе, дедушка неудобный. Контраст между ними производил на меня большое впечатление. У них в доме каждый день готовилось много еды, и по утрам там кормили всех нищих нашего города. Их было от трехсот до четырехсот. Мой дед, можно сказать, управлял своим королевством. В половине седьмого утра он садился перед входной дверью, чтобы вести дела. Первым таким делом было кормление небеса. Затем он приступал к финансовым операциям. Он давал деньги в долг всему городу, и к нему приходили посетители, чтобы выплатить проценты и так далее. Он одалживал деньги даже неприкасаемым. Поскольку к людям из этой касты нельзя притрагиваться, он просто бросал им купюры. Пока дед управлял своим королевством у передних ворот, бабушка правила своим через боковые. Люди приходили к моему деду, потому что у них не было другого выбора. Он распоряжался деньгами и властью. Когда посетители выходили от него, когда страшная встреча с ним была уже позади, многие из них шли прямиком к другим воротам, где сидела бабушка. Она не могла им дать ничего материального, но все желали побыть с ней рядом хоть пару минут. Тех же самых людей, к которым не прикасался дед, любовью. Они делились с ней своими проблемами. Я был в восторге от этого. Представь себе эти два королевства по разные стороны дома. Я всегда чувствовал, что в бабушкином королевстве больше радости и красоты, потому что посетители шли туда по собственной воле. Что касается деда, то я уверен, будь у людей достаточно денег, они не стали бы с ним общаться. Когда моей бабушке было 64 года, она ушла из дома. Несмотря на то, что семья владела большими участками земли неподалеку, она построила небольшой храм на чужой земле. Это было ужасным позором для семьи. Они самые богатые люди в городе, и вдруг она своими руками строит отдельный маленький храм на чужой земле и поселяется там. Она выращивала там овощи. Бабушка часто приходила в дом моего деда часа на три или четыре, особенно если мы там были. Когда мы приезжали на каникулы, она обязательно проводила с нами по несколько часов. По утрам она делала нечто, что меня совершенно очаровывало. Она брала тарелку со своим завтраком и выходила на улицу, туда, где были белки, воробьи и другие создания. Затем понемногу раздавала им еду. Как минимум три четверти своего завтрака раскладывала на земле для маленьких существ, прежде чем что-нибудь съесть. При этом иногда говорила с ними так, будто они понимали человеческую речь. А в другие дни она просто сидела рядом. Многие члены семьи считали ее сумасшедшей, но меня восхищало то, как бабушка взаимодействовала с этими маленькими существами. Она действительно была с ними. Для меня ребенка ее поведение выглядело вполне естественным. Она общалась с животными так же, как и с людьми. Лишь намного позже я задумывался над тем, что она делала. Бывало, она вообще ничего не ела. Кто-то спрашивал, почему ты не ешь? Я завтракала вместе с белками. Она кормила их и от этого сама чувствовала себя сытой. Для нее это были не эмоции, а реальность. Она действительно чувствовала, что ее желудок наполнен. Ей было этого достаточно. Бабушка дожила до ста тринадцати лет, так что она, видимо, не ошибалась. Гораздо позже, когда я начал переживать все очень необычным способом, каждый ее маленький поступок внезапно обрел для меня большой смысл. Раньше мне это просто нравилось, но я не мог понять всю глубину ее взаимоотношений с жизнью. Садаху гуру замолчал, и я снова спросила. Ты упоминал, что твоя бабушка пела и танцевала в экстазе, а потом бросала ногами цветы божествам. Это та же самая бабушка? Та же самая, он кивнул. Как их могло быть две? Позже мне стали ясны многие ее привычки, и я их перенял. Все, чем она была, сейчас много для меня значит. Мы молча прошли по тропе и остановились на мысе с видом на озеро, которое безмятежно светилось под солнцем. Отражение деревьев по краям образовывали идеальное зеркало, но мой разум был не так спокоен, как озеро. Я хотела вернуться ко второму вопросу друга, и потому произнесла, есть ли у людей призвание в жизни? Садхгуру рассмеялся. Если жизнь призывает тебя, ты должна идти ей навстречу со всей страстью и открытостью, а не с колебаниями и подсчетами. Выживание составляет основу бытия, следовательно, о нем нужно заботиться, чтобы в обществе нашли себе место более тонкие и глубокие аспекты жизни. Дело не в том, что твое эго желает заняться чем-то новеньким. Дело в том, что человеку нужно проявлять свой потенциал полностью. Если ты по-настоящему увлечена каждым аспектом своей жизни, ты легко поймешь, на что способен. Возможно, у тебя хорошо получится Эпумей ладади. Что получится? Удивилась я. То, я не делала раньше. Что-то совершенно новое. Но даже если ты не оригинальна, если выполняешь те же самые простые извечные действия, если выполнять их с максимальной страстью и максимальной вовлеченностью, это поднимет тебя на новый уровень опыта. Проблемы возникают, когда люди страстно относятся только к чему-то одному, или когда их увлеченность избирательна. Это часто приводит к существование и половинчатое погружение приведет только к разочарованию и боли, а я говорю о всеохватывающей страсти. Нужно быть в контакте со всеми явлениями, которые мы можем воспринимать пятью органами чувств в каждое мгновение, спонтанно и целиком погружаться в любое переживание. В этом и состоит настоящее сострадание. Сострадание это недоброе отношение, а средство для непредвзятой вовлеченности. Обычно человек сначала является, затем делает, а уж потом имеет, но сейчас, поскольку люди оказались в ловушке своего разума, они всегда думают о том, чтобы прежде всего иметь. Вы дошли до такой стадии, когда хотите иметь довольно конкретные вещи, определенного партнера, дом, автомобиль или что-то еще. Как это получить? Теперь вы погружаетесь в размышления над тем, что для этого нужно сделать. Тут же окружающие начинают давать вам советы. Вы выбираете профессию врача, адвоката, бизнесмена или нечто подобное. Какое-то время вы работаете в выбранной сфере и полагаете, что стали чем-то. И с этого момента движетесь наперекор жизни. Тем самым человек выбирает другую последовательность иметь, делать, быть. Это ведет к бесконечному стремлению иметь и появляется стойкое ощущение, что жизнь не состоялась. Первым делом необходимо определить свой образ бытия. Тогда ты будешь прекрасной в любом случае, получаешь ты желаемое или нет. Качество твоей жизни определяется выбранным способом бытие. А то, что ты получаешь, есть только вопрос возможностей и благоприятных ситуаций. Если ты осуществишь этот простой переход к формуле «быть, делать, иметь», тогда большая часть твоей судьбы будет в твоих руках. Теперь я хочу, чтобы ты поняла это правильно. Не существует жизненного призвания, но жизнь зовет, как изнутри, так и снаружи. Только действительно отозвавшись на призыв жизни, ты познаешь ее целиком. Только когда тебе знакома непредвзятая и абсолютная причастность ко всему во Вселенной, к существованию каждого атома, ты сможешь изучить, испытать и познать всю полноту того, кем являешься. И в этой абсолютной причастности тебя не должны ограничивать ни прошлый опыт, ни возможности. Ты способна получить доступ к большому хранилищу знаний, которое и есть сама природа Вселенной. Именно благодаря этому непревзойденному участию можно познать безграничную, истинную природу самого Я и основу всего сущего, то есть прийти в конечную точку, в которой в действительности ведут все желания. Над нами сгустилось несколько белых облаков. Мы уже дошли до небольшого залива и собирались повернуть назад. Все наши разговоры с Садхгуру в конечном итоге возвращались к необходимости понять, кем мы являемся. Я заметила это, но хотела еще спросить его о некоторых препятствиях. Садхгуру, начала я, многие люди в этой стране крайне напряжены, и это разрушает их жизнь. Что они могли бы с этим сделать? Прежде всего, произнес стрессом. Почему человек подвергается стрессу? Несколько лет назад, когда я впервые приехал в США, повсюду, куда бы я ни шел, все говорили об управлении стрессом. Я не мог этого понять. Зачем управлять стрессом? Управлять нужно вещами, которые мы ценим, верно? Неужели кто-то хочет управлять тем, что ему неприятно? Я могу понять желание управлять своим бизнесом, собственностью, семьей, деньгами, такими вещами, но стрессом? Через некоторое время стало ясно. Люди убеждены, что без стресса невозможно жить. Это неотъемлемая часть жизни в этих краях. Однако истина состоит в том, что для психически здорового человека стресс вовсе не обязан быть частью жизни. Стресс переживается не потому, что у тебя сложная работа. Его причина в том, что ты не способна справиться со своими собственными системами, не знаешь, как управлять телом, разумом, эмоциями и энергиями. Если бы ты это умела, ничто не вызывало бы стресс, потому что ты больше не попадала бы в ловушку внешних ситуаций. В наступившей тишине я обдумывала сказанное. Мы услышали такой аспект его учения, который глубоко затрагивал наши повседневные переживания. Я радовалась тому, что задала эти вопросы. Они оказались вовсе не мелкими. За разговором мы подошли к повороту тропы и услышали, а затем увидели неподалеку двух собак. Они громко и сердито лаяли на нас. Одну из них, рыжую Чау, я уже встречала раньше. Все в округе знали ее агрессивный нрав. Ее владельцу не раз выговаривали и просили держать животное на привязи. Некоторые из соседей даже пару раз вызывали специальную службу, но Чау была довольно хитрой и ее до сих пор никто не поймал. Сейчас к ней присоединился еще один огромный пес, неистовый на вид. Они с рычанием кинулись к нам и я вскрикнула. Садхгуру жестом велел нам с Лилой остановиться, а сам продолжал идти. К моему удивлению, при виде гуру свирепые псы тут же умолкли и мерно сели у дороги, словно их сдерживала невидимая сила. Мы с Лилой осторожно прошли мимо собак и я поделилась садхгуру своим удивлением. Он рассмеялся и сказал «Я не хотел, чтобы они оторвали от моего тела кусок мяса, а они были близки к этому. Теперь эти собаки, наверное, будут немного более цивилизованными, хотя их владельцам вероятно не понравится то, что сторожевые псы стали нежными существами. Шерил, я хочу, чтобы ты поняла, жизнь вокруг будет откликаться и подстраиваться под тебя такую, какая ты есть, а не какой ты или другие тебя считают. Что-то о себе думаешь в экзистенциальном смысле не имеет значения». Потом мы шли молча, но даже в этом безмятежном окружении мой разум просто не желал успокаиваться. Я не могла понять, почему даже агрессивные звери знают, кто такой Садхгуру. Когда я нахожусь рядом с ним, происходят необычайные вещи, но в его присутствии они кажутся совершенно нормальными. Эта встреча с собаками напомнила мне одно событие, которое произошло в гималайском походе, где я была Садхгуру и Лилой. Поход начался в великолепный сентябрьский день. Под предводительством Садхгуру несколько сотен человек отправились в удивительно красивые индийские Гималайи. Я много читала об этих горах, и йогах, и мистиках, которые там жили, и мне давно хотелось повидать эти невероятные места. Когда появилась возможность поехать туда вместе с Садхгуру, я тут же согласилась, хотя лишь за год с небольшим до того чувствовала себя так плохо, что не прошла бы и полкилометра. В тот необычный день мы поднимались к мистическому Кидарнатху. Он расположен на высоте около 4 километров над уровнем моря. Это был необычный поход. Я знала, что Садхгуру особенно любит Кидар. Он часто говорил о нем с любовью и почтением. В этом месте жили и до сих пор живут многие святые и мудрецы. Кидарнатх увлекает своей силой умиротворенностью, мудростью, чудесами и дикостью. В тот день, когда мы подошли к Кидару, небо сияло синевой и всю гору заливал солнечный свет. Казалось, этот день был создан специально для нас. У подножия гор воздух был теплым, а на высоте стало очень холодно. В тот день мы прошли больше 10 километров. Вдоль тропы попадались ловчонки, где подавали чай с молоком, лимку, лимонный газированный напиток или фанту. Можно было купить воду в бутылках, какие-то крекеры или печенье, а местами даже заказать горячие блюда индийской кухни. Каждый человек в нашей группе шел в своем собственном темпе. Поэтому, хотя нас было много, мы двигались главным образом по одному и в молчании. Завершив восхождение, мы увидели много незнакомых путников. Они шли пешком или ехали на лошадях или мулах, кто вверх, а кто вниз по склону. Некоторых несли местные жители в своеобразных корзинах. Видимо, этот вид транспорта не был редкостью на таких высотах. Недалеко от вершины я миновала незнакомого йога с двумя десятками последователей. Все они тоже поднимались к кедару. Их одежда, манеры и украшения выдавали убежденных поклонников Шивы, который в йогической культуре рассматривается как ади-йоги и ади-гуру, то есть первый йог и первый учитель йоги. Он известен как величайший гуру. Йог, которого я встретила на склоне, был одет в простую, бесшовную, белоснежную одежду. Одно плечо покрывало шаль, а лоб между бровями был намазан светым пеплом. Он шел босиком, но, похоже, не чувствовал холода. Мое внимание привлекли его выразительные сияющие глаза, красивое лицо, длинные черные волосы, а также его сила, изящество движений и ловкость шага. Лет пятидесяти на вид он казался настоящим гуру. Он выглядел гораздо более уверенным в себе, чем его спутники и даже высокомерным. Можно сказать, что они смотрели на него снизу вверх. Его мощь была очевидна. Я прошла мимо и вскоре потеряла из виду характерного гуру, но через несколько часов увидела его у реки рядом с вершиной горы. После долгого похода он не выглядел усталым. Один из добровольцев Иша из нашей группы подошел к нему и заговорил о садах гуру и медитационном храме Дахьян-Алинга, который тот построил в Южной Индии. Йок отозвался. «Зачем ты мне это рассказываешь? Меня не волнуют ни гуру, ни храмы. Ты, очевидно, не понимаешь, кто я. Я Шива». Волонтер из фонда Иши был ошеломлен. С таким же успехом путник мог сказать «Я Абсолют» или «Я Бог». Однако, несмотря на потрясение, доброволец продолжал говорить о садах гуру. Между собеседниками разгорелась оживленная дискуссия. Йок по-прежнему не хотел слушать и громко утверждал, что он Шива. Затем волонтер сказал «Если ты Шива, тебе обязательно нужно встретиться с моим гуру. Он скоро придет сюда». Йок отрицательно покачал головой. Этот разговор на повышенных тонах продолжился еще немного, пока волонтер не сдался и не ушел. Йок остался у реки со своей группой. Вскоре я увидела, что приближается сам садах-гуру. Он выглядел очень стильным и явно недуховным в походных штанах, горных ботинках, индийской рубахе и солнцезащитных авиаторских очках. Он ничем не напоминал йога. Сильный и босой Шива увидел садх-гуру и тут случилось нечто удивительное. Этот йог, который так гордился собой и не нуждался ни в чем, кроме своего собственного божественного я, побежал к садх-гуру и во весь рост простерся перед ним. Собаки, простые люди, индейские старейшины и даже самопровозглашенные Шивы очень необычно реагируют на садх-гуру. Несмотря на все это, он постоянно принижает свою значимость и старается быть максимально доступным для своих учеников, в то же время не подавляя нас и не внушая благоговейного страха. Глава седьмая ночь четвертая погружение в мистику Человеку свойственно стремление функционировать на пике возможностей тела, ума и энергии. Йога технология, которая облегчает выполнение этой задачи. Садх-гуру Наша насыщенная событиями вечерняя прогулка вызвала одновременные облегчения и голод. Даже садх-гуру, несмотря на сильную волю и неустанную энергию, по-видимому, был не против поужинать. Мы с ним сели на крыльце и расслабились, вдыхая прохладный и свежий горный воздух, а Лила занялась приготовлением еды. Я время от времени заглядывала к ней. Она связала в хвост свои роскошные черные волосы, ее лицо освещали лучи вечернего солнца, проходящие сквозь кухонное окно. Без видимых усилий она приготовила еще одно великолепное угощение, и мы поужинали молочи. Внутренне я продолжала восхищаться тем, как одна тонкая специя сливается с другой, чтобы создать слои ароматов. Удивительно, как Лила сумела за полчаса произвести такую симфонию вкусов, ароматов и удовольствия. Но изысканная кухня Лилы это не все, что было у меня на уме. Так же быстро, как она соединяла ингредиенты для создания великолепной еды, проходила и наша неделя. Часы тишины и размышлений прерывались молниями озарения и ясности, которыми были наполнены разговоры с Садхгуру. Этот день исчезнет мгновенно, как и предыдущие. Я пыталась смаковать каждую минуту, но неумолимое время летело с невиданной скоростью. Снова наступила полночь, и мы спустились к лодке, и продолжить разговор о жизни или жизнях Садхгуру и о важности йоги на его или чьем либо пути. Как только мы все устроились на своих местах у костра, я, не теряя времени, произнесла Садхгуру, сегодня утром ты сказал, что йога ускоряет эволюцию. Можешь ли ты уточнить? Я знаю, что это происходит со мной, но как это возможно? И что именно происходит? Есть прекрасная история о гусенице. Отличный пример для иллюстрации. Ответил Садхгуру. Ты ее слышала? Что-то не припомню. Эта гусеница прожила большую часть своей жизни, полагая, что единственное ее предназначение это есть спать и делать то же самое, что делают остальные гусеницы. Однако эта необычная гусеница чувствовала себя неспокойной, несчастной и несостоявшейся. Она подозревала, что в жизни есть и другие еще неведомые ей измерения. Однажды, движимая этой странной тоской, которую она не могла ни объяснить, ни преодолеть, беспокойная гусеница стала неподвижной и молчаливой. Она висела на ветве дерева и плела, плела, пока не соорудила вокруг себя кокон. Он был узким и неудобным, но наша героиня ждала внутри, ощущая и осознавая. Ее терпение в конце концов принесло плоды, когда кокон открылся, она уже не была медлительным червяком. На свет вылетела великолепная крылатая бабочка, чьи краски ослепляли благодарное небо. Теперь она летала, больше не скованная существованием червяка, и наслаждалась свободой. Гусеница превратилась в легкое, воздушное, волшебное и красивое существо. Когда произошла трансформация, бабочка не могла уже вернуться к своему прежнему состоянию. В коконе гусеница стала единой со своим внутренним существом, и в этом единении телесного и божественного она постигла свою истинную природу. Садх гуру помолчал, блестя глазами, а затем добавил. То, что произошло внутри кокона, можно назвать йогой. Потом он продолжал. Недавно один знаменитый невролог сказал мне, что за 24 часа можно полностью переделать мозг человека. Представь себе, за одни сутки можно изменить фундамент нашей жизни. Еще он добавил, что в мозге наблюдается самая высокая активность нейронов, когда тело неподвижно, а позвоночник выпрямлен. А мы это знаем с незапамятных времен. Затем Садхгуру спросил, слышал ли я, что несколько исследователей в Индии сканировали мозг людей, которые прошли курс внутренней инженерии иши-йоги и практиковали ее более трех месяцев. Я кивнула. Садхгуру рассказал, что было дальше. Ученые обнаружили необычайно высокую согласованность между правым и левым полушарием в мозге практикующих. Это значит, Шерил, что ты сможешь использовать свой мозг немного эффективнее, чем прежде. Принято считать, что средний человек использует только 12% своего мозга, но насколько я знаю людей, мне кажется, что даже эта цифра завышена. С этими словами он заразительно расхохотался, а затем продолжил. Йога это способ стать безграничным. Она трансформирует и освобождает людей, чтобы они могли достичь неограниченного состояния. Люди, в отличие от животных, не просто существуют. Они проходят процесс становления. Человек неврожденное качество. Чтобы стать человеком, нужно внутренне вырасти. Необходимо осознать свои ограничения и увлеченно стремиться к их преодолению. У всех нас есть потенциал для этого. Йога это способ найти свой наивысший потенциал. В определенном контексте слово йога стало означать духовное единение с Абсолютом. Цель этой практики освобождение еще при жизни высший опыт слияния индивида с универсумом. Его слова звучали вдохновляюще. Однако, слушая об этих возможностях, я снова поймала себя на мысли, неужели я тоже смогу вот так преодолеть все границы. Со мной уже произошло много замечательных вещей, но я продолжала сомневаться, сумею ли достичь самореализации в этой жизни. В глубине души я спрашивала себя, насколько йога и практика связаны с освобождением. Эта техника влияет не только на тело, разум и энергии, но и повышает восприимчивость. В этом состоит часть ее силы, но наверняка есть и что-то еще. Среди практик, которые преподает садх-гуру, есть кое-что знакомое мне по прошлым ретритом, однако он объединяет упражнения совершенно по-другому. Садх-гуру утверждает, что в предыдущих воплощениях он так и не стал просветленным, несмотря на все примененные им методы. Причина этого окутана тайной. Я знала, что его практики работают, но возможно этот процесс представляет собой нечто большее, и я не смогу пройти его самостоятельно. Похоже, я что-то упускаю. Я часто слышала совет Садх-гуру, вы должны отложить себя в сторону. Возможно, ответ найдется в собственной истории Садх-гуру. Я спросила, был ли у тебя учитель йоги в этой жизни? Да, когда мне исполнилось 11 лет, благодать моего гуру проявилась в виде нестареющего йоги. В свои 78 лет он был моложавым, как юноша. Он вел активный образ жизни, до 108 лет. Этот йог был прямым учеником моего досточтимого гуру. Он появился и неожиданно напомнил мне о желании моего гуру создать вечную энергетическую форму. Он обучил меня очень простым упражнениям йоги. После нашей встречи я выполнял их каждый день в течение 13 лет. До этого я не подчинялся никакой дисциплине, но теперь практиковал, не прерываясь ни на один день. Во мне созрело желание придать телу и разуму большую силу и стабильность. Где бы я ни был, я каждый день обязательно занимался йогой. С тех пор я не оглядывался в прошлое. Жизнь стремительно продвигалась вперед с одной вершины на другую с помощью из благословения прославленного человека. Кем был этот учитель йоги? Йога, который научил меня простым практиком, звали Малади Хали Свами. Расскажи о нем, пожалуйста. Он был невероятным человеком, йогом, культуристом и экспертом в области различных боевых искусств. Кроме того, он освоил древнее искусство аюрведы и стал великим врачом и целителем. Он был Надивайдье, умел ставить диагноз по пульсу больного. Он не только знал, что происходит в вашем организме сегодня, но и мог рассказать, какие болезни угрожают вам в ближайшие 15 лет. Более того, он сразу объяснял, какие меры следует принять, чтобы сохранить здоровье. Он часто приходил в город, где жила моя семья, и ставил палатку во дворе у бабушки и дедушки. У них было очень большое поместье, только дом занимал чуть ли не пол гектара площади, а на заднем дворе был большой колодец. Что значит большой? Я не видела ни одного большого колодца в этой стране. В каждом старом поместье позади главного здания был колодец. Наш был около двух с половиной метров диаметром и порядка пятидесяти метров глубиной. Летом вода доходила до отметки двадцати с лишним метров. В детстве мы увлекались особым видом спорта, прыгали в колодец и вылезали обратно. Самой сложной задачей был подъем. Внутри не было лестницы, и мы карабкались вверх по стене, цепляясь за выступающие камни. Когда вы летите вниз, любое неосторожное движение может стать смертельным. Ваш мозг окажется размазанным по стене. Но мы без конца прыгали вниз и вылезали, прыгали и вылезали. Мало кто из мальчиков отваживался на это. И как-то раз к нам подошел этот человек семидесяти с лишним лет. Он посмотрел на нас, а затем прыгнул в колодец и выбрался быстрее меня. Мне это не понравилось. Для меня он был не просто старым, а буквально древним. Поэтому я спросил «Как?» Он ответил «Приходи заниматься йогой». Вот как я на этот раз попал в йогу. С вами был невероятным человеком. Он прожил выдающуюся жизнь, он путешествовал шесть дней в неделю и только один день проводил в своем ашраме. Такого графика он придерживался 90 лет. По понедельникам он с утра принимал пациентов в ашраме. Это был день его аюрведической практики. Он начинал работу в 3.30 или в 4.00 ночи и заканчивал в 8.00 вечера. Он садился в кабинете, чтобы лечить больных и не вставал весь день, не ходил ни на обед, ни даже в уборную. Его добровольные помощники работали посменно, а он сидел по 18 часов подряд без перерыва. И для каждого посетителя у него был на готове смешной анекдот. Казалось, что это не прием у врача, а какая-то веселая вечеринка. В его присутствии люди часто забывали о своих болячках. Следующие шесть дней он путешествовал, читал лекции, показывал упражнения и собирал средства на благотворительность. Он отличался от многих йогов тем, что не боялся денег. Он посвящал много времени сбору средств, потому что у него жили три тысячи детей-инвалидов, которых он кормил и воспитывал. Ты знаешь, что такое вырастить и обучить всего одного ребенка. Под его руководством я шесть или семь лет занимался йогой. Иногда мы с другими мальчиками пытались одолеть с вами в рукоборе. Во время учебы в гимназии я много тренировался и к тому же пробегал больше 12 километров в день, так что был в отличной физической форме. Были мальчики и посильнее, но меня считали еще и очень проворным. Я умел ловить змей, мог поймать даже кобру, когда она готовилась к нападению. Я хватал их голыми руками, без палки и иных приспособлений. Даже сейчас я могу это сделать. неизменно проигрывал. Он всегда превосходил меня. Чтобы сравнять счет, мы придумали выставлять против него трех парней. Ему было тогда 80 лет, но мы, трое молодых, сильных, быстрых юношей, не могли продержаться и минуты. Честно говоря, ему хватало нескольких секунд, мы ни разу не выдержали минуту. Поэтому мы часто шутили на тему его предстоящей смерти. спрашивали, ну что, когда ты планируешь уходить? Похоже, мы столько не продержимся и сдадимся первыми. Он очень уверенно отвечал, мне нужно поработать еще лет 40, а потом я все завершу и уйду. Он был почти сверх человеком. Все выглядело так, будто с вами выполнят это обещание, но в возрасте 108 лет он скончался. Однажды, когда ему было около 83 лет, случилась интересная история. Поздно вечером в воскресенье он с двумя помощниками ждал поезда на станции в 74 километрах от своего ашрама. К 4 часам утра он непременно должен был находиться на своем рабочем месте, ведь по понедельникам он принимал больных. Поездов долго не было и его спутники выяснили, что работники железной дороги устроили забастовку. Это означало, что доехать до ашрама поездом в ближайшие дни будет невозможно. Тогда Свами оставил помощников на платформе и просто побежал по шпалам в направлении ашрама. За ночь он пробежал 74 километра и к утру ровно 4 часа был на рабочем месте. Никто в ашраме не догадался, что он прибежал по шпалам, только когда вернулись два его спутника, все йоги узнали о том, что сделал Свамиджи. Вот какой невероятной была его жизнь. В возрасте 108 лет Свами однажды приехал в город Майсур, чтобы прочитать лекцию. Он начал говорить, но вскоре рухнул на пол. С ним случился сердечный приступ. Мы не знаем насколько серьезный. Когда его доставили в больницу, он был без сознания. Его положили в палату реанимации на втором этаже. Очнувшись посреди ночи, он увидел всевозможные трубки и иглы вставленные в его тело. Он не смог с этим смириться. Раньше он никогда не бывал в больницах. Он просто вытащил все это и выскочил в окно. 108-летний мужчина сбежал из реанимации, спрыгнув со второго этажа. Через три месяца он умер. Таким он был потрясающим человеком. Однако в детстве лет 8 или 9 он много болел, и никто не догадался бы, кем он станет. Он страдал от хронической астмы, и родители боялись, что он вот-вот умрет. Он плохо рос, был слишком маленьким для своего возраста. Однажды к ним в город пришел какой-то великий йогин. Родители с вами решили показать ему сына. «Пожалуйста», попросили они, «попытайтесь ему помочь». Из сострадания йог взял мальчика к себе, и они жили вместе несколько лет. Моего учителя воспитали йоги, и он вырос невероятно. Пока Садхгуру говорил, у меня возник новый вопрос. Я слышала уже много историй о преимуществах йоги, но не могла понять, почему гуру недооценивал ту йогическую практику, которую выполнял в прошлой жизни, когда его звали Шива-йогом. «Садхгуру», сказала я, «вчера вечером ты сказал нам, что практика Шива-йога не принесла тебе пользы. Почему? Ведь она сработала, не так ли?» Поразмыслив, он ответил, «Она работала до определенного момента, но если ты больше всего хочешь наивысшего освобождения, такая практика бесполезна, все остальное не важно. Ты хочешь Бога или его дары?» Шива-йог сумел поднять свою энергию до третьего глаза, или аджна-чакры, но не смог достичь окончательного осознавания и потому остался простым искателем. Я знала несколько историй о недавней жизни Садх Гуру, следующей после Шива-йога. О ней часто рассказывают, потому что прошло совсем немного времени, и к тому же она сильно повлияла на его сегодняшнее воплощение. Некоторые люди даже помнят, что находились тогда рядом с ним. В той жизни он тоже был учителем по имени Садх Гуру. Его полное имя было Садх Гуру Шри Брахма. Он был известным чакрашварой, то есть обладал абсолютным мастерством над всеми чакрами своей энергетической системы. Но как все это понимать? Какую роль играют чакры? Спросила я. Я не раз читала, что в человеческом теле есть семь основных чакр или энергетических центров, но их значение и тем более влияние на нас оставалось для меня загадкой. Когда я задала этот вопрос, кое-что в Садх Гуру изменилось. В его голосе мы почувствовали мощный заряд энергии. Это часто бывает, когда он затрагивает особенно важные темы. Какое-то время назад я посетила ашрам Садх Гуру Шри Брахмы в Каимбатуре, недалеко от владения Иша-йоги. Маленький и не очень хорошо сохранившийся, он в то же время обладает Я никогда не была чувствительна к подобным явлениям, но в Каимбатуре шаталась как пьяная. Даже сейчас при одной мысли об этом ашраме электрический ток устремляется вверх по моему позвоночнику. Садх Гуру начал отвечать и тем самым вывел меня из состояния задумчивости. Чакры это энергетические центры в теле. Чаще всего мы слышим, что их семь, однако в человеческом теле 114 чакр. Хотя сейчас ты этого не осознаешь, тело человека представляет собой сложную энергетическую форму. В дополнение к чакрам в нем находятся 72 тысячи энергетических каналов, их называют НАДИ. Это пути, по которым движется жизненная энергия. Они встречаются в разных точках тела и образуют треугольники. Мы называем эти треугольники чакрами, то есть колесами. Это название символизирует рост, динамику и движение. И так, хотя фактически это треугольник, мы называем его чакрой. Некоторые из этих центров очень сильны, а другие слабее. Работая на разных уровнях, они наделяют человека разными качествами. В сущности, любой духовный путь можно описать как путешествие от базовой чакры, муладхары, что расположено у основания позвоночника до сахасрары в верхней части головы. Семь чакр называются муладхара, свадхиштхана, манипурака, анахата, вишудхи, аджна и сахасрара. Путь от муладхары к махасраре ведет из одного измерения в другое. Этот процесс может происходить по-разному. Любые методы йоги могут повлиять на него. Муладхара это основание или фундамент. Это точка опоры всей жизни, сама ее основа. Она расположена внизу позвоночника. Невозможно жить без активности этой базовой чакры. Что же касается сахасрары, то ее активность для обычной жизни не обязательно. Слово муладхара состоит из двух частей. Мула означает корень или источник, а адхара фундамент. Таким образом это сама основа жизни. Энергия физического тела должна отчасти находиться в муладхаре. Без этого мы не сможем существовать. Но если доминирует только муладхара, то в жизни человека будут преобладать еда и сон. Можно говорить в терминах низших и высших чакр, но такой язык часто понимается неправильно. В действительности высшие и низшие чакры можно сравнить с фундаментом здания и его крышей. Крыша не лучше фундамента. Скорее наоборот, фундамент даже важнее. От его качества зависит стабильность, долговечность и безопасность всей конструкции. Но когда мы описываем это словами, получается, что крыша выше, а фундамент ниже. следующее чакра называется свадхиштхана. Если твои энергии переходят в свадхиштхану, то ты искатель удовольствий. Эта чакра расположена чуть выше половых органов. Когда она активна, человек всячески наслаждается физическим миром. Если посмотришь на искателя удовольствий, ты увидишь, что его жизнь и опыт не намного богаче, чем у того, кто только ест и спит. Если твои энергии движутся в манипураку, ты активный деятель в мире. Такой человек весь в действии, он способен делать очень много. Это бесконечная активность. Если энергии переходят в чакру анахату, то ты по натуре творческий человек, художник или актер. Такой человек живет очень насыщенной жизнью, возможно, даже более насыщенный, чем бизнесмен, чья жизнь проходит в действии. Анахата дословно означает неиспытавший удар. Чтобы произвести какой-либо звук, нужно столкнуть два предмета. Звук, который возник без такого столкновения, без удара, называется анахата. Эта чакра указывает на переход между инстинктами выживания и инстинктом освобождения. Она расположена в сердце. Три нижние чакры в основном связаны с физическим существованием. Анахата это сочетание физического с нефизическим, место встречи энергии выживания с просветляющими энергиями. Вишудхи в дословном переводе означает фильтр. Эта чакра находится в области горла. Если твои энергии переходят в вишудхи, ты становишься очень могущественным человеком, но твоя власть не только политическая или административная. Человек способен стать могущественным во многих отношениях. Например, обрести такую силу, что ему даже не придется вставать с места, чтобы все происходило по его воле. В таком человеке жизнь проявляется без ограничений времени и пространства. Если энергия переходит в аджна чакру, расположенную между бровями, ты интеллектуально просвещенный человек. Ты обрела новый баланс и покой внутри себя. Внешние события тебя больше не беспокоят, но ты еще не познала освобождение на собственном опыте. Если энергии переходят в сахасрару, ты переживаешь экстаз безо всякой причины. Ты просто взрываешься восторгом изнутри. У каждой чакры есть несколько измерений. Одно из них физическое или биологическое существование, но есть и духовные измерения. Поэтому чакры можно преобразовать, перевести в совершенно иное измерение. Если обрести неподдельную осознанность, та же Муладхара, отвечающая за еду и сон, запустит процесс полного освобождения от еды и сна. Если нужно выйти за пределы питания и сна, необходимо Муладхара в развитом состоянии. Чтобы перейти от Муладхары к Аджни, требуется много процедур, много методов, процессов, помогающих поднимать энергию. От Аджни до Сахасрары пути нет. Туда можно только перепрыгнуть. Это своего рода падение вверх. Таким образом, в это измерение невозможно войти шаг за шагом. Именно из-за этого единственного аспекта духовной традиции подчеркивают значение гуру для реализации ученика. Ты можешь прыгнуть в темную глубокую пропасть, только если у тебя совершенно чистое сердце, или если твое доверие кому-то настолько велико, что в его присутствии ты способна на все. Из-за отсутствия одного из этих двух качеств, большинство практикующих просто застревают в аджина чакре. Тогда высшее, что они узнают, это покой. Именно из-за этого ограничения так много говорится о том, что покой есть наивысшая возможность. Садух-гуру, спросила я, какое это имеет отношение к кундалини? Кундалини это самая фундаментальная энергия внутри нас. Чтобы удовлетворить наши потребности в выживании требуется всего лишь минимальный объем этой энергии. Большая часть ее остается в людях неиспользованной или непробужденной. Символ энергии кундалини свернувшаяся змея. Причина по которой выбран этот символ состоит в том, что в состоянии покоя змея абсолютно неподвижна. Мы замечаем ее лишь тогда, когда она движется. Такова природа змеи. Кундалини обозначают свернувшейся змеей, потому что эта огромная энергия существует внутри нас, но пока она неподвижна, мы не узнаем, что она есть. Однако стоит ей пробудиться, и она многое для нас делает. Конечно, практики и методы пробуждения этой энергии, которые я от него получила, благоприятно повлияли на мое здоровье. Невозможно игнорировать результаты моих анализов крови до начала практики и после. Доктор сказал, что это поразительно. Этим также объясняются некоторые мои ощущения, например, когда мир кажется намного более ярким, чем обычно, как будто восприятие углубилось, и все пульсирует живой энергией. Я чувствовала это в священных местах Гималаев и даже в повседневной жизни. Все стало более четким и ярким. В йогической культуре существует целая система методов, позволяющих использовать эту энергию. Когда кундалини начинают двигаться, тебе не верится, что это ты. Начинается нечто гигантское. Внутри пробуждается огромная сила. Итак, если эта энергия перемещается в разные измерения тела или чакр, она меняет многие аспекты жизни. Садхгуру замолчал, как будто он уже сказал достаточно. Чувствуя, что настало время сменить тему, через несколько мгновений я произнесла, а что все-таки случилось с Шива-йогом? Садхгуру продолжил рассказ. Шива-йог практиковал множество садхан и других методов. Он их полностью освоил, но его развитие остановилось после достижения уровня Аджна-чакры. Несмотря на все его усилия, окончательная реализация не наступила. Затем он увидел божественного гуру и понял, что этот учитель пребывает на абсолютном пике сознания. Прежде он не встречал мастера, который мог бы привести его к окончательному постижению. Он знал многих людей, чье сознание достигло высоких уровней, но не мог принять другого человека, как своего гуру. Он хотел получить посвящение от самого Шивы. Шива был известен как наивысший. Для Шива-йога он был единственным гуру и самим богом. Только у него Шива-йог смог бы учиться, а пока что он придерживался своей садханы. Но теперь он увидел незнакомого божественного гуру и осознал, что тот покоится на самой вершине сознания. Шива-йог почувствовал определенное доверие. До некоторой степени он сумел открыться этому человеку, но в глубине души все еще сопротивлялся, потому что полностью доверял только Шиве. Гуру, будучи просветленным, видел потенциал Шива-йога и все его бесплодные попытки подняться выше аджуна-чакры. Из сострадания мастер взял свою трость и слегка постучал по лбу Шива-йога между бровями. В ту же секунду Шива-йог слился со своей окончательной природой. Но в нем по-прежнему жило детское желание увидеть Шиву. Поэтому божественный гуру, движимый тем же состраданием, принял форму самого Шива. Физическая встреча Шива-йога с этим мастером была очень краткой. Больше они никогда не виделись, но поддерживали связь другими способами. Каким-то образом божественный гуру определил, что Шива-йог способен ему помочь. Он желал предложить человечеству великий дар создать энергетическую форму лингама огромных размеров, чтобы она помогала людям в осуществлении беспрепятственного духовного преобразования. Эта энергетическая форма всегда должна быть доступна тем, кто хочет развивать сознание. Вот какой дар этот божественный гуру собирался преподнести человечеству. Прежде чем покинуть тело, он передал Шива-йогу видение вечной формы и поручил ему выполнить эту работу. Он сделал это посредством речи, но не на словах. Он передал Шива-йогу всю технологию. Шива-йог немедленно приступил к выполнению возложенной на него миссии. По многим причинам в той жизни он не смог осуществить замысел своего гуру, но его неизменная благодарность и желание установить такую священную энергетическую форму направили Шива-йога на путь, который занял еще две жизни. Садх-гуру утверждает, что после просветления цикл физических рождений и смертей обычно заканчивается. Но необходимость работы по созданию вечной формы, которая позднее стала известна как Дхьяна-линга, заставила Шива-йога принять иное решение – продолжать воплощаться в физическом мире. Когда я спросила Садх-гуру, почему на планете больше нет просветленных существ, он пояснил, что у большинства людей момент просветления случается во время выхода из тела. Я читала, что даже Будда, достигнув просветления, решил не возвращаться после смерти к земному пребыванию. После пробуждения Будда написал такое стихотворение «Я искал того, кто построил этот дом, но не находил. Я странствовал в круге бесчисленных рождений. О, как больно рождаться снова и снова. Строитель, я теперь узнал тебя. Ты больше ничего не построишь. Сломаны стропила, смесены опоры. Мой ум обрел ненадуманную нирвану и исчерпал всякое цепляние». Следующая мысль Будды была такой. Я постиг то, что никогда не рождалось. Мое освобождение лишено привязанности. Это моя последняя жизнь. Больше воплощений не будет. Мне было любопытно, что значит не отождествляться с телом и личностью, и что вообще представляет собой освобождение. Я начала думать о божественном гору Шива-Йога. Что-то здесь не складывалось, но я не понимала, что. Затем я вспомнила, как Садх-Гуру упомянул его раньше в связи со своим учителем йоги в этой жизни. Интересно, какое отношение божественную гору из прошлой жизни имел к человеку по имени Маладиха-Лисвами? Я спросила, правильно ли я понимаю, что мастер, который освободил тебя две жизни тому назад, в наше время был наставником твоего учителя йоги? Садх-Гуру сказал, да, у Свами был тот же гуру, что и у меня. Как это возможно? Удивилась я. Мой божественный гуру прожил 150 или 160 лет, ответил он. Раньше я слышала много рассказов о необычных йогах, чья жизнь длилась даже не одну сотню лет, но никогда не верила в это до конца. В книге Йогананды «Автобиография йога» рассказывается, как йоги изучали удивительные способности и проявляли их. В целом я человек непредвзятый, но к таким вещам всегда отношусь скептически. Я полагала, что эти истории просто символические, а не фактические. До этого вечера. Встреча с таким человеком не может быть случайным совпадением, заметила я. садах гуру рассмеялся. Да, это больше похоже на страховой полис. Твой гуру хотел знать наверняка, что Дхьяна Линга появится на свет, верно? Ты говоришь, что именно поэтому он сейчас вернулся в твою жизнь. Как это возможно? Шерил, когда сознание больше не отождествляется с телом и разумом, возможны многие вещи, которые кажутся чудесами. Садах гуру вздохнула я. Что такое чудеса? Ты хочешь знать природу чудес? Садах гуру улыбнулся. Вероятность чуда всегда присутствует во всех законах мироздания, но в настоящий момент эти законы находятся за пределами твоего восприятия. Они связаны с тем, что происходит, действительно происходит, хотя ты не можешь это осознать и объяснить. Ты видишь результат, но не можешь проследить процесс. Неужели трудно понять, что у кого-то может быть другой уровень восприятия и способностей? Даже животные отличаются от нас по уровню восприятия. Когда наступает цунами, все животные поднимаются на возвышенности. Они ощущают мир совсем не так, как мы. «Если бы ты ничего не знала об электричестве и о природе света, а я показал бы тебе этот фонарик, ты увидела бы просто кусок металла. Если бы я уверял тебя, что сейчас этот предмет начнет светиться, разве ты поверила бы мне? Нет, конечно. И теперь я нажимаю на кнопку, вся поляна залита светом, и ты становишься свидетелем чудо. Должно быть, ты примешь меня за Бога, Его Сына, или как минимум пророка. Когда люди вокруг говорят о чудесах, я предполагаю, что они просто не понимают, какие процессы привели к определенным явлениям. Существование простирается на много разных измерений, не только на физическое. Человеку, который знает лишь физический план, чудесным кажется все, что лежит за его пределами. Эти так называемые чудеса могут происходить по-разному. Когда ты родилась, твое тело было совсем маленьким, а теперь стало большим. Прости, пожалуйста. Он снова улыбнулся. Я не имею в виду, что у тебя большие размеры. Этот рост вызван внутренними процессами. Твое тело строится изнутри, ты поставляешь ему строительный материал в виде пищи, но созидание происходит изнутри. В тебе живут и основа творения, и творец. Производитель этого тела сидит внутри тебя. Значит, если тебе вдруг потребуется ремонт, к кому ты обратишься? К производителю или к местному механику? Я только что познакомил тебя с производителем, поэтому не обвиняй меня в чудесах. Я всегда принижаю значение чудес. Не хочу, чтобы люди приходили ко мне ради них. Я хочу, чтобы их приводил сюда подлинный поиск. Дхьян линга создается как внешнее проявление вершины всей внутренней энергии. Как эта форма способствует эволюции сознания, трудно объяснить. Может пройти несколько сотен лет, прежде чем человечество признает ее истинное значение. Многие другие йоги тоже пытались создать Дхьяна лингу. В Индии эта идея была известна, но потом затерялась в глубине веков. Садх гуру погрузился в глубины своего покоя. Казалось, он вышел за пределы этого мира. Мне пришлось подождать некоторое время, прежде чем я сочла удобным попросить его о продолжении. Костер угасал, и я подкинула в огонь несколько журналов. Лила, казалось, медитировала. Она часто так делает, когда садх гуру входит в определенное состояние. Лила как будто не желает пропустить ни единой возможности прокатиться на волне его энергий. Наконец, я набралась смелости. Садх гуру, что такое лингам? До встречи с тобой я никогда не слышала этого слова. На санскрите? Терпеливо, как всегда, ответил садх гуру. Лингам буквально означает форма. Любую форму или символ можно назвать лингамом. Это признак неограниченности. Выражение религиозных и философских идей с помощью символов с древних времен стало естественным для людей во многих частях мира. Лингам это эллипсоид или первичная форма. Кроме того, если поднять энергии тела до их максимальной высоты перед растворением, то окончательная форма, которую они принимают, тоже будет эллипсоидом или лингамом. Даже Галилей говорил об эллипсоидном аспекте Вселенной. Когда Вселенная формируется, первым появляется эллипсоид. Лингам может быть естественно возникшей формой, например, камнем и рукотворной. Ее очертания позволяют ей функционировать как многолетнее хранилище энергии. Большинство лингамов обретают энергию от пения мантр. Рассказывая об этой энергоформе, садх-гору неожиданно изменился. Казалось, он необъяснимым образом расширился, вырос до размеров горы и распространился вместе с духовным сиянием нестареющим, древним и вечным. Глядя на него, я чувствовала себя так, будто смотрела на высокие горные вершины, настолько гигантские и мощные, что возникает ощущение переполненности и приходится отступить. От этого захватывает дух. В такие минуты он кажется неприступным, и мой инстинкт велит мне отодвинуться на разумную дистанцию. Садх-гору часто бывает таким во время своих продвинутых программ. Мы с друзьями нередко обсуждали это явление. Он словно выходит из своей личности как человек, снимающий пальто. Он становится чем-то огромным, непохожим на всех людей, которых я когда-либо встречала. В других ситуациях он гораздо более доступен. Я думаю, что из-за своей доброты он не хочет, чтобы мы чувствовали себя неловко рядом с ним и потому скрывает свое подлинное величие. Сейчас я наблюдала один из тех моментов, когда он снимает маску. Садх-гуру создал Дхьян-а-лингу в своем индийском ашраме, и люди рассказывают много диких историй о событиях, которые сопутствовали ее возведению. Кто-то видел или слышал невероятные вещи. Это энергетическая форма, заключенная в эллипсоидную структуру. Вокруг выстроено красивое куполообразное здание. Его называют храмом Дхьян-а-линга. Это прекрасное место для уединения и медитации. Я читала о нем и спрашивала многих знакомых, но понимала пока немного. Хотелось услышать объяснение Садх-гуру. Что такое Дхьян-а-линга и как она функционирует? Есть ли логическое обоснование? Спросила Дхьян-а-линга колоссальное средство для трансформации. Как правило, люди не осознают весь потенциал и ценность того, что она собой представляет. Это наивысшее из возможных проявлений божественного. Она полностью поддерживает все семь чакр. Сидеть в храме Дхьян-а-линга то же самое, что медитировать с живым гуру. Освящение Дхьян-а-линги всегда требовало больших усилий, потому что преднамеренное возбуждение энергоформы сложный и трудный процесс. Пока я сама не побывала в Дхьян-а-линге, я полагала, что так называемые энергетические формы это просто новомодное очковтирательство или продукт чьей-то фантазии. Честно говоря, если бы мне об этом сообщил кто-то другой, а не Садхгуру, я никогда не поверила бы. для меня энергоформы не существовали. Однажды я призналась Садхгуру, что не верю в такие формы, а он посмотрел на меня, округлив глаза, и спросил, почему не веришь? Ты одна из них. Теперь я из собственного опыта знаю, что Дхьяна-линга обладает мощной энергией. Когда я впервые села там в медитацию, мне невероятно понравилось находиться в этом пространстве. Там так красиво и таинственно. Но тогда я восприняла его лишь как прекрасное место для медитации. Только после нескольких посещений во мне что-то произошло. В атмосфере Дхьяна-линги есть нечто живое, физически ощутимое. Я никогда не была особенно усердным медитатором, поэтому крайне удивилась, когда обнаружила, что просидела несколько часов. Только в тот момент я действительно начала задаваться вопросом, что все это значит. Я была уверена, что медитировала всего пару минут. Внезапно оказалось, что на улице уже темно. Время просто исчезло. Я все еще не понимаю, как это работает. Но чем больше знакомлюсь с методами садх-гуру, и переживаю подобные ощущения, тем больше убеждаюсь в том, что он помогает нам получить доступ к иному измерению. Большинство из нас даже не знает, что это измерение существует, и совсем мало тех, кто способен его ощутить. Пламя начало угасать. Лила встала и бросила в костер еще немного веток. Искры взлетели высоко вверх. Когда она снова села, я повернулась к садх-гуру. Он спокойно смотрел на небо. Садх-гуру, расскажи нам что-нибудь еще. Ты остановился на просветлении Шива-йога и на его миссии, связанной с Дхьяна-лингой. Что произошло дальше? Получив этот дар, благословение великого гуру на то, чтобы стать орудием исполнения его монументальной миссии, Шива-йог хотел тут же взяться за дело. Однако, поразмыслив над необходимыми шагами по подготовке своего организма к этой цели, он понял, что подходящее время для создания Дхьяна-линги еще не настало. Несколько лет он выполнял предварительную работу, а затем покинул этот мир, чтобы впоследствии прийти в подходящее время в более молодом теле. Вскоре в Тамилнаде, что в Южной Индии, родился Садхгуру Шри Брахма. В юном возрасте он осознал, что Гуру, свет его жизни, сознательно оставил свое тело на белых горах Вилиангири. Поэтому Садхгуру Шри Брахма решил установить и осветить вечную форму у подножия этих гор. Поскольку он родился с единственной целью создания этой вечной энергоформы, он вырос неутомимым человеком огромной силы. Он понял, что работа такого масштаба не может осуществиться без социальной поддержки и начал открывать в этом государстве различные полезные учреждения. Их было 70, включая школы, детские дома и ашрамы. Одновременно он стал заниматься с избранной группой учеников. Они были необходимы ему для освещения вечной формы Дахьяна Линги. Эти эзотерические усилия вызвали определенное сопротивление со стороны нескольких могущественных семей и Садхгуру становилось все труднее продолжать работу. Когда эти семьи начали преследовать его учеников, Садхгуру понял, что и в этом воплощении не сумеет выполнить волю своего гуру. Садхгуру не планировал оставаться в своем теле ни на мгновение дольше, чем это было нужно для сооружения Дахьяна Линги. Он планировал прожить только 42 года. Ради Дахьяна Линги он зажег свои жизненные энергии неистовым пламенем, чтобы они сгорели ровно в этот срок. Однако столкновение с социальными трудностями поставило под угрозу его великие усилия. Время уходило, и хотя Садхгуру был совершенным йогом огромных способностей, в нем возник некий всеобъемлющий гнев. Стало очевидно, что он снова уйдет не выполнив святую миссию, возложенную на него. Вместе с одним из своих учеников он решительно, без передышки, прошел более 600 километров до храма Сомашвара в Кадапе, что в штате Анхрапрадеш. В этом храме когда-то провел некоторое время его мастер, так что Садхгуру пытался максимально приблизиться к источнику своего просветления. Там он размышлял несколько месяцев и составил подробный план перехода в новую жизнь для себя и своих людей. Были приняты решения, кто где родится, в каком месте, у каких родителей. Так он засеял семена будущих воплощений своих учеников именно в тех семьях, которые сопротивлялись их работе. Когда завершилась эта сложная эзотерическая процедура, он вернулся в Коимбатур. Там он провел немного времени со своими учениками и в последний раз поднялся на священную гору Велиангири. Это место было для него великой святыней, ведь его гуру не только ходил по этой величественной горе, но и расстался там со своим смертным физическим телом. Прощаясь с учениками, Садхгуру уверенно заявил «Я вернусь». Он взошел на гору и провел там около полутора суток. Все это время он готовился продемонстрировать очень редкое явление, покинуть тело через все семь чакр. Тем самым он показал, что полностью готов к созданию вечной формы и что нежелательная отсрочка была связана только с его неспособностью совладать с непривычными тенденциями в жизни общества. Настал день, когда Садхгуру снова вернулся, чтобы создать вечную форму. Как только он вспомнил об этой задаче, он решил обрести способность взаимодействовать с социумом, хотя по-прежнему отличался пламенным духом и силой. После этих слов Садхгуру замолчал и больше не отзывался. Я же, как в мой первый визит в Атхьянолингу, обнаружила, что мы просидели на острове много часов, хотя они пролетели как минуты. Казалось, время исчезло. В глубокой тишине мы загрузили лодку и устремились в сторону дома, пока я обдумывала все сказанное. Глава восьмая. Наша последняя ночь. Более глубокое понимание. Самопостижение не придет к вам от Гуру. Гуру просто устраняет препятствия, которых вы не осознаете. Садхгуру. Следующее утро было будто создано по нашему заказу. Зарождался изумительный день. Краски были такими яркими, а воздух таким свежим, что казалось, мы в раю. Наши последние несколько вечеров начинались все раньше и раньше. И я понимала, что основное внимание Садхгуру в течение дня сосредоточено на чем-то далеком. Однако мне очень хотелось, чтобы в этот великолепный день он насладился красотой окружающей природы вместе с нами. К счастью, на помощь пришла сама судьба. Она как будто знала, как сильно я желала продлить общение с мастером. Внезапно планы Гуру изменились, и мы с Лилой получили его драгоценное время. Рано утром раздался телефонный звонок из Индии. Кому-то необходимо было поговорить с Садхгуру. Чтобы передать сообщение, я пошла к нему в комнату и негромко постучала. Я не хотела его беспокоить, но дверь была приоткрыта, поэтому, не услышав ответа, я заглянула внутрь. Ничего удивительного, он сидел, скрестив ноги на индейском коврике, застилавшем деревянный пол. Гуру выглядел полностью сосредоточенным и совершенно недосягаемым. Мне показалось, что его здесь просто нет. Я быстро, тихо закрыла дверь и вышла. Садхгуру спустился к нам примерно через час. Он поговорил по телефону, а затем подключился к интернету. Ему пришло почти двести писем. Вот сколько дел у мистиков. Поскольку мы так мало видели его в дневное время, я спросила, не хочет ли он сыграть в гольф с моим соседом, который обожает эту игру. Гуру согласился. Я обрадовалась, что нам удастся его хоть как-то развлечь. Все чудесные предыдущие дни он просидел один в комнате, и это меня расстраивало. А гольф, как я знала, был одним из тех западных обычаев, которые он недавно полюбил. За несколько месяцев до этого, во время его предыдущего визита в США, я наблюдала, как Садхгуру играет в гольф третий раз в жизни. Казалось, что ему это очень нравится. У него отлично получалось. Его мастерство было самой лучшей рекламой йоги. Однажды известный инструктор по гольфу пытался объяснить, как следует учить людей попадать в лунки во время игры. Садхгуру попадал в лунку всегда. Мне нравится смотреть, как он играет, потому что на программах по йоге мы видим его совсем другим. Он выглядит древним, таинственным, и кажется, будто он не из этого мира. А во время игры в гольф он поразил нас детским восторгом, возбуждением и спортивной точностью. Если Садхгуру к чему-нибудь вообще относится серьезно, так это к играм. Он действительно играет ради победы. Другие участники того раунда, бизнесмены, тоже медитировали по методике Иши и знали, что Садхгуру до этого играл в гольф всего дважды. Они были довольно хорошими гольфистами или им так казалось и считали своим долгом приобщить Садхгуру к этой американской игре, помочь гуру научиться играть в гольф. Однако результат оказался не таким, какого они ожидали. На поле для гольфа Садхгуру произвел фурор не сияющей кожей и длинной бородой, а манерой игры. Казалось, что ему нравится только одна конкретная клюшка, вуд с большой головкой. Эти гордые гольфисты не только учили Садхгуру правильно держать клюшку и сгибать колени, но и пытались объяснить, что нужно пользоваться разными клюшками. Но он сказал, предоставьте это мне. Просто скажите, куда должен попасть мяч? Парни не понимали намека и упорно продолжали давать ему указания. Они замолчали только тогда, когда он наконец твердо заявил, дайте мне просто ударить по ничу. Я знаю, как бить. Скажите же, куда он должен попасть? Тогда его партнеры смирились, дали ему клюшку, которую он хотел, и он быстро направил мяч в лунку с расстояния в 242 метра. Все обомлели, а мы с Лилой старались не смеяться слишком громко. Теперь обучение прекратилось и началось соревнование. В тот день Садхгуру пару раз пришлось сделать вторую попытку, и он отстал на три очка. Никто из членов клуба, ни молодых, ни старых, никогда не слышал о таком результате у новичка, особенно при столь нетрадиционном способе игры. К нашему с Лилой сожалению, игра в гольф на озере не состоялась, потому что соседа не оказалось дома. Садхгуру не расстроился и сказал, что очень хочет покататься на водном мотоцикле. Я ничуть не удивилась. По-видимому, на этой неделе его уединенные занятия были очень важны, иначе он уже давно гонял бы по воде. Мы отправились арендовать гидроциклы. Пришел мой сын и помог выбрать самые быстрые. По-моему, они летали как ракеты. Теперь, когда Садхгуру определился с видом отдыха, мы все втроем переоделись и явились на пристань, экипированные спасательными жилетами, ключами и полотенцами. Садхгуру прыгнул на свой гидроцикл, я кратко объяснила, как с ним управляться, и он отчалил. Не успели мы с Лилой отвязать свои гидроциклы, как Садхгуру уже полностью скрылся из поля зрения, промчавшись мимо со скоростью почти 80 километров в час. Мы понеслись вслед за ним. Но с таким же успехом можно было бы преследовать привидения. В тот день мы отлично покатались, и Лила визжала, когда мы летали на максимальной скорости. День был восхитительным, теплым, ясным, солнечным. Я не могла бы представить себе лучшее развлечение, чем носиться по озеру среди брызг. Садхгуру даже отыскал другой остров для наших вечерних костров. Поэтому, наслаждаясь чудесным днем, я все же не могла дождаться ночи. Я обожала наши ночи. Через несколько часов мы вернулись домой. Садхгуру снова скрылся за закрытыми дверями, и мы с Лилой вышли пообщаться. Перед катанием Садхгуру упомянул о другом своем визите в горы Апалачи и о том, как там красиво. Я спросила Лилу, знает ли она, куда именно он ездил. Она ответила, что гуру посетил Сентерхил, который находится в нескольких часах езды от Нэшвилла. Там довольно дикие уединенные места, где можно несколько дней не увидеть ни одного человека. Лила добавила, что именно там Садхгуру написал стихотворение под названием «Америка». Я помнила эти волнующие стихи. В них упоминается страшная судьба американских индейцев, которых белые уничтожали или сгоняли в резервации. Мне стало любопытно. Я спросила Лилу, какие обстоятельства вдохновили гуру написать это стихотворение. Она пояснила, что в тот день Садхгуру долго гулял по лесу один, а когда вернулся, казался отдаленным и неприступным. Я изучила его за все эти годы, но тогда его было не узнать, добавила она. Его не было несколько часов. Потом он вошел в коттедж, но выглядел очень напряженным. Казалось, что он выпал из времени и пространства. Он как будто отсутствовал, но при этом его присутствие было очень весомым. Я говорю странные вещи, но тот момент прочно засел в моей памяти. Позже он объяснил Лиле, что произошло во время его прогулки по лесу. Но сейчас она не стала ничего мне рассказывать. Она считала, что мне лучше услышать эту историю от самого Садхгуру. Случай, о котором упомянула Лила, снова пробудил мое любопытство. Как Садхгуру воспринимает жизнь? Что он такого видит и знает о том, что лежит за пределами нашего восприятия? Я решила вечером спросить его об этом стихотворении. Еще я хотела услышать его мнение о моей удивительной встрече с Рамдасом, когда мир предстал передо мной совершенно необычным. Кроме того, именно благодаря моему общению с Рамдасом Садхгуру показался мне таким знакомым, когда я впервые взглянула на него и почувствовала, как мой позвоночник выпрямляется сам собой. Теперь после нашего разговора о чакрах и кундалини я хотела разобраться, что произошло в те удивительные минуты, которые я провела с Рамдасом. Отчасти я догадывалась, чем можно объяснить различия в нашем восприятии мира и других измерений. Вечером, как только мы расселись у костра, я спросила Садхгуру, могу ли воспользоваться его мудростью, чтобы разобраться в одной истории из моей жизни. Неловко было задавать личный вопрос, но я не отступала, потому что слишком долго носила в себе это переживание. Как я и предполагала, Садхгуру дал понять, что не возражает. Тогда я задумалась, как сформулировать вопрос. Я осознавала тепло огня, симфонию лягушек и уханье совы. Я не была уверена, сумею ли описать случившееся. Когда я была еще совсем молодой, 22-летней, меня беспокоило множество трудных вопросов. Я тогда много читала о йоге, просветлении и восточных религиях, знала психоделический опыт и необычные переживания в медитации. Из того, что я прочитала и испытала, я вынесла убеждение, что существует нечто намного большее, чем физический план, и что Бог это не какой-то добрый дедушка в каком-то отдаленном месте. Наука говорит, что всякая материя содержит энергию, что все физическое может быть сведено к энергии и что ее нельзя уничтожить. Чем более эзотерическими становились мои занятия, тем чаще я встречала утверждения, что есть только один Бог, что Он принял форму многих, и что во всех нас есть Бог, просто мы этого не знали. Мой разум постоянно с этим боролся. Итак, к Рамдасу я пришла со своим больным вопросом. Как все может быть одним, если мое переживание жизни ощущается как что-то совсем отдельное. При этом я знала, что все как-то взаимосвязано. Я слышала, что жизнь описывается как майя, иллюзия. Это меня всегда злило. Это звучало так холодно и бессердечно. Казалось, чересчур жестоким просто прокрутить жизнь как банальный фильм. Кроме того, она ощущалась слишком болезненной, чтобы называть ее нереальной. Однако я также осознавала непостоянство всего происходящего. Итак, что реально? Этот вопрос не давал мне покоя. Что не умирает? Бог? Было ли во мне что-либо реальное, что можно познать? В общем, когда я сидела перед Рамдасом, все эти мысли роились в моей голове. Он только вернулся после долгого пребывания в Индии и производил сильное впечатление. Он провел много времени со своим гуру ним королей бабой и совершил много духовной работы. Некоторые из моих друзей переехали в Нью-Йорк поближе к Рамдасу. Они сообщили мне, что он будет в Атланте и уговорили увидеться с ним. В те дни я была довольно замкнутой, но что-то побудило меня подойти к нему после лекции, которую он прочитал на Каменной горе. Когда я спросила Рамдаса, есть ли у него время встретиться со мной, он пару минут посмотрел в потолок, а потом согласился, приходите завтра на Каменную гору. Он назначил мне время, дал адрес и номер комнаты. На следующий день я явилась как штык минута в минуту. Я постучала, и Рамдас велел войти. Когда я открыла дверь, он сидел, скрестив ноги, на кровати мотеля. Я смутилась, думая, что у него перерыв на отдых, но он успокоил меня словами, «Вся жизнь — это перерыв». Мелькнула мысль, что ему повезло, потому что мне жизнь казалась борьбой. Во всяком случае, он пригласил меня войти. Я села прямо напротив него, и мы заговорили. На вопрос, почему я хотела с ним встретиться, я ответила, что это трудно выразить словами, но так или иначе я ощущаю несвободу и хочу освободиться. Я верила, человеку доступно нечто намного большее. В ответ Рамдаз вдруг начал рассказывать мне обо мне самой, как будто видел мой ум насквозь. Он сообщил много очень личных, конкретных, глубоких вещей. Потом произошло нечто очень странное. Внезапно Рамдаз больше не выглядел как Рамдаз. Он был кем-то совершенно другим и продолжал меняться. В нем менялось все, глаза, лицо, волосы. Он принимал много различных форм, похожих на воплощение древней мудрости и благодати. Мне они виделись как проявления разных мастеров. Казалось, что с каждым вдохом он превращается в другое просветленное существо. Даже тело меняло форму. Прошли минуты, и он спросил, что со мной происходит. Могу только представить, какое смешное выражение появилось у меня на лице. Я сказала, что ничего особенного, просто я наблюдаю за изменением его форму. Он поинтересовался, это пугает тебя? Я покачала головой. Нет, я не могу поверить в это, но почему-то это кажется более реальным, чем все, что со мной случалось. Странно наблюдать, как меняется и даже исчезает внешняя форма другого человека, но еще более странно находить это привычным и нормальным. Казалось, что это мое я сидит на стуле передо мной. Я чувствовала себя как дома, и человек напротив казался моей сущностью. Этот опыт позволил мне понять, насколько непостоянны наши формы. Я догадалась, что наши личности приходящие, а внутри есть что-то абсолютно стабильное, и я нестерпимо желала познать это что-то. То переживание было сильным. Оно показало мне, что у всех нас есть одно и то же внутреннее я, которое снаружи покрыто разными личностями, и кто знает, чем еще. После встречи я была в восторге. Казалось, теперь мне не составит труда выяснить, кто я на самом деле. Конечно, мне неловко было сообщать другим об этом переживании. Большинство сочли бы меня ненормальной. Один знакомый, услышав мой рассказ, предположил, что это последствия приема ЛСД, но у меня никогда не было ни единого подобного состояния ни до той встречи, ни после нее, так что я знала, что он ошибается. Другой приятель, поклонник движения Нью Эйч, заявил, что у меня открылась чакра третьего глаза, но мне это ни о чем не говорило. Я знала одно, тот опыт потряс меня, как ничто иное, и мне хотелось большего. Позже я навестила Рамдаса у него дома в Северной Калифорнии и спросила, является ли он моим гуру. Он ответил отрицательно. Он пояснил, что иногда при встрече с настоящими искателями истины через него что-то проходит. Он также добавил «Когда мне встретится подлинный гуру, я сразу это пойму. Я полагала, что мое духовное путешествие уже началось и мне предстоят большие свершения. Все это произошло более тридцати лет назад. Итак, теперь августовским вечером мы сидели у огня на острове и я рассказала Садхгуру о встрече с Рамдасом. «Тогда я впервые тебя увидела», добавила я в конце, «Мне показалось, что Рамдас тогда принимал и твой образ. Все было очень знакомым и я только вздыхала «Ну и ну». То было представление специально для меня. Наконец-то проявилась сама реальность. Садхгуру начал объяснять нам с Лилой что произошло. Как вам известно, Рамдас отправился к ним короле Бабе. Короле был выдающимся существом с огромными способностями, мистиком, необремененным образованием. Мне нужно говорить с вами на вашем языке и произносить такие слова, которые будут понятны на вашем уровне восприятия. Шерил, ты замечаешь, как осторожно я общаюсь с тобой? Ним короле Баба не заботился о подобных вещах. Это и есть свобода от бремени образования. По-видимому, короле очень любил Рамдаса, а тот столь искренне доверял своему гуру, что ему открылось определенное новое измерение. Не знаю, кому еще, кроме тебя, Рамдас говорил подобные вещи, возможно, многим людям, но Рамдас не может быть твоим гуру. Однако он способен показать тебе окно, через которое ты увидишь другое измерение жизни. Именно так он и поступил. Рамдас стал Рамдасом. Не самостоятельно, не на основе своей собственной садханы. Рамдас стал Рамдасом, потому что сделал одну разумную вещь. Учился у такого человека, как ним короля баба. Его шестое чувство подсказало ему просто прийти и посидеть с короля. Он впитал некое качество этого великого существа. Ним короля баба хотел открыть много окон, поэтому одно из них он отправил в Америку. Затем Садхгуру спросил, хорошо ли я знаю Microsoft Windows? Наверное, ты используешь XP, верно? Так вот, это тоже что-то вроде программного обеспечения, это окно. Король открыл окно и отправил его в Америку, чтобы ты кое-что увидела. Ты пришла к нему сама с определенной открытостью и увлеченностью и увидела что-то, однако само окно могло этого и не видеть. Я уже думала об этом, потому что позже прочитала слова Рамдаса о том, что иногда он даже не полностью присутствует на встречах с людьми. Окна никогда ничего не видят, произнес Садхгуру. Наши учителя это окна. С их помощью люди переживают и воспринимают явления за пределами своих возможностей. А окна только показывают. В этом процессе они не гуру. Они просто служат окнами, чтобы показывать людям то, чего они еще не видели. Таков опыт многих учителей. Программы Иша-йоги и внутренней инженерии стали такими мощными средствами передачи опыта, потому что сами учителя прошли через изнурительный процесс обучения и, что еще важнее, выполняли очень сильную садхану, посвятив ей от пяти до восьми лет. Они учатся держаться в стороне. Им нужно научиться быть и одновременно отсутствовать. Остальное будет происходить независимо от их собственных возможностей и пониманий. Во время занятий многие участники переживают то, что сами учителя не всегда видят. Они хотели бы испытать это сами. Возможно, с ними этого еще не случилось, но через них идет ко многим другим людям. Так, глядя в окно, можно познать красоту Гималаев, хотя само окно, возможно, ее не осознает. Рамдас хорошее окно, не загрязненное. Это чистое стеклянное окно, это хорошо. Оно показывает многое, и это замечательно. Рамдас признал, что он не твой гуру, и это чудесно. Он просто окно. Его скромность восхищает, потому что людей в его положении немедленно заявили бы, что являются не окном, а Гималаями. Рамдас прекрасное окно, потому что он сознает свои ограничения. Он знает и красоту своего опыта, и его ограниченность. Отлично, что человек сознает свои ограничения, что он честен с самим собой. Я говорю не о тех ограничениях, которые вы выставили себе ради удобства. Я говорю об ограничениях, которые на вас наложило само существование. Они неудобны. Когда вы признаете свои ограничения, это приносит вам определенное смирение. Это ставит вас на место. Очень важно, чтобы вы всегда находились на своем месте, потому что все ваши представления о самих себе никуда вас не приведут. Ширилл, можно я расскажу тебе анекдот? Ты говоришь о таких серьезных вещах, как меняющиеся формы просветленных, и я не уверен, что в такой момент позволено шутить. «Да», отозвалась я, «я всегда рада шуткам». Я почувствовала облегчение. Он не думал, что явление во время встречи с Рамдасом было галлюцинацией. Он серьезно воспринял мои слова и помог мне понять, что произошло. Садух гуру весело начал рассказывать нам анекдот. Он любит шутки почти так же сильно, как игры». Однажды на лугу паслись бык и фазан. «Бык жевал траву, а фазан клевал клещей на спине быка. Идеальное партнерство». Глядя на высокое дерево неподалеку, фазан сказал «Увы, было время, когда я мог сходу вспорхнуть до самой верхушки этого дерева. Теперь же мои крылья настолько слабы, что я не могу подняться даже до нижней ветки». Бык беззаботно ответил «Просто ешь каждый день немного моего навоза. Две недели ты сможешь взлететь до верхушки». Фазан воскликнул «Да ладно, брось, что за ерунда?» Бык настаивал «Попробуй увидишь сам, все человечество так делает». Очень неуверенно фазан начал клевать навоз и «О чудо!» В первый день он взлетел до нижней ветки. Прошли две недели и он как встарь сумел вспорхнуть на верхушку. Он уселся там и принялся наслаждаться пейзажем. Поблизости в кресле качалки раскачивался старый фермер. Увидев на дереве толстого старого фазана, он вытащил дробовик и одним выстрелом шип птицу. Мораль истории. Глупость может привести вас на вершину, но она никогда не позволит вам надолго там остаться. Мы посмеялись. Вскоре Садхгуру снова стал серьезным и продолжил объяснение. «Все, что ты думаешь о себе, не важно», сказал он. «Ты можешь рассказывать себе любые истории про саму себя, думая о себе что угодно, но это не имеет ничего общего с экзистенциальной реальностью. Возможно, твои идеи и мысли отличаются определенной социальной значимостью, но на этом их значимость заканчивается. Я хочу, чтобы ты понимала, материя, которая творит жизнь и которую ты называешь Богом, воспринимает тебя именно такой, какова ты сейчас. само пространство бытия воспринимает тебя в точности такой, какой ты являешься. Ему безразлично, какой ты хотела бы стать, как ты одета, как выглядишь, что говоришь, как себя называешь и что о тебе думает мир. Бытие воспринимает тебя именно такой, какая ты есть на самом деле, и это происходит постоянно. Обманывать можно себя, общество, окружающий мир, друзей, но это бытие не проведешь. Пытаясь обвести его вокруг пальца, мы лишь выставляем себя дураками. Все, чем ты являешься, постоянно воспринимается. Невозможно проскочить, притворившись чем-нибудь другим. Любое мошенничество продукт разума, но фундаментальное бытие пользуется иным источником. Можно описать духовность, сказав, что она находится вне процессов разума. Сейчас все, что ты воспринимаешь органами чувств, обрабатывается процессами разума. Ум притворщик. Именно в этом контексте говорится, что все есть майя, иллюзия. Как часто бывает, слушая ответы Садхгуру, я погрузилась в глубокую неподвижность. Я начала резонировать с его словами, сознавая, что он пролил свет на те изменения, которые произошли во мне после встречи с Рамдасом. Еще тогда я поняла, что Бог это ты сам, то же самое внутреннее я, которое всегда наблюдает за моей жизнью и присутствует во всех и во всем. У всех нас одно и то же внутреннее я, у нас разные личности и эго, но наши внутренние я одинаковы. когда это я говорила со мной через Рамдаса, я чувствовала, что полностью охвачена любовью и любовь лишила меня всех претензий. Я пришла к осознанию, если все обо мне известно и я все равно любима, то что мне скрывать? Это было очень освобождающее чувство. Все прощено, тебя любят несмотря ни на что, ты свободна быть самой собой. Думая о словах Садхгуру, я вспомнила один случай во время похода с ним и группой медитаторов в Гималайи пару лет назад. Самая сложная часть маршрута находилась в местечке под названием Тапаван на высоте 4450 метров над уровнем моря. Тропа там частично пересекает сплошную поверхность ледника. На вершине жила удивительная дама в идеально отглаженном саре. Такую одежду индийские женщины носят в городах. Однако на ледяной горе совершенство ее костюма смотрелось мягко говоря неуместно. Женщина была очень доброй, теплой и приветливой. Нам сказали, что она известна как Бенгалима. Это значит, что родом она из Бенгалии, а окончание «ма» указывает на материнский тип. Она живет в естественно возникшей пещере. Говорят, к ней на гору приходит много людей. Ее хорошо знают в округе и почитают как мистика. Несколько медитаторов из нашей группы отправились к ней выказать свое почтение. Она поинтересовалась, откуда они. Мужчины объяснили, что они родом из Южной Индии и пришли сюда со своим учителем Садах-Гуру. Она спросила, кто такой Садах-Гуру? Один из медитирующих показал ей фотографию. И женщина какое-то время изучала ее, а потом воскликнула, его больше нет. Он закончил свою работу и давно ушел, его больше нет. Это совершенно обескуражило участников нашей группы. Их еще раньше потрясли определенные качества этой женщины. В ее облике было что-то настолько мощное, что двое из нас даже расплакались, впервые приблизившись к ней. Они настаивали на том, чтобы Садах-Гуру навестил ее вместе с ними, но она просто улыбнулась и повторила «Нет, он давно ушел». Я попросила Садах-Гуру объяснить это маленькое происшествие. Мне было любопытно узнать, что увидела женщину на его фотографии. Похоже, ее уровень восприятия был совсем необычным. Садах-Гуру снова засмеялся и сказал «Ха-ха, видишь ли, некоторых людей невозможно обмануть. Вся эта бутафория, которую я создал, обманула всех вас, но кто-то идет к бенгальской матери, и она говорит, его здесь не должно быть». Она сказала это, потому что бытие, воспринимая нас называет жизнью лишь существование на определенном уровне вибрации и кармических отпечатков. Я не в счет. Вот что она имела в виду. Как вы знаете, я был запрограммирован на то, чтобы уйти сразу после освещения Дхианолинги, которая, наконец, возникла после моих напряженных усилий в течение трех жизней. Во многих отношениях меня, как живое существо, поглотило универсальное бытие, но связывая себя сначала с разнообразной жизнью вокруг, а затем и с более конкретным воплощением, я, на поверхностный взгляд, продолжаю существовать. Я серьезно, Шерилл? Все это может звучать слишком надуманно, в это трудно поверить, но вспомни. Многие достижения современной науки вписываются в рамки логики с таким же трудом, как и мистика. Вы знаете, что, когда мы с вами сидим на этом острове, здесь есть 11 разных параллельных реальностей. В йогических системах говорится о 21 измерении существования. Итак, эта бенгальская мама сказала так не потому, что она знает что-то особенное, а лишь потому, что она сама является просто бытием. Она не женщина и не мужчина, она не святая и не мудрец, она не бог, она просто бытие и потому обладает незамутненным восприятием. Забавно, что какая-то женщина в Гималаях способна все это видеть. Если окно чистое, прозрачное, то все видится таким, какое есть. Она не высшая и не низшая, она просто есть, и это самое главное, высокий, низкий. Все это лишь выдуманные термины, они не имеют ничего общего с реальностью. Разделение на высокое и низкое, хорошее и плохое, добродетели и грех, Бога и дьявола. Это все ваше собственное творение, ваши собственные проекции. Они никак не пересекаются с реальностью. Реальность, вот она, это то, какой ты являешься. Возможно, Рамдас не знает этого, но он чистое окно. С его помощью ты увидела много полезного. Однако, он не может быть твоим гуру, просто потому, что у него нет методов. Если бы ты пообщалась с ним достаточно долго, не знаю, сколько времени ты там провела, вероятно, он говорил бы об одном и том же. Ничего бы не произошло. Если просто сидеть и медитировать с ним вместе, что-то может случиться, но его поучения никуда тебя не приведут, потому, что он не может быть гуру, он чистое окно, средство для ясного видения. В окно достаточно просто посмотреть. Не нужно всюду таскать с собой окно, чтобы оно показывало тебе мир. Чистое окно показывает все, это и есть его задача. Эти проблески истины нужны тебе только для вдохновения, сами по себе они никуда тебя не приведут. Один лишь взгляд тебя не трансформирует. Ты видела других мастеров? И все эти встречи только вдохновляли тебя на поиск. Они не стали пунктом назначения и замечательно, что Рам Дас напомнил тебе, что он не является твоим пунктом назначения. Таких окон много, особенно в Индии. Много, много окон. Чем гуру отличается от окна? Спросила я. Как правило, гуру не станет показывать такие фокусы, о которых ты мне рассказал. Разве что появится особая потребность прорваться в человеке? Вместо этого он дает методы, которые постепенно изнашивают твою ограниченную природу. Эти методы помогут тебе развиваться, начиная с той точки, в которой ты сейчас находишься. Такие проблески просто избыточные переживания, в них немного пользы. Они тебе нравятся, но могут и подпитывать ложное воображение или даже вести галлюцинации. Видишь ли, всегда есть опасность, что разум будет искажать все явления, подгоняя их под твои нужды и требования, и тем самым создавать дополнительные границы, эта опасность существует всегда. Переформулирую, чтобы легче было понять. Гуру сродни технологу или механику. Он дает необходимые инструменты и рекомендации относительно того, как перенастроить твои способности, чтобы они стали средством для твоего полного расцвета. Это субъективная технология, объективным способом ее не понять, и в этом весь секрет. Я возразила, секрет не раскрыт. Как ты видишь, какие методы нам нужны? Меня годами ничто не вдохновляло. Я применяла довольно много духовных практик, но никогда не чувствовала, что они меня куда-то ведут. Он отозвался. Шерил, неужели трудно поверить, что у кого-то может быть другой уровень восприятия? Даже твои собаки воспринимают то, что тебе недоступно. Если я зажмурю глаза, и придет какой-то человек, я, не открывая глаз, скажу тебе, что он собой представляет. У твоих собак такое же чутье, например, возьмем это дерево. Видишь, как ему не дают расти ветви соседнего, более высокого дерева. Для всех совершенно очевидно, если нужно, чтобы меньшее дерево развивалось, мы должны отсечь ветви, которые ему мешают. Именно в этом контексте я вижу, что будет лучше для человека. Многие наставники учили тебя правильной йоги, правильными методами, но субъективного измерения там не было. Кое-что, конечно, произошло, но неуклонный процесс достижения духовного благополучия так и не начался. Учителя пришли из хороших традиций, поэтому методы были правильными, но субъективное измерение отсутствовало. Мы в йогической культуре относимся к духовному процессу или йогическому методу как к живому божеству. Это связано с тем, что сам метод дает некоторые физические преимущества и умственную стабильность, но не более того. Тот, кто передает метод, должен уметь привносить в него жизнь. Чтобы внутри тебя открывались глубокие измерения, метод должен быть наполнен жизнью. Я упоминал Патанджали, он отец йоги и йога сутр. Слово сутра в его понимании означает нить, из которой реализованный человек способен сделать ожерелье, хотя без нитки не бывает ожерелье, его носят не из-за нитки. В зависимости от достижения мастера, он добавляет к сутре цветы, каменные бусины или бриллианты, используя нить как основу. Просто носить на шее нитку, что в этом особенном? Это невежество и напрасная трата ресурсов. Мы хотим растворить твой сегодняшний способ бытия, чтобы ты не мешала той передаче, которая намного превосходит тебя. Шерил, если тебе недостает вдохновение, некий объект может тебя вдохновить, но этим его полезность исчерпывается. Если тебе нужна информация, ты можешь ее получить, но подлинного знания информация никогда не принесет. Нужно понимать, что жизнь существует во многих измерениях. Когда мы находимся в определенном измерении опыта, другое измерение, каким бы оно ни было, для нас нереально. Например, когда утром встает солнце, для тебя наступает светлый день, когда вечером солнце темнота. Это твоя реальность. Есть много животных, например, сова, для которых утреннее появление солнца знаменует начало ночи, а его заход начало дня. Если ты затеешь спор с этой совой, что есть свет, а что тьма, вы обе ни к чему не придете. Ваше восприятие находится в разных измерениях. Сенсорные инструменты восприятия предназначены только для твоего выживания. Это плохой жизнь происходит различными способами, а не только тем, что известен тебе. Это никуда не приведет. Итак, когда мы говорим о йоге за пределами физического и психического благополучия, мы имеем в виду необходимость нарушить ограничение этого измерения жизни и перейти в совершенно иное, от физического мира к другому бытию. Оно расположено не в другом месте пространства. Оно недоступно человеку, когда тот полностью укоренен в своей физической природе. Если ты стремишься в другое измерение, всегда лучше отыскать такого человека, который уже там находится. В противном случае это похоже на бесконечное путешествие. Бывает, люди выходят на лодки в открытый океан, не зная направления. Лодка просто плывет и, возможно, они когда-нибудь что-нибудь найдут. Одни найдут, другие просто погибнут, кто-то доберется до берега. Сегодня нам известно, что земля круглая, и если пройти определенное расстояние, то рано или поздно упрешься в сушу. Предположим, ты этого не знал. Ты садишься в лодку и выходишь в океан. Движешься вперед, не останавливаясь. Ты должна быть особенным человеком. Не каждый на такое способен. Не все пройдут путь до конца. Придется отдать этому всю жизнь. Так что, если хочешь войти в измерение, лежащее за пределами твоего нынешнего опыта и понимания, есть несколько способов это сделать. Один такой. Представь себе, что у тебя есть автомобиль и ты готова ехать. Я даю тебе дорожную карту и по ней ты сама найдешь нужное шоссе. Это полностью зависит от тебя. На пути к измерению вне твоего опыта и понимания дорожная карта хороша, но даже при наличии карты и компаса можно заблудиться. Другой способ заключается в том, что я включаю задние габариты и говорю следуй за мной. Теперь тебе придется ехать с определенной скоростью, чтобы не отстать. Внезапно появляется туман, ты не видишь света впереди и думаешь, что тебя бросили. Потом мои задние фары мерцают снова и ты облегченно вздыхаешь. Все в порядке. Так это и происходит. Ты то и дело отстаешь и сомневаешься, не бросит ли тебя. Между нами оказывается десяток автомобилей и ты снова думаешь, нет, он уехал вперед. Большинство людей выбирают этот способ движения, но есть и третий. Ты просто оставляешь свою машину дома и садишься в мой автобус. Тогда ты можешь даже задремать, это не имеет значения. Ты доберешься до места назначения, но не сможешь сесть за руль. И так есть три способа. Я согласен на любой из них. Если ты любишь приключения, двигайся по карте. Если приключения тебе не очень интересны, но ты хочешь действовать и смело рулить, ориентируйся на мои задние фары. Большинство людей утверждают, что готовы к приключениям, но на деле бегут от приключений за всех сил. Просто хорошенько подумай. Если ты устал облуждать, если тебе нечего доказывать ни самой себе, никому либо еще, просто садись в автобус и располагайся поудобнее. Он пойдет туда, куда должен. Выбор за тобой. Мне подходит любой из этих способов. Если тебе не к спеху, развлекайся с дорожной картой. Если торопишься, просто садись в автобус. Это нелегко и не сложно. Это просто. Настолько просто, что твой разум приходит в смятение. Его обычно тянут и толкают в разные стороны миллионы отвлечений. Он функционирует в рамках тех ограничений, которые ты собрала и украсила позолотой. Если ты перестанешь украшать свои ограничения, если прекратишь носить кандалы, как драгоценности и гордиться ими, все станет просто. И ты будешь постоянно двигаться вперед. Посмотри, как хитро ты находишь поддержку своим ограничениям у окружающих людей. Тебе хочется получить разрешение на свои ограничения. Ты хочешь, чтобы эти помехи считались чем-то правильным. Я поразилась. Конечно, он был прав. Я посмотрела на Лилу. Она улыбалась мне. Отблески костра плясали на ее лице. Прислонившись к дереву, я думала обо всех ограничениях, которые сама накладывала на себя много лет. Почему мы так поступаем с самими собой? В костре громко хрустнула ветка, и мое внимание вернулось к саду-гуру. Его глаза были глубокими, как два колодца. Раньше я не понимала, что мы бессознательно сами ограничиваем себя, всякий раз, когда говорим «я такой или иной?» Вот что я за человек. Вокруг меня много говорилось о том, чтобы не иметь границ, и я не знала, что это означает. Теперь я лучше понимала, что имелось в виду. Очевидно, я долго сужала свои границы. До встречи с садх-гуру мне было комфортно так сжиматься. Я без конца уточняла, что мне нравится, а что нет, и все быстрее выносила суждения. Например, если в помещении не было кондиционера, я не могла там находиться. Я могла выйти на прогулку только при температуре плюс 25 и в солнечную погоду. Я считала все это нормой. Большинство своих ограничений я воспринимала как данность. Сейчас это, конечно, изменилось. Я намного более открыта. Иногда поначалу возникает сопротивление, но впоследствии я всегда радуюсь, что сумела его преодолеть. Это вызвало еще один вопрос, на который я ждала ответа. Садх-гуру многие люди, которых я знаю, думают, что они прекрасны именно такими, какие есть. Фактически некоторые в этой стране считают, что они уже уцели, что они всего добились. Если человек так настроен, возможно ли преобразование? Дело в том, Шерил, что все, что мы чистим, будет блестеть. То же самое касается и невежества. Я вижу эту тенденцию в мире, особенно на Западе. Люди не признают своей ограниченности и запросто судят о реалиях, которые еще не относятся к их опыту. Интеллектуальное знание экзистенциальных реалий ничего не даст. Было время, когда люди верили, что Бог находится наверху. Сейчас многие говорят, что Бог повсюду. Кто-то еще скажет «Бог во мне». В некотором смысле все эти утверждения одинаково уязвимы. Подобными средствами можно вызвать некие возвышенные переживания. Люди даже называют это просветлением. Таких ощущений можно добиться, делая почти все с определенной интенсивностью. Представь себе, стоишь у высокого и глухого забора. У тебя есть батут. Ты разбегаешься, прыгаешь изо всех сил, взлетаешь и на мгновение видишь то, что находится по другую сторону. Но одного взгляда недостаточно. Главная цель духовного процесса найти способ перебраться через этот забор. Сегодня ситуация такова. Если человек может жить без антидепрессантов, он думает, что уже достиг цели. Но немного покоя и благополучие это не конечная цель. Наивысшее достижение вообще не имеет отношения к благополучию. Однако ты не приблизишься к нему, если не покоишься на твердой почве благополучия. Просто физическое благоденствие это все равно, что сидеть в автомобиле, который стоит на месте. Если ты сидишь в припаркованной машине своей мечты, мало что произойдет. Утро превратится в полдень, полдень перейдет в вечер, вечер станет ночью, а ночь снова днем. Будут меняться времена года, цветы будут расцветать и увядать, а ты сидя в машине будешь верить, что куда ты едешь, потому что меняется пейзаж. Чтобы жить в благополучии не нужен никакой духовный процесс. Для этого достаточно поддерживать физическую форму, читать хорошие книги, сохранять добрые отношения с партнером и возможно играть в гольф. Духовный процесс становится актуальным только тогда, когда ты понимаешь, что физическое и умственное благополучие, хотя им определяется в жизни многое, всего лишь платформа для свершения более глубоких устремлений. Что-то в тебе постоянно стремится к безграничному расширению. Естественно, когда ты начинаешь духовный процесс, физическое и психическое благополучие приходят сами собой. Это скорее побочный продукт, чем цель. Но когда человек получает этот небольшой продукт, ему кажется, что он уже всего достиг. Я снова помолчала. Другие вечера нашей недели были заполнены долгими периодами тишины, но время бежало вперед, а у меня оставалось еще много вопросов. Недавно Садхгур в разговоре упомянул об одном событии из моего прошлого, о котором я не рассказывала ни ему, ни кому-либо еще. Я очень хотела понять, как он узнал это. Я сказала, «Садхгур «Садхгур садхгур садхгур неторопливо объяснил». При при первой встрече с вами я делаю поклон. Я касаюсь вашего внутреннего ядра и признаю в вас воплощение божественного. Вот почему нужен поклон. Затем я вижу груды впечатлений, которые вы собрали. Вижу всю кармическую структуру и тенденции, которые из нее возникли. У некоторых людей есть очень сильное впечатление от прошлых событий. Сами события уже в прошлом, но внутри вас они остаются живой реальностью. Тогда видно, к чему это приведет тебя, если ты продолжишь жить под гнетом этих тенденций. Ты уже замечала, что я часто отвечаю не на тот вопрос, который мне задают. Кто-то может задать неточный вопрос, но я должен ответить точно и без ошибки. Иногда человек спрашивает о чем-то, но я начинаю говорить совершенно о другом. Дело в том, что я слушаю не слова, а людей. Я слушаю их, как вибрацию накопленных впечатлений. Я вижу в вас просто накопление вашей кармы. Так что это правда. С тех пор, как ты неосторожно села передо мной, в твоей жизни не осталось ничего конфиденциального. Когда есть любовь, нет необходимости уединения. Ты всегда принимаешь любимых людей в свое личное пространство, поскольку я охватил всех существ абсолютной любовью. Я не разрешаю им иметь частную жизнь. Садах гуру рассмеялся, а затем встал, пошел к берегу и нырнул в озеро. Услышав всплеск воды, мы с Лилой переглянулись. Уверенно мы одновременно подумали одно и то же. У нас нет для него ни сухой одежды, ни полотенца. Имея дело с этим человеком, нужно быть поистине готовым ко всему. Намного позже, когда мы опустошили пакет с чипсами и сальсой, я вспомнила про американское стихотворение Садах гуру и спросила о его происхождении. Прежде чем ответить, гуру некоторое время молчал. В прошлый раз, будучи в Сентерхилл, я встретил там индейца. Вот почему я написал этот стих. Как встреча с индейцем вдохновила тебя на творчество? Садах гуру удивил меня, сказав «Человек, которого я встретил, совершенно неподвижно стоял там последние триста лет». «Триста лет, Садах гуру?» «Ты знаешь, как изображают американских индейцев? На картинках они очень гордые, мускулистые, сильные люди. Они умели воевать, они были прямолинейными парнями, хорошими бойцами, гордились своей культурой. Сегодня такой человек сражается с тобой, а завтра ты называешь его братом, и он защищает тебя. Такими они и были. Для смерть в бою были честью. Они не представляли себе, что кто-то может просто прийти и отобрать чужую землю. Они этого просто не понимали. Они относились к земле как к живой силе, которая питала их. Это одна из немногих культур в мире, которые не смотрят в небо, когда говорят о Боге. Они смотрели на землю, как на силу, которая создала и вскормила их. Однажды я гулял по Апалачскому лесу в Теннесси и увидел человека, который стоял неподвижно. Он застыл в позе отчаяния и стыда. На нем были знаки отличия местных племен прошлого. Он стоял в полном традиционном облачении. Всякий раз, когда я вижу человека, который находится в быстром движении или полной неподвижности, я чувствую себя причастным, потому что обе эти ситуации означают возможность что-то сделать. Промежуточный вариант движения средней скорости мало что значит. Люди в экстремально быстром движении это возможность. Люди совершенно неподвижные тоже возможность. Когда я вижу тех или других, я не могу удержаться от действия. поле возможностей. Потом я заметил, что он стоит как вкопанный почти 300 лет. Я увидел, что этот индеец давным-давно поклялся защищать своего старшего брата, который возглавлял их общину. Он был правой рукой своего брата, его помощником и защитником. Сейчас в этой традиции для того, чтобы называться старшим братом, не обязательно быть кровным родственником. Можно стать братьями так же, как становятся друзьями. Этот человек относился к старшему брату с большим уважением и считал несомненные привилегии право ходить рядом с ним и охранять его. Однажды он организовал встречу вождя племени с какими-то военными. Случилось так, что вождь пал жертвой обмана, и в результате белые убили главу общины. Его младший брат и помощник чувствовал себя полностью ответственным за его гибель. Он застыл в состоянии полного отчаяния, страдания и стыда. его эмоции были настолько сильны, что он простоял так 300 лет. Когда я увидел его, он все еще стоял. Не в физическом теле, очевидно, то, что принадлежало земле, упало обратно в землю, но остальная часть его стояла там, где он пережил все эти чувства. Я подумал, что ему пора двигаться дальше. Слишком много времени он провел в состоянии отчаяния из-за этого поражения. Я помог ему перейти из этой ситуации в другую, и тогда у меня родилось это стихотворение. Америка Угрюма тьма лесов твоих, туземцев кровь скормила их, валежника ветвей клубок, здесь обитал индийский бог. О, братья, вы, ошибки суть, тех, кто пустились в водный путь, наживы ради и дубрав, дух мудрой милости поправ. Потомки тех, кто захватил страну, своих отцов не ведают вину, а те, кто честью дорожил и рвением, поныне призраки стыда и поражения. Убийцы и убитые ко мне придите, успокоение навеки обретите. Ответить было нечем. Меня очень впечатлили и эти строфы, и образ индийца, всепоглощающий ужас его стыда. Ей сама сидела, не двигаясь. я сокрушалась о том человеке. Он был настолько поражен горем, что замерз во времени. Как это могло случиться? Какая ужасная история? До знакомства с саду гуру я и внимания не обратила бы на такой рассказ. А сейчас ужасный опыт, пережитый тем бедным индейцем, разрывал меня на части. Возможно, я полностью утратила критический подход, однако ничто из рассказанного не показалось мне запредельным. Это звучало просто как факты. Когда проводишь саду в гуру столько времени, все как будто подкрепляется магическим полем его энергии. Это так ощутимо, что сейчас я открыта возможностям, даже если что-то превосходит мой нынешний уровень опыта. Ведь когда-то и факс, и интернет казались непостижимым чудом. Сегодня мало что лежит за пределами вообразимого. Зная каким холодным скептиком, если не циником, я был раньше, вы поняли бы, насколько нетипично для меня подобное мышление. Услыш я все это не от саду в гору, а от кого-нибудь другого, я просто сочла бы говорившего безумцем и не стала бы иметь с ним дело. Но саду в гору я знаю как мистика и не сомневаюсь, что его сфера восприятия больше, чем у всех остальных известных мне людей. Чем дольше я его знаю, тем больше необычных явлений замечаю сама. Несколько месяцев назад я работала над одним проектом для фонда Иша и собиралась встретиться с саду гуру в Нэшвилле в штате Теннесси. Я приехала заранее и Лила рассказала мне о пилотном телешоу, в котором саду гуру участвовал за неделю до того. Гуру был одним из трех экспертов, которые на камеру отвечали на вопросы о жизни и ее тайнах. Вместе с ним выступали американский шаман и психиатр из одного выдающегося университета. Некая женщина показала экспертам видеозапись от своего мужа. Ему было за сорок и недавно у него обнаружили последнюю стадию рака. Он быстро приближался к смерти. В том видео мужчина лежал в постели среди аппаратов искусственного жизнеобеспечения. Он задавал вопросы довольно уместные о смерти и о том, что с ним произойдет. Он упомянул о молитве и спросил, почему Бог должен его спасать. Ему все советовали молиться. Он молился всю жизнь, но сейчас был не уверен, почему Бог должен отзываться именно на его слова. Почему вместо этого он не поможет людям в Ираке или других местах, где столько страданий? Предполагалось, что три участника программы ответят каждый со своей собственной точки зрения. Шаман предложил мужчине думать, что по ту сторону его ждет прекрасная вечеринка со всеми старыми друзьями и близкими. Садх гуру ответил на искреннее стремление умирающего к знаниям другим уровням понимания и сострадания. Начав говорить, он похоже завладел инициативой. Пока Лила рассказывала мне эту историю, пришел Садх гуру и подсел к нам. Он сказал, что двое других выступающих прилагали все усилия к тому, чтобы утешить больного мужчину. Но тот на самом деле искал не утешения, а помощи и понимания. Садх гуру в эфире предложил его жене свою помощь. Вскоре женщина позвонила и сообщила, что муж согласен на помощь гуру. И сейчас, сидя с нами в Нешвиле, Садх гуру объявил, что через час мы выезжаем, чтобы помочь больному. Слова гуру постепенно начали доходить до меня. «Мы через час поедем в дом этого человека, который был на видеозаписи?» переспросила я, неуверенная в том, что правильно все понимаю. «Да, ему нужна моя помощь», ответил он. «Ты поможешь ему умереть?» недоверчиво произнесла я. «Да, они с женой очень храбрые люди». «А как? Он просветлеет?» Садхгуру посмеялся надо мной и объяснил. «Нет, он не получит то, что ты хочешь, но приземлиться очень мягко». «Я все еще не понимала, что Садхгуру имеет в виду. В машине по дороге я вспомнила. Садхгуру, ты знаешь, что у доктора Кеваркяна появилось много проблем из-за того, что он помогал людям умирать. По-моему, он сейчас в тюрьме». Садхгуру громко расхохотался и сказал «Ширил, я еду не для того, чтобы его убить. Я не собираюсь прекращать его жизнь. Не буду даже к нему прикасаться, просто помогу сделать его уход ровным и легким». Примерно через полчаса мы прибыли. Пара жила в небольшом доме в скромном районе. Когда мы добрались туда, дом был заполнен людьми, главным образом членами семьи. Однажды Садхгуру говорил о смерти на одном из сатсангов, где я тоже присутствовала, и я запомнила, что нам легче умирать, когда нас не окружают родственники. Нам легче все отпустить, когда мы далеко от того, к чему привязаны. В этой стране мы поступаем совсем иначе. По какой-то причине мы все хотим быть рядом, когда уходят наши близкие. Мы поздоровались с семьей. Все поблагодарили Садхгуру за его приход, и нас отвели в спальню больного. Он лежал в постели без рубашки, до подмышек прикрытой одеялом. Он был подключен к нескольким капельницам. Когда Садхгуру вошел, глаза мужчины открылись. Он действительно выглядел хорошо. Я слышала, у него бывали невероятные боли, и удивилась, что он выглядел довольно свежим, без тени страдания на лице. Садхгуру некоторое время стоял с закрытыми глазами, а затем обнял мужчину, и мы ушли. На обратном пути Гуру сказал, Я навел порядок, он уйдет завтра. Это полнолуние, благоприятный день и очень хорошее время для ухода. Что значит навел порядок, удивилась я. Откуда ты знаешь, что он уйдет завтра? Такие вещи не берутся предсказывать даже врачи. Ширил, это недогадка. Отозвался Садхгуру. Его жизненные энергии очень слабы, они не способны удерживать тело, какие бы меры ни принимали доктора. Все эти механизмы жизни обеспечения могут продлить его жизнь на неделю Литве, но в этом процессе он, скорее всего, полностью потеряет сознание, а значит и возможность умереть с ясным умом. Я настроил его энергии таким образом, чтобы он скончался завтра между 11.30 и двумя часами дня, то есть в начале полнолуния. Это очень хороший день для ухода. На завтра я снова навестила Садхгуру в квартире, где он ночевал. Я приехала около полудня, а примерно через час после моего приезда зазвонил телефон. Садхгуру услышал, что мужчина только что умер. Звонившие добавили, что с момента нашего визита у него прекратились все боли. Это произвело на меня сильное впечатление. С тех пор у меня не было возможности расспросить Садхгуру о случае в Нэшвилле, но сейчас он был с нами на острове и в нашем распоряжении. Так что я решила еще немного поговорить об этом. Я спросила, что он тогда имел в виду под мягким приземлением? Его переход был предельно гладким, потому что я демонтировал остаточную кармическую структуру. Он еще молод, следовательно, его жизнь быстро найдет себе форму. Ответил он. Полагаю, что он говорит о скорой реинкарнации. Я спросила, значит быстро переродиться. Это хорошо? Я мало что об этом знала. Кажется, я все еще питала скудную надежду, что умру просветленной, или, по крайней мере, к тому моменту буду понимать намного больше, чем сейчас. Конечно, подтвердил Садхгуру. Это очень хорошо. Почему? Ширилл, имея человеческое тело, ты можешь гораздо больше сделать для своего развития. Разве мы развиваемся и вне физического рождения? Удивилась я. Да, но намного медленнее. Человеческая жизнь – огромная возможность. То, на что здесь уходит год, там может занять в сто раз больше времени. Все это пока оставалось для меня тайной за семью печатями. Однако, я начала понимать, почему многие восточные традиции твердят о ценности человеческого рождения и о важности момента смерти. Я спросила Садхгуру, почему этот момент так важен? Он ответил, когда человек осознанно покидает свое тело, он может легко установить внутри себя направление для будущей жизни. Тот, кто способен наблюдать этот момент перехода, получает возможность увидеть и воспринять жизнь такими способами, которые в другое время недоступны, поскольку этот переход похож на сумеречную зону, можно посмотреть на все, пребывая на расстоянии как от жизни, так и от смерти. В йоге разработаны структурированные различные методы, позволяющие добиться такого глубокого видения. Именно поэтому во многих культурах мира последние мгновения жизни и момент смерти считаются очень важными. Садхгуру часто говорил, что мы еще не понимаем, насколько это круто быть человеком. Теперь это высказывание обрело для меня больше смысла. Многие люди в первую очередь сосредоточены на выживании, что есть, где спать, с кем заниматься сексом и так далее. Но в отличие от животного, человек может достичь вершины сознания. Нередко я чувствовала, что не в полной мере использую свою жизнь, что много времени и сил трачу понапрасну. В одной из наших первых встреч Садх Гуру сказал, что мне грозит опасность растратить оставшуюся жизнь на лень и самодовольство. Я не возразила. Больше всего меня заботил вопрос, почему же я так мало развиваюсь. До некоторой степени я наслаждалась жизнью, но никогда не теряла стремление к чему-то большему, чем этот маленький ординарный жизненный опыт. Садх Гуру, сказала я, ты много раз говорил, что большинство людей не хотят знать истину. Они просто ищут утешение. По-видимому, это означает, что они просто хотят сохранить все свои системы убеждений и оставаться в зоне комфорта. Ты также неоднократно отказывался говорить о явлениях, лежащих за пределами человеческого опыта. Но разве неполезнее нам понять, как все работает? Если эта человеческая жизнь дает нам такие огромные возможности развития, разве не лучше знать правду, чем просто сидеть и ждать, пока мы умрем, и все наладится? Если дальше следует реинкарнация, мог бы ты рассказать об этом больше? Родившись, продолжаем ли мы создавать свою историю до тех пор, пока не оставляем тела? Едва я это произнесла, откуда ни возьмись набежали грозовые тучи, вспыхнула яркая молния и раздались раскаты грома. Как бы я мысленно не оттягивала этот момент, погода все решила сама, и наш ночной разговор завершился. Я взглянула на часы, было уже почти пять утра. Остальным моим вопросам придется подождать. Мне было невыносимо жаль, что наше общение не может продолжаться вечно. Мало того, что закончилась эта ночь, приближалась к завершению и вся наша неделя. То был конец, и все же я знала, что это также начало. Эпилог Наше утреннее прощение произошло стремительно. После легкого завтрака мы торопливо собрали вещи и загрузили две машины, чтобы отправиться каждый в своем направлении. Лила возвращалась домой, на средний запад. Мы с Садхгуру спешили в аэропорт, где я должна была посадить его на самолет в Калифорнию и затем отправиться во Флориду, чтобы навестить родителей. Со слезами обняв Лилу, я заперла дом, и мы с Садхгуру помчались в Атланту. За рулем был, конечно, он. В пути я много молчала, впитывая все, что узнала и пережила за эту потрясающую неделю. Невероятно! Столько событий произошло со мной за такой короткий промежуток времени. Одна неделя рядом с этим удивительным существом дала мне больше, чем предыдущие тридцать с лишним лет, посвященные поискам знаний и внутреннего опыта. При этом я, конечно, лишь поверхностно разобралась в том, кто такой Садхгуру, кем я могу стать сама и на что вообще способен человек. Благодаря Садхгуру во мне открывается измерение, которое раньше было недоступно. Он полностью изменил мое восприятие жизни. Я нашла далеко не все ответы, которых искала и не стала в одночасье просветленной. Но во мне что-то происходит. Я спросила Садхгуру, почему сейчас все происходит так интенсивно и почему эта йога сработала намного лучше, чем все остальное. Он ответил, потому что я не преподаю йогу, я являюсь йогой. Когда позднее я снова задала тот же вопрос, Садхгуру сказал, потому что это живая передача. Я не знаю, что это значит, но на меня сейчас воздействуют не только физические аспекты практики. Я не могу поверить, что были времена, когда я сомневалась в ценности гуру. Теперь я полностью поняла того молодого человека, который первым поведал мне о садах гуру в аэропорту. Я могу сказать то же самое о себе. Все это помогло мне освободиться от привязанностей и страхов. Какими бы ни были внешние ситуации, сегодня я проживаю их на гораздо более высоком уровне, чем раньше. Это не означает, что у меня все гладко и в жизни нет ни ухабов, ни резких поворотов. Они есть, но из-за них меня не охватывает беспокойство. Я больше не тревожусь из-за неопределенного будущего. Марк Твен однажды сказал, я пережил ужасные события, и некоторые из них произошли на самом деле. Мною уже не управляют внешние обстоятельства. Я очень устойчива и счастлива, даже когда возникают совсем непростые задачи. Как утверждает Садхгуру, если вы йогин, то с вами ничего плохого не случится, ведь на свете нет ничего, что вы не могли бы использовать для своего окончательного роста. Йогин может быть счастлив даже в аду. Если вы счастливы, нет такого явления, как ад. когда я глядываюсь назад и вижу, как много изменилось во мне за годы знакомства с Садхгуру и практики йоги, это похоже на чудо. Садхгуру говорит, что чудеса происходят не громко, а тихо, так же тихо, как цветут цветы и растут деревья. Откинувшись на спинку сиденья и погрузившись в свои мысли, я снова услышала голос Садхгуру. Он сообщил, что вскоре собирается вести группу на гору Кайлаш в Тибет и спросил, пойду ли я с ними. Он уже упоминал об этом в прошлом году, когда мы были в Гималаях вместе с ним и множеством медитаторов Иши. Он говорил, что планирует посетить Кайлаш и озеро Моносар рассказал нам все, что знал об этих местах и спросил, кто желает присоединиться. Не успела я опомниться, как моя рука уже взлетела вверх. Я ужасно хотела туда пойти. Однако, вернувшись домой, я провела небольшое исследование. Оказывается, высота горы Кайлаш достигает 6638 метров. Чтобы добраться до ее подножия, нужно подняться на 5000 метров. Это непростая прогулка. Я обнаружила, что обход Кайлаша чрезвычайно трудное предприятие. Каждый год на этой тропе кто-нибудь умирает. Я также поговорила со знакомым врачом, и он рассказал мне о двух своих коллегах, которые отправились в аналогичную поездку на Кайлаш с небольшой группой из 14 человек. Они оба скончались в пути от проблем с легкими. Теперь я уже не так сильно рвалась на Кайлаш. Была уверена, что тоже погибну в пути. На веб-сайте, который я отыскала, говорилось также о горной болезни и резкой, быстро меняющейся ненастной погоде, в том числе оползних. Обход Кайлаша считается самым трудным паломничеством в Азии. Зная Садхгуру, я не очень удивилась не только тому, что он хочет туда пойти, но и тому, насколько непростым этот поход будет для меня. Я решила отказаться. Возможно, будь я моложе и крепче физически, я бы пошла. А сейчас мы ехали в аэропорт и Садхгуру пожелал узнать, планирую ли я идти на Кайлаш. Я ответила «Думаю, что нет». Садхгуру спросил «Почему, Шерил, ты должна сходить туда? Было бы хорошо, если бы ты к нам присоединилась». Он застал меня врасплох. Я действительно много думала об этом и была вполне уверена в своем решении отказаться. Это наверняка будет слишком тяжело и некомфортно. Но я не ожидала, что придется ему это объяснять. Он сказал «Это было бы хорошо, если Садхгуру говорит «Было бы хорошо, если бы ты это сделала». Это ставит человека в нелегкое положение. Я почувствовала легкий мандраж. Появилась мысль, что я поеду, как бы тяжело ни было. Поэтому я сказала «Садхгуру, я очень хочу туда пойти, если это меня не убьет. Но мне кажется, что такой поход мне не под силу, учитывая возраст, уровень подготовки и все прочее». Садхгуру расхохотался и потом произнес «Шерил, если этот поход тебя не убьет, то он не стоит усилий. Только если ты будешь убита, ты действительно будешь жить. Давай совершим убийство в самом экзотическом месте на этой планете. Я все-таки обошла Кайваш. Но это уже совсем другая история. Кайваш. 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 Кайваш.